Но истинное лицо человека почти всегда скрыто для тех, кто знает его только в политической жизни. Пиль и Дезраили боролись оба несправедливые друг к другу, оба достойные уважения и оба замкнутые. Боролись два рыцаря в масках, их копья ударялись в сталь, никогда в жизни ни тот, ни другой не поднимут забрало. Вдали от парламента Пиль стал увереннее. В обществе своей прелестной жены, в своем прекрасном Драйтонском замке, он вновь обрел тот гармоничный мир, где был неограниченным владыкой. Вновь был окружен атмосферой веры в него и похвал, от которых крепла надежда. Ведь в общем сессия не кончилась поражением, он был могущественнее, чем когда-либо. Лигам, не имеющим достаточного большинства, чтобы самим взять власть, было выгодно поддерживать его. Но, правда, его ненавидели теперь мелкие землевладельцы, но они все еще боятся его и пойдут за ним, как стадо баранов. Он потерял их расположение, но не их голоса. Кобдон все еще говорил, ни турецкий султан, ни русский император не имеют такой власти, как Пиль. В отдалении ничтожный Дезраэли казался этому льву жалким комаром. Но июль был дождливым, и дождь, заливший турнир Эглинтона, медленно скоплялся в поток, которому суждено было снести Пиля. Сара на вопрос Дезя об урожае писала, дождь льет с такой силой, что никакой голубь не найдет сухого местечка в этом потоке, урожай будет очень плохим. Пиль узнал, что картофель поразила какая-то болезнь. Страх перед голодом в Англии так ввязался с теориями свободной торговли, которыми он все больше и больше увлекался, что Пиль со страстью бросился проводить эту политику. Сейчас же он пустил в ход слово голод. Не будет картофеля, значит будет голод в Ирландии. Не будет хлеба в Англии, значит нельзя будет помочь Ирландии. Спасение только в отмене хлебных законов и в разрешении свободного ввоза продуктов питания. Да, надо открыть порты, отменить эти чудовищные хлебные законы. Что скажет партия, не поднимет ли опять крика о предательстве? Все равно. Пиля сжигала жажда мученичества. Коблен и Брайт его поддержат. Дезраэли произнесет язвительную речь, которой палата позабавится в течение часа, но в глазах потомства Пиль будет тем благодетелем, который сумел пожертвовать интересами партии в интересах всей страны. Вскоре в Лондоне узнали, что на одной неделе было четыре заседания кабинета. Узнали, что Пиль, отказываясь от политики, которая привела его к власти, хочет отменить хлебные законы. Узнали, что лорд Стэнли грозил подать в отставку и что правительство больно опаснее, чем картофель. Панический испуг Пиля всех изумил. Лорд Стэнли говорил, что он ничего не понимает. Ничего нельзя будет сказать определенного об урожае раньше, как через два месяца. Воз же хлеба не накормит ирландцев, у которых нет ни гроша. К тому же Пиль говорил о том, что в течение трех лет сохранить умеренные пошлины на хлеб, а через три года о голоде не будет слышно. Премьер отмечал, что кризис достиг размеров мирового, что все государства запрещают вывоз продуктов питания. Тогда, сказал Стэнли, если нечего ввозить, к чему менять всю таможенную политику нашей страны. Он не видел, что решение Пиля идет от чувств, а не от рассуждений. В общем волнении возникал вопрос, что думает герцог. Герцогу не нравилась вся эта авантюра. Он говорил, во всем виноваты эти гнилые картошки, они довели Пиля до его окаянного страха. И он ворчал, никогда еще не видал человека в таком паническом состоянии. Но герцог, все более и более застывающий в суровой покорности, ставил себе за честь беспрекословное повиновение своим приказаниям. Он готов был еще раз скомандовать милорды, полуоборот направо, марш. Дезраэли узнал все эти новости в Париже, куда он опять поехал на каникулы. Он подумал, гнилые картошки изменят судьбы мира. Тьер сказал ему, если голод окажется действительно голодом, пиль великий человек. Если это мнимый голод, он будет только смешон. Когда пиль окончательно принял решение, Стэнли подал в отставку. Все министры последовали за ним. Королева призвала лорда Джона Ресселя, но он вернул обратно пилю, протянутый ему отравленный кубок. Пилю понравилась отрава. Он сказал королеве, что бы ни случилось, я останусь вашим министром. Он писал одному из своих друзей странный сон. Я чувствую себя как человек, который возвращается к жизни. То, что другие называли предательством, было в его глазах благочестивым презрением. Королева и принц Альберт сами, пламенные сторонники свободной торговли, внушали ему, что он спасает страну. Он считал себя непобедимым, так как никто не хотел его заменить. Все пойдет хорошо. Он, как у лис, один мог натянуть лук. Парламент собрался. В палате лордов против пиля образовалась со Стэнли во главе протекционистская партия. Крокер, ездивший для расследования положения дел в Ирландию, предупреждал своего шефа, что голод, как говорил Тьер, оказался раздутым. Джон Маннерс писал дизраэли. С голодом вышла прискушная история и виды на будущий урожай превосходные. Но Ирландия, собственно говоря, так же мало значила в решении пиля, как хотя бы Камчатка. Он переживал кризис своих политических взглядов, и ничто не могло его остановить. В первом же заседании он уведомил партию, что все его экономические воззрения изменились в корне. Деревенские джентльмены с ужасом выслушали его декларацию, но она была объявлена в таком авторитетном тоне, что никто не посмел даже что-либо проворчать. Впрочем, вообще, несмотря на искание мученического венца, премьер сохранил все свое самообладание тактиком. Как-то Гладстон, собираясь начать говорить, шепотом спросил сэра Роберта, говорить надо коротко и ясно? Нет, — отвечал лидер, — говорите долго и сбивчиво. Он сам в этом мучительном заседании прибег к подобному же методу. Перед нажимленной палатой он говорил без конца о ценах на лен и на шерсть, вставил рассуждения о свином сале, затем о контрактах на солонину для морского ведомства. И все это было так шаблонно, так бесцветно. Слушатели, видя привычный облик сэра Роберта, стоящего перед красным ящиком, и против него отчаянное лицо сэра Джона, как всегда полускрытое широкополой шляпой, спрашивали себя, не приснилась ли им вся разыгрывающаяся перед ними драма. Так велико было искусство этого мастера парламентских дебатов, знавшего, как важно в иных случаях снизить тон прений, придать им характер незначительности и, как говорил Дезраэли, спуститься от паровой машины до самовара. Несмотря на все, оказалось, что занавес опустился над сценой победы министерства. Но тут поднялся Дезраэли. Сказав несколько фраз о тоне премьера, совершенно недопустимом со стороны человека, только что объявившего о полной перемене своей политики, он продолжал ровным голосом, заложив большие пальцы в проймы жилета. «Сэр, трудно найти в истории нечто подобное положению достопочтенного джентльмена». Единственный случай, который мне приходит на ум, относится к последней войне на Востоке. Я припоминаю, что во время этой Великой войны, когда вопрос шел о самом существовании оттаманской империи, султан приказал соорудить для защиты своего государства необъятный флот. Экипажи состояли из избранных людей, офицеры были лучшие из лучших, и все команды и офицеры были награждены до боя. Никогда еще со времен Великого Сулеймана не отходила от Дарданелл такая блестящая эскадра. Султан собственной персоной присутствовал на проводах. Все муфтии молились за экспедицию, так же, как и у нас, все муфтии молились за успех последних выборов. Флот двинулся, но каково же было разочарование султана, когда он увидел, что Великий Адмирал взял направление прямиком во вражеский порт. Сэр Великого Адмирала очень осуждали за это обстоятельство, его тоже называли предателем, и он тоже оправдывался. Правда, сказал он, что я встал во главе этой могущественной армады, правда, что меня обнял мой повелитель, и что все муфтии империи молились о победе экспедиции, но я не люблю войны. Я не вижу причин продолжать эту войну, и моей единственной целью было, приняв командование, закончить кампанию, тотчас же изменив своему повелителю. Шумные крики одобрения со стороны Тори. Пусть будет политика свободной торговли, или политика протекционизма. Дезраильев вполне признавал, что можно выбрать ту или другую, но недопустимо, чтобы парламент, избранный для проведения одной, гордился бы отстаиванием другой. Недопустимо, чтобы человек, указанный государю партии, обличенный ее доверием, мог говорить, что доверие государя позволяет ему теперь пренебречь партии, и что ему дела нет до одобрения палаты, так как он уверен в одобрении потомства. Крики одобрения не прекращались несколько минут. Теперь они относились не только к артисту, к оратору. Государственный деятель встал на твердую почву. После конца заседания деревенские джентльмены окружили Дезраильи и заговорили об образовании для борьбы с премьером протекционистской партии в Палате общин. В течение последних трех лет Дезраильи часто встречался с одним членом парламента, очень непохожим на него самого. Это был лорд Джордж Бентинг, сын герцога Портландского. Лорд Джордж Бентинг был особенно известен как владелец одной из лучших королевств из каковых конюшен. Диктатор в мире скачек он изгнал оттуда недобросовестных жокеев. Его там искренне уважали, несмотря на большую строгость, конюхи его обожали. Они ценили совершеннейшую искренность и силу его страсти к лошадям. За всякую лошадь, происходящую от его производителей, хотя бы во втором поколении, держал пари лорд Джордж. Всякая лошадь, попавшая в его конюшни, не уходила оттуда до самой смерти. Он считал неблагодарным продать старую лошадь только потому, что она не могла больше скакать. Он был членом парламента в течение восьми лет, но ни разу еще не брал слова. Он смотрел на палату, как на клуб. Часто, когда он входил вечером, спод его широкой белой мантии слегка виднелся красный воротник охотничьего костюма. Его влияние основывалось на том, что он был близким другом и товарищем всех членов парламента, интересовавшихся лошадьми, а таких было очень много, а еще больше основывалось на уважении, которое все в палате чувствовали к его нравственным качествам. Знали, что он груб, но верен в дружбе, так же, как постоянен в ненависти, и знали, что, несмотря на отсутствие образования, суждения его были ясны и здравы. С 1842 года Дизраэли стал настойчиво посещать лорда Джорджа. Казалось, что невозможна дружба между страстным охотником, почти всецело живущим на открытом воздухе и редко открывающим книгу, и между нескольким изнеженным писателем, для которого верховая езда была обязанностью, иногда налагаемой им на себя. Но, вероятно, в силу контраста, Дизраэли неудержимо влекли к себе такие великолепные и нетронутые существа. Сам мучительно осознавая почти болезненные проявления своей излишней впечатленности, он восхищался этой чудесной непосредственностью. Из дружбы к лорду Джорджу он вместе с ним участвовал в покупке очень чистокровной кобылы Китти, дочери одного из победителей на дерби. Старший конюх Джон Кент недоверчиво смотрел на этого бледного странного человека, который так неловко пробирался по конюшням и говорил о лошадях на языке профана. Ему казалось, что чудной посетитель только притворяется, что интересуется скачками и лошадьми, и что не лорд Джордж втягивает его в культ лошади, а он пытается отвлечь лорда в политику. Иногда по вечерам, когда старший конюх приходил с отчетом о дневных пробегах, он заставал своего хозяина и его приятеля сидящими около камина и изучающими сияние книги. Лорд Джордж устало потирал глаза, а Джон Кент выходил из комнаты с грустным и беспокойным чувством. В тот день, когда сэр Роберт Пиль объявил о перемене фронта, лорд Джордж нарушил свое молчание с яростью дикого зверя, выскочившего из пещеры. У него было природное отвращение ко всякой нечестности, и он пламенный всех требовал немедленного образования протекционистской партии. Дезраэли сейчас же предложил ему стать лидером этой партии в палате общин. Я человек без образования и почти без интереса к политике. Я сознаю свою неспособность, но если я нужен, я согласен на все. Он был нужен. Его высокое происхождение и звание много значили для тех, кто колебался бы идти за Дезраэли. Впрочем, он оказался гораздо более сильным борцом, чем можно было ожидать. У него был смешной тоненький голос, который, казалось, с трудом выходил из его могучего тела и странные жесты. Начав говорить, он не умел остановиться, но у него была непреклонная воля. К ропотливой работой он собирал цифры и факты, и с неслыханной силой умел пускать их в ход. В полной мере понять искренности силу чувства, заставившего его заняться политикой, можно только по тому факту, что в день, когда он согласился стать лидером протекционистов, он отдал приказание распродать всех лошадей. Мрачные предчувствия Кента оправдались в полной мере. С тех пор Бентинка видели аккуратно на всех заседаниях, а так как фамильной чертой в его семье было засыпать после обеда, он ежедневно не ел ничего, вплоть до выхода из палаты. Такой режим в связи с усиленной умственной работой оказал очень скверное влияние на здоровье этого человека, привыкшего постоянно быть на вольном воздухе. «Бентинка и Дизраэли, хорошенькая парочка», — говорили, смеясь друзья Пиля. Но голосование хлебных законов после первого чтения показало, что только 112 членов партии пошло за Пилем. Остальные 240 вместе с Бентинком сохранили свою честность во всей ее неприкосновенности. У министерства было большинство, в громадной степени состоявшие из позиционной партии либералов. Было ясно, что они оставят за воеду, только будет проведен новый закон. С этого дня поражение Пиля стало очевидным. В течение всех трех чтений закона Дизраэли и Бентинг не щадили его. Теперь казалось, что ему можно говорить все, что угодно. Чем оскорбительнее были обращенные к нему слова, тем палата казалась более удовлетворенной. Дизраэли называл его насильником над умами, грабителем систем, говорил о политическом спекулянте, покупающем партии по низкому курсу и перепродающем их по высшему. Менее изобретательный Бентинг был зато грубее. Отсутствием такта он смущал кроткого и рыцарски настроенного Джона Маннерса. Когда Пиль вставал, чтобы ответить, и произносил слово «честь», палата встречала его насмешливыми криками и жестами презрения. Несколько раз взволнованному и беспомощному спикеру казалось, что великий министр сейчас разразится слезами. После этих жестоких прений, часто кончавшихся в 4-5 часов утра, Дизраэли, возвращаясь домой, находил ожидающую его Мэри Анн, жаркий огонь в камине и свет во всех комнатах. Свет, а побольше света, требовала Мэри Анн, которая хотела, чтобы возвращающегося мужа охватывало дома чувство уюта и радости. Иногда она в карете подъезжала к подъезду парламента и поджидала его часть ночи, держа на коленях холодный ужин. Рассказывали, что ее преданность была так велика, что однажды, когда она в день важных прений сопровождала Диззи в палату, ей раздробила руку дверцей, которую слишком быстро закрыл за ней лакей. Но у нее хватило мужества промолчать об этом до тех пор, пока она не рассталась с мужем. Она боялась взволновать его в минуту, когда ему так нужно было спокойствие. Леди Пиль, живя в деревне, тоже поддерживала мужа трогательными письмами. Я читаю газеты до тех пор, пока не потеряю мужества. Я спрашиваю вас только об одном. Уверены ли вы, по крайней мере, что сможете доказать ваше бескорыстие и благоразумие вашей политики? Воздадут ли вам должное после всех этих жестоких оскорблений? Если это так, я буду мужаться. Увы, я верю теперь в судьбу. Я знаю, что моя судьба помрачилась. Да сохранит вас Бог, и да направит он вас во всех делах. Я только жалко и тростник, но опирайтесь на меня. Вы всегда найдете во мне верность и нежность. Лорды могли бы приостановить закон, но герцог Веллингтон заставил его голосовать. Мрачный, надвинув шляпу на глаза, он был в собачьем настроении, отвечал оппозиционерам. Я вполне разделяю ваше мнение, сэр. Это какая-то проклятая кутерьма. Но я обязан охранять мир в стране и спокойствие королевы. Пунч напечатал маленькую сценку двоеженства. Человек по фамилии Пиль предстал вчера перед судьей, мистером Булем, как обвиняемый в том, что женился на женщине, именуемой свободной торговлей, в то время как его первая жена земледелия еще находится в живых. К концу того дня, когда новый хлебный закон был принят в третьем чтении, сэр Роберт, благодаря коалиции протекционистов и вигов, потерял власть. Сосед пробормотал ему на ухо. Говорят, что мы побиты семьёдесятью пятью голосами. Сэр Роберт ничего не ответил и не повернул головы. Он стал очень серьезен и выдвинул вперед подбородок, что было его привычкой, когда он страдал и не хотел говорить. Глава седьмая. Лидер. Великие умы должны ждать победы великих истин, великих талантов и больше ничего. Дезраэли. Горечь победы. В долгом пути к смерти люди устраивают себе приятные привалы. Еще несколько шагов, и будет закончен дневной путь, и можно будет отдохнуть у огня. Но в непрестанном беге времени нет ни отдыха, ни привалов. Каждый вечер прошлое окажется сном, а будущее покрыто тайной. Гигант, презрительно смеявшийся над Давидом, поверженный лежит поперек дороги. Толпы консерваторов, разбитые на голову, бегут в противоположные стороны. Лорд Джон Рессель со своими либералами, не зная соперников, становится у власти. Что же будет среди этой великой сумятицы с Бенджаменом Дезраэлей? Диззи многому научился за пять лет парламентской борьбы. Маннерс и Бентинг люди очень требовательные, считали его честным соратником. Он завоевал их доверие и знал, что заслужил его. Несмотря на то, что он сознавал себя значительно выше Бентинга, и что ему хотелось безумно стать лидером партии, он решил без задней мысли служить в качестве помощника до тех пор, пока руководство будет в руках Бентинга. Он узнал теперь, что честность и мужество приносят человеку не больше пользы, чем блеск его костюмов или речей. Он узнал, что дутое величие долго держаться не может, что верность партии хотя бы и неблагодарной, необходимая политическая добродетель. О, насколько он был теперь лучше молодого Дэнди, вступившего в 1837 году в парламент. Но его положение было непрочно. Друзья Пиля, Гладстон, Грэхэм, весь интеллектуальный цвет партии, ненавидели его и поклялись никогда не объединяться с ним. При дворе королевы, особенно принц Альберт, строгий и чистый сердцем человек, смотрели на него, как на беспринципного чистолюбца, который из зависти терзал их достойного, милого сэра Роберта. Деревенские джентльмены в пылу борьбы, слепо последовавшие за ним, теперь спохватывались. Хотя Диззи одевался теперь во все черное, уже самая форма его лица придавала ему среди них вид ибиса или фламинго, затерявшегося на английском птичьем дворе. Когда солнце освещало скамьи консерваторов, его все лица белели, его же чернело, его эрудиция их беспокоила. Чтобы примирить их с собой, он стал стараться погасить блеск своего ума. После долгого разговора с ним один крупный землевладелец заявил однажды, что мистер Дезраэли не слишком умен, но человек, безусловно, порядочный. Хороший отзыв, но, увы, он нечасто слышал его. В сущности говоря, консерваторы, свалив пиля, пришли в ужас. Свидетели этого падения, они все еще не верили в него. Каким чудом этот чернокудрый чародей-еврей заставил исчезнуть с горизонта прекрасное и важное лицо премьера. Дезраэлий казался им теперь смешным, он был овеян мрачным обаянием. Сброшенная маска Дэнди открыла лик могучего, но безбожного чародея. Самое важное было то, что лорд Стэнли, лидер партии протекционистов в палладе лордов и ее настоящий вождь, никогда не любил Дезраэли. Конечно, он не сказал бы, как говорил когда-то, если здесь будет этот негодяй, я ухожу. Он признавал, что поведение Дезраэли в течение всех этих пяти лет не давало поводов сомневаться в его честности. Но он чувствовал к нему почти физическое отвращение. Стэнли был барин в духе XVIII века, беспечный и насмешливый, высокомерный и веселый. Он гордился тем, что все делал довольно хорошо, но ничего не делал слишком хорошо. Он переводил Гомера приличными английскими стихами, одна из его лошадей на дерби пришла второй, но у него не было политической программы. И ничто не показалось бы ему таким безмерно скучным, как составление ее. Он прямо-таки боялся разговора о принципах и мотивах поведения. Ему нравилось, когда люди были спокойны и небрежны. Картофельная паника пиля его раздражала. Честолюбие Дезраэли было ему не менее противно. Человек-порыва, быстро устающий от борьбы, он с опаской относился к упорному трудолюбию плебеев. Признавая таланты и, пожалуй, порядочность Дезраэли, и кто его разберет, он считал себя в праве не приглашать его к себе обедать, а, следовательно, и не иметь его своим товарищем по руководству партии. В те дни, когда так важно было успокоить подозрительность парламента и развеять ореол необычайности, окружавшей его имя, Бенджамин Дезраэли, член парламента, сделал самый неразумный поступок, какой можно только себе представить. Он напечатал мистический роман. Этот роман под заглавием «Танкрет» рассказывает историю одного юного английского вельможи, который с целью понять азиатскую мистику совершает путешествие ко гробу Господню. Для автора роман был, прежде всего, поводом развить свою теорию иудаизма и выявить свой взгляд на церковь. Дезраэли считал обязанностью церкви отстаивать в материалистическом обществе некоторые семитические принципы, изложенные в обоих заветах. Важнейшим из них было учение о значении божественного и духовного начала в мире. Было принято среди людей неглубокого ума определять дезраэли как человека востока. Неправильное, чересчур элементарное и грубое определение и суждение. Воспитанный как англичанин, развившийся на английской философии, окруженный друзьями англичанами, наконец, страстно привязанный к Англии, Диззи был от восточного еврея еще дальше, чем от человека, подобного Джорджу Бентингу. Но он все же очень отличался от своих друзей англичан по крови. В частности, подобно людям востока, душа его жила в раздвоении. Он жадно стремился к жизненным благам и остро сознавал их тщетность. Танкред был странной, смелой и неосторожной книгой. Она многих возмутила. Карлей объявлял невыносимыми жидовские разглагольствования дезраэли и спрашивал, до колледжа Джон Буль будет позволять этой нелепой обезьяне плясать на его брюхе. К счастью для дезраэли, многие члены его партии никогда ничего не читали. Но вскоре после падения министерства Пиля обстоятельства позволили ему изложить свои религиозные теории перед всей палатой общин. Леонель Лоротшильд был избран от лондонского сити в парламент, но не мог принять участие в заседаниях, так как закон требовал, чтобы депутат клялся истинной верой христианина. Лорд Джон Рессель, верный принципу либералов, всякий англичанин, родившийся в Англии, имеет право на все преимущества Конституции, предложил отменить формулу присяги. Вся протекционистская партия голосовала против Ресселя за исключением дезраэли и Бентинга, и этот последний только по дружбе к израэли. Дизи произнес большую речь, где доказывал изумленной палате, что самая безбожная ересь для консервативной партии это преследование евреев, народа по существу консервативного, но которого жестоким обращением толкают в революционные и анархические партии. В них евреи вносят внушающие опасения организационные и умственные силы. Что до него лично, то он, как христианин, будет голосовать за евреев. Вы своих детей учите истории евреев. В празднике вы читаете рассказы о подвигах еврейского народа. По воскресеньям, когда вы желаете вознести хвалу Всевышнему или найти утешение вашей скорби, вы ищете выражение этих чувств в песнях еврейских поэтов. И чем сильнее и искреннее ваша вера, тем более вы должны стремиться воздать эту необходимую справедливость. Палата слушала нетерпеливо и с разных сторон кричали «Ого! Ого!» Но Дезраиле спокойно закончил. Я не могу заседать в палате, если останется неясность относительно моих мнений на этот счет. Каковы бы ни были последствия, я не могу голосовать за то, что не соответствует моим религиозным принципам. Да, как христианин, я не возьму на себя страшной ответственности отвергать тех, кто принадлежит к религии, в недрах которой и родился мой Господь и Спаситель. Он кончил среди глубокого молчания. Ни один из членов его партии не аплодировал. Но на скамьях либералов лэрд Джон Рессель, повернувшись к соседу с восхищением, сказал «Какое мужество должно быть у вождя партии, чтобы защищать теории, от которых сотоварищи его приходят в ужас». Партия довела до сведения Бентинга, что его поведение в деле Ротшильда не одобряется. Он снял с себя звание лидера, несколько дней спустя его нашли мертвым в поле. Он упал ничком, врачи констатировали паралич сердца. Это был человек непривычный к умственной работе. Перемена всех привычек, которые он принуждал себя, отказ от обычных физических упражнений, все это подорвало его здоровье. К тому же его постигло большое горе. Его единственной, честолюбивой мечтой было выиграть дерби. И это ему никогда не удавалось. И вот одна из лошадей, проданных им, когда он решил посвятить себя политике, первой пришла в эти скачки. Это было для него тяжелым горем, но лорд Джордж никогда не жалел о том, что сделал, считая участие в политике своим долгом. В последние дни, когда друзья уговаривали его немного отдохнуть, он обычно отвечал, «Тот, кто сберегает свою жизнь, тот теряет ее». Его смерть очень опечалила Дезраэли. Он всем сердцем привязался к своему суровому, но справедливому другу, не раз отвечавшему тем, кто сомневался в его лейтенанте. Я не претендую на большие знания, но в лошадях и людях я понимаю толк. С исчезновением Бентинга Дезраэли терял свою самую прочную опору. Когда заговорили о выборе нового лидера, называли несколько имен. Его имени никто не произнес. Стэнли прислал ему вежливое по форме и дерзкое по существу письмо, где предлагал служить под начальством номинального лидера. Дезраэли нес бы все обязанности, а другой имел бы звание лидера. Дизи отказался взять на себя весь риск, отдав другому почет. Уход Пиле и его друзей оставил протекционистов без единого оратора. В то время как в прежней консервативной партии, богатой Гвадстоном и несколькими другими, Дезраэли долго пришлось бы дожидаться продвижения. Обстоятельства делали теперь из него независимо от желания других вождя. Стэнли крепился сколько мог. Наконец он предложил, чтобы партией протекционистов в Палате общин руководил комитет из трех Гренби, Геррис, Дезраэли. «Сиэс, Ржедюко и Наполеон», сказал узнавшую новость один старый министр. Прошло три недели, и о тех двух не было и речи. Дезраэли предстал перед всеми как официальный лидер оппозиции. Еще живший в то время лорд Мельбурн припомнил тогда кудрявого юношу, который когда-то ответил ему у Каролины Нортон «Я хочу быть премьер-министром». И богу сказал он, парень добьется своего. Стать официальным бождем большой партии в Палате общин это, конечно, было большим шагом на пути к власти, но для Дезраэли становилась все более и более ясной мысль, что в Англии в известной политической среде человек не имеет никакого значения, если он не владеет землей. Этот предрассудок не казался ему нелепым. Крупный землевладелец, прогуливаясь по своему поместью и беседуя с фермерами, узнает их чувства и нужды, слышит жалобы земледельцев, проверяет на практике действия законов, за которые он голосовал. Житель Лондона, проводящий свою жизнь в Палате и в гостинах, может быть только теоретиком. Человеческий ум время от времени нуждается в слиянии с землей. После городского сезона безмятежная красота растительного царства так успокоительно действует на вихрь мыслей. Дезраэли страстно любил деревья и цветы. Его давнишней мечтой было приобрести большой дом в графстве Букс, к которому он привязался. Такой дом продавался поблизости от Брэденхэма. То был замок Хэггенден. Дезраэли и его братья часто бывали там в юности, играли, потом флиртовали. Они хорошо знали прекрасный парк, обширные буковые сосновые леса, волнистую крутизну полей, маленький ручеек в долине с засевшей в нем форелью, террасу, укрытую цветущими деревьями. Им сотни раз рассказывали историю поместья. Оно было пожаловано Вильгельмом-завоевателем Одену, епископу Баинскому. Здесь жил Ричард де Монфор и знаменитый граф Частерфильд. Ничто не могло бы доставить Дезраэли большей радости, чем стать владельцем Хэггендена. Но у него не было средств. К моменту его брака долги его молодости, увеличенные процентами, которых требовали ростовщики, и долгами его друзей, за которых он поручался, дошли до двадцати тысяч фунтов стерлингов. Его часть отцовского наследства равнялась десяти тысячам фунтов. Мистер Исаак Дезраэли охотно теперь же выделял эту сумму, но замок и леса оценивались в тридцать пять тысяч фунтов. Где их взять? Когда лорд Джордж Бентинг был еще жив, Дезраэли как-то поделился с ним своей мечтой, и лорд Джордж, считая действительно желательным, чтобы один из вождей землевладельческой партии стал сам землевладельцем, предложил вместе со своими братьями одолжить ему эту огромную сумму. Договорившись, в принципе, Исаак Дезраэли купил Хэггендан для своего сына. Несколько времени спустя он в возрасте восьмидесяти одного года умер почти незаметно, не переставая до последнего часа слушать чтение Сары. В тот же год, когда еще не был оплачен замок, умер в свою очередь и лорд Джордж Бентинг, но Дезраэли встретил в обоих братьях своего друга тоже великодушие. Он объяснил им с наивной и дерзкой откровенностью, что жизнь будет безрадостна для него и бесполезна для партии, если он не сумеет повести крупную игру. Бентинги оказались людьми способными понять невозможность жить, не ведя крупной игры. И Дизи мог сообщить Мэриан, все сделано и вы госпожа замка Хэггендэн. Это приобретение было бы справедливо осуждено благоразумными людьми. Но мог ли Дезраэли из-за отсутствия нескольких золотых монет упустить случай приобрести замок, так похожий на замки в его романах, с маленькой церковью, возвышающейся в самом парке, с длинной аллеей буков, дворцом, сооруженным природой, где листья скрещивались стрельчатым сводом над ковром из травы Мха. Уже Мэриан, как настоящая владелица замка, намечала дорожки в сосновом лесу, которые они прозвали германским лесом, и размещала грубо сделанные скамейки, а Дезраэли совершал пышком большие прогулки. Жена сопровождала его в маленькой коляске запряженной пони. Октябрь. Деревья одевают свои осенние уборы, липые лиственницы окрашивают багрянцем пожелтелые листья, медные буки пылают на солнце, там и сям, дуб и левяз зеленеют, как в разгаре лета. Владелица и владелец Хэггендена возвращаются потихоньку к дому. Ему сорок пять лет, ей пятьдесят семь, но он наклоняется к ней с нежностью, а она кокетливо смотрит на него. На террасе сверкающие важные павлины распускают хвосты. Моя дорогая леди, к чему была бы нужна терраса, если бы на ней не было павлинов? Глава восьмая. Препятствие. Ей-богу, парень добьется своего. Лорд Мельбурн был оптимист. Он был более оптимист, чем Дезраэли, который между властью и собой видел еще длинный пробег, усеянный трудными препятствиями. Первый барьер. Несмотря на то, что он стал лидером партии в Палате общин, он чувствовал, что его не уважают. Консервативная партия была Фаустом, Дезраэли и Мефистофелем. Я верну тебе силу и юность, но при одном условии. Я всегда буду около тебя. Фауст терпел Мефистофеля, но не любил его. Признавали, что новый визер хорошо ведет дело. Когда он не был занят в Палате, он просматривал синие книги, делал из них выписки, готовил речи. Мэриан одна поддерживала теперь отношения с обществом. Дезраэли дал наконец волю тому глубокому презрению к легкомыслию, которую он так долго скрывал, будучи вынужденным нравиться. Часто, сидя у близких друзей, он за целый вечер едва ли произносил несколько слов. Он казался настолько углубленным в своей мысли, что с ним не решались заговаривать. Но партийные шпионы посылали Стэнли о Дезраэли такие донесения, какие обычно колониальные чиновники посылают губернатору о только что покоренном туземном божде. Я полагаю, что он скомпрометировал себя и останется верен. Во время парламентских каникул продолжали наблюдать даже за его лицом. Я слышал, что Дезраэли отпустил усы. Это очень досадно. Он должен был бы привлекать внимание талантами, а не утрированной внешностью или костюмом. Надеюсь, что он позволяет себе это только в деревне, в своих хэгендэнских буковых лесах и что в январе он появится в обществе в более приличном виде. Напрасные опасения. Его внешность была безукоризненна. Исчезли кольца и цепи, зимой и летом темный костюм. Если в начале его деятельности могла не нравиться его лихорадушная живость, то теперь палата могла бы быть довольна его неподвижностью. Во время заседания он сидел обычно на своем месте, выпрямив голову, тесно прижав к телу скрещенные руки и полузакрыв глаза. При взгляде на него невольно вставали в памяти старинные египетские каменные изображения. Если на него яростно нападали, он притворялся спящим. Если нападки задевали его за живое, он искосо смотрел на кончик своего сапога или слегка подергивал манжеты рубашки, то были единственные признаки жизни, которые мог заметить в нем самый внимательный наблюдатель. Он даже по кулуарам скользил бесшумной тенью и, казалось, не замечал окружающих предметов. Когда он говорил, он не делал теперь ни одного жеста и совсем не напрягал голоса. Только перед тем, как сказать что-нибудь очень насмешливое, он вынимал платок из левого кармана, брал его в правую руку, слегка покашливал, проводил платком около носа, бросал словечко и вновь перекладывал платок в левую руку. Впрочем, внешняя выдержка дисциплинировала и ум. Дизраэли, раньше такой нервный, теперь был внешне совершенно невозмутим. Если ему противоречили, он отвечал «возможно», и сейчас же менял тему разговора. Второй барьер. У протекционистской партии не было настоящей программы. «Как», сказал бы Стэнли, «а протекционизм?» «Протекционизм не мог служить программой для крупной партии. В программе должна быть вера во что-нибудь. Невозможно же покорять воображение людей таможенными законами, а только воображение двигает людей вперед. К тому же события показали, что преступление Пиля не так велико, как казалось. Что мы возражали Пилю, говорил Дизраэли, что свободная торговля разорит фермеров и не удешевит продуктов питания. Но продукты питания подешевели, а фермеры процветали не меньше, чем в эпоху хлебных законов. Возможно, это была только случайность. Возможно, это зависело от погоды и от урожая. Может быть, в будущем и при другом климате опять пробьет час протекционизма, но Дизраэли, как реалист, не мог отрицать факта. Земледельцы не были разорены. Восстанавливать хлебные законы было бы безумием. Это вызвало бы возмущение в стране и доконало бы партию. Протекционизм не только умер, он был проклят. Создавшееся положение раздражало всех. Либералы очень хотели, чтобы их противники на целый век связались с этой окаянной протекционистской политикой. Лорд Стэнли, спрашивая не без основания стоило ли так поносить сэра Роберта Пиля, раз мы приходим к тому же самому, чего добивался и он. У Стэнли не было ни времени, ни охоты подумать над реальной ценностью свободной торговли. Он был занят бильярдом и лошадьми. Он связал себя с протекционистской политикой и к черту все последствия. Верный Джон Маннерс тоже полагал, что долг чести требует возглашать долой налоги на доходы и доздраствует пошлины. Опять начинали всплывать старые россказни о политическом предательстве. Панч рисовал карикатуру над Израилей. Он изображал его то блуждающим огоньком, которого тщетно догоняют разочарованные фермеры, то хамелеоном, которого Джон Буль посадил на свой стол и с любопытством разглядывает, то деревенским обольстителем, которого строгий отец спрашивает, указывая на свою дочь земледелие, каковы же ваши намерения. Третий барьер. Пока будет жив сэр Роберт Пиль, невозможно без него воссоздать единую консервативную партию и невозможно воссоздать ее с ним. Вначале Израиле очень смущало то, что он сидит на той же скамье, где сидит человек, жизнь которого он разбил. Их отделял друг от друга только Гладстон. Победив сэра Роберта, Израиле стал чувствовать к нему симпатию. Он отзывался о нем всегда только с похвалой. Если отсутствие Гладстона грозило поместить их рядом, Израиле просил кого-нибудь из приятелей сесть между ними. Он хотел избавить сэра Роберта от тягостного соседства. Но Пиль смотрел на него без гнева и внимательно наблюдал его. Так сказать, посмертный успех его политики удовлетворял его самолюбие. Его лицо было снова спокойно и почти счастливо. Как-то вечером, когда Израиле после прекрасной речи садился на свое место, Гладстон, бывший соседом Пиля, услыхал, что тот тихонько выражает свое одобрение. В ту ночь заседание продлилось до пяти часов утра. Как всегда, когда Израиле возвращался, дом был весь освещен. Он лег, хорошо спал, проснулся поздно и позволил жене уговорить себя прокатиться вместе с ней. Когда они проезжали Роджент-Парк, два едущих верхом иностранца остановили их карету. Мистер Дезраиле, сказали они, вам, вероятно, будет интересно узнать, что сэра Роберта Пиля сбросила лошадь и что его доставили домой в очень тяжелом положении. Тяжелым, сказал Дезраиле, надеюсь, что нет, эта утрата была бы тяжелым несчастьем для нашей страны. Оба иностранца, по-видимому, сильно удивившись, отъехали от него. Известие было верно. Пиль утром выехал кататься верхом, он чувствовал себя усталым после ночного заседания. Норовистая лошадь сбросила его наземь. Страдания были так сильны, что врачи не могли как следует осмотреть ран. Леди Пиль была в ужасном отчаянии, ей не разрешали входить в комнату больного, так как ее слезы волновали его. Толпы взволнованных обывателей не отходили от дома, ожидая известий. Андре Моруа, карьера Дезраиле, страница прессета номер 4, вторая сторона. В этот день Лондон Дерри устраивали в своем цветущем розами коттедже на берегу Темзы сельский праздник. Леди Лондон Дерри подносила своим гостям чай в золотых массивных чашках. Стревожный хозяин дома дружески пожал руку Дезраиле, потом исчез куда-то. Вернувшись много времени спустя, он пробормотал никакой надежды. Он верхом доскакал до дома пиля, в то время как в его доме играли скрипки и гостей угощали мороженым. На следующий день в Карлтоне Гладстон говорил Пиль умер, примирившись со всеми, даже с Дезраилей. Вечером играл Ворошель, шел Бэйзет на французском языке. Весь Лондон был в театре. Было странно думать, что никогда больше сэр Роберт не займет своего места в парламенте. Он исполнил свое жизненное назначение, сказал Бульвер Дезраилей. Ни один человек не живет дольше того, сколько нужно для того, чтобы он исполнил предназначенное ему. Почему так? Бульвер начал говорить очень нравоучительные вещи, совершенно искренне Дезраилей жалел о своем соседе. Но в то же время казалось, что после смерти Пиля будет легче примирить сторонников Пиля с консервативной партией. Но они оказались непреклонными. Они считали оскорблением памяти Пиля такое быстрое объединение с его врагами и не хотели служить под началом Дезраилей, так как были в давнишней вражде с ним. Они с удивлением узнали, что Дизи готов был передать руководство партии в палатик общин кому-либо из ветеранов, приверженцев Пиля. Такое самоотречение поразило их до недоверия. Оно не вязалось с тем обликом, который они создали себе о нем. Вскоре представился случай испытать его искренность. Оставшийся в меньшинстве по какому-то радикальному предложению лорд Джон Рессель подал в отставку. Лорд Стэнли был призван к королеве, она ждала его с некоторым беспокойством, королевская чета была сторонницей свободной торговли. Стэнли с присущей ему элегантной откровенностью сказал королеве, что в его партии мало талантливых людей и что он не представляет себе возможности создать министерство из ее членов. Он совещался с Дезраэли, можно ли будет не прибегая к помощи сторонников Пиля найти в палате общин шесть или семь хоть сколько-нибудь интеллигентных консерваторов. Сам Стэнли в это не верил. Дезраэли убеждал его, что если бы партия могла ценой отказа его Дезраэли от звания лидера получить поддержку Гладстона и его друзей, он готов на эту жертву. Потом он назвал несколько кандидатов в министры, среди них какого-то мистера Хэнли. Лорд Стэнли пожал плечами, но не возражал. Таков был его обычай. На следующий день около полудня Стэнли заехал к Дезраэли на Гроссвеннергет. Его пригласили в первый этаж в голубую гостиную. Лицо лорда сияло довольством, глаза смеялись. Он приподнял, как делал это часто свои насмешливые брови и сказал, ну-с, вот и мы пошли в ход. Потом, ставши серьезным, я обещал королеве постараться создать министерство. Она спрашивала его, кому он думает поручить руководство палаты общин, и он назвал Дезраэли. Королева прервала его, сказав, я не слишком хорошего мнения о мистере Дезраэли. Мне не нравилось его поведение по отношению к бедному сэру Роберту Пилю, и кончина сэра Роберта только усилила во мне это чувство. Лорд Стэнли ответил государыня, мистеру Дезраэли приходилось создавать себе положение и приобретать репутацию блестящего оратора. Люди, которым приходится самим завоевывать свое положение, часто говорят и делают вещи, которых могут избежать те, кто нашел свое место в жизни готовым. Никто столькому не научился в парламентской школе, как мистер Дезраэли, и тон его совершенно изменился. Это верно, подтвердила королева, но надеюсь, что достигнув такого высокого положения, он станет более умеренным. Я принимаю его под вашей гарантией. Теперь, сказал лорд Стэнли Дезраэли взомнованным этим рассказом, я напишу Гладстону, чтобы он зашел переговорить со мной. Свидание с Гладстоном закончилось полнейшим поражением. Наследники Пиля условием своего участия в министерстве ставили официальный отказ от протекционистской политики, то есть требовали чего-то похожего на публичное покаяние. Гордый Стэнли не мог пойти на это, несмотря ни на что он сохранял веселое расположение духа и на следующий день пригласил к себе своих друзей из палаты лордов и указанных в Дезраэли членов палаты общин. Но когда последний увидел собравшуюся в великолепной столовой лидера жалкую компанию, он потерял уверенность. Этот мистер Хенли, которого он так расхваливал, сидел на стуле, опершись обеими руками о тяжелую трость, со своими черными сходящимися у переносица бровями, с глазами лишенными всякой мысли, он похож был на тюремного сторожа, который ждет, нагоняя за грубость. Другие вполне стоили его. Как только они заговорили, лорд Стенли обменялся взглядом с Дезраэли, и тот тотчас понял, что делалось в уме его шефа. Разве мог этот изысканный и остроумный человек долго выносить такое зрелище? Он все пошлет к черту. А Дезраэли уже намечал обширную программу, мечтая о длительном министерстве, о благоприятных выборах, и дело срывалось, еще не начавшись. Ах, если бы Дезраэли был начальником, с каким терпением попытался бы он постепенно образовать своих коллег. Но он не был начальником и должен был подчиняться капризам этого нетерпеливого знатного барина. Цель почти достигнутая, вновь отодвигалась и, может быть, за пределы достижения. Борт Стенли сделал знак Дезраэли встать и уловил его в другой конец комнаты. Ничего тут не выйдет, сказал он. Ничего не выйдет слишком блестящего, но не торопитесь. Стенли вернулся к столу. Он сказал, что считает себя обязанным отказаться от образования министерства, главным образом из-за недостатка подходящих членов палаты общины. Один из членов партии, Беррисфорд, превскочил и начал уверять лорда Стенли, что в Карлтоне есть несколько очень достойных людей, которые только ждут приглашения. «Кто же в Карлтоне нетерпедиво спросил лорд Стенли? Дитс, сказал Беррисфорд. Ну, нет, таких господ я не могу предложить королеве. Итак, милорды и джентльмены, я очень благодарен вам за ваше любезное посещение, но разговор окончен. Все расходились очень сконфуженные. Хенли свирепо молчал. У Беррисфорда был вид человека, потерявшего все свое состояние в рулетке, но он продолжал уверять, что правда же Дитс человек первого сорта. Когда Стенли в палате лордов объяснил, чем вызван его отказ от министерства, он провел блестящую параллель между ничтожеством собственной партии и блеском маленькой группы приверженцев пиля. Не всегда легко быть лейтенантом лорда Стенли. Глава девятая. Жестокая обязанность мистера Гладстена. Бывает при игре в рюкби, что хороший горячий игрок, неунывающий, несмотря на все неудачи, двадцать раз подает мяч беззаботным партнерам, не пытающимся даже перейти в наступление. Так точно и Диза Юли не один раз направлял власть в руки беззаботного Стенли. Дизи ставил своей задачей перевоспитать партию. Он пытался вывести ее из дебри протекционизма. Членов ее он хотел поднять от чувства кастового сознания до сознания общенационального. Хотел научить их думать о общественном благе и о престиже всего государства. Взамен протекционизма он отважно предлагал новую программу имперскую реформу парламента. Он хотел допустить колонии к участию в управлении государством, уравновесить их голосами демократические голоса городов, ввести таким образом в политическую жизнь свежие элементы и покончить наконец с бессмысленным соперничеством города и деревни, промышленности и земледелия. Романтические бредни, решил благородный ворд, вновь вернувшийся к своим привычным развлечениям. Еще один раз мяч был подтолкнут к Стэнли и королева вызвала его к Виндзор. Вот уже несколько месяцев как после смерти отца он стал лордом Дерби. Снова он заехал в нагроз в Энергетт и был введен в голубую гостиную. На этот раз он сказал Дезрейли, вы будете канцлером казначейства. Я ничего не понимаю в финансах, сказал Дезрейли. Вы понимаете столько же, сколько понимал Каннинг. Канцелярии будут доставлять вам нужные цифры. На следующий день министерство было образовано. Партия была так бедна людьми, что из всех членов нового кабинета только трое были уже министрами. Королева полагала, что все министерство это сам лорд Дерби. Сам же он на вопрос как он поживает отвечал я здоров и мои малютки тоже. Герцог Веллингтон просил назвать ему фамилии новых министров. Так как он был очень стар и очень тук на ухо, а все фамилии были ему совершенно незнакомы, то он все время прорывал своего собеседника вопросом «Кто это? Кто это?» Газеты подхватили словечко и министерство стало известно под кличкой «Кто это? Кто это?» Что же касается назначения Дезраэли на пост канцлера казначейства, то оно казалось особенно смешным. Но что ему до того? Он чувствовал себя как молодая девушка в день своего первого балла. Великий старец Слиндхерст напомнил ему их разговор в дни его молодости, когда тот высказывал свои юношеские мечты, теперь осуществившиеся. Сару в глубине ее деревенского уединения осаждали просьбами местные жители. Почтальон хотел получить место в городе и говорил с мисс Дезраэли робким и дрожащим от смущения голосом. Дизи отправился за мантией канцлера. Это была черная шелковая мантия, вся обшитая золотыми галунами по прямой линии, переходящая от великого Питта. Она вам покажется очень тяжелой, заметил принимавший его чиновник. Она мне кажется чрезвычайно легкой, ответил Дезраэли. Сначала все шло как будто не слишком плохо. Королева даже забавлялась докладами о заседании, которые должен был доставлять ей каждый вечер лидер палаты общин. Мистер Дезраэли, он же Дизи, пишет мне прикурьезные рапорты совершенно в стиле своих книг. Дерби был почти доволен своими новичками. Палата ждала перевыборов. Эти последние оказались неблагоприятными для консерваторов, и несчастный канцлер понял, что ему недолго дадут наслаждаться ролью, которая доставляла ему столько удовольствия. Гладстон особенно настораживался. Помимо жирания обоих, политическая характер поединка между ними. Внешне они теперь были почти друзьями. Их жены бывали друг у друга. Случалось даже, что после довольно бурного заседания Гладстон заходил пожелать доброго вечера Мэриан. В теории оба они были консерваторами. Гладстон со своей страстью к неподдающимся определению оттенкам говорил, что он предпочитает быть в либеральном крыле консерваторов, нежели в консервативном крыле вибералов. Но были слишком различны, а интересы карьеры сталкивались и переплетались. Без Дезраэли Гладстон был бы естественным преемником Пиля. Таково было мнение последнего. Гладстон будет премьер-министром от консерваторов, говорил он незадолго до смерти, а Дезраэли его мы сделаем генерал-губернатором Индии. Каждый из них был строг к другому. В глазах Гладстона Дезраэли был человеком без религии, без политических убеждений. Дезраэли же смотрел на Гладстона как на ханжу, который мимо щепетильностью маскирует свои ловкие маневры политика. Гладстон прожил всю свою жизнь как маленький примерный мальчик из воскресной школы. В Утоне он утром и вечером совершал молитву, в Оксфорде юноши в 1840 году стеснялись пить, так как в 1830 году там учился Гладстон. В парламенте он точно же стал старательным последователем и любимым учеником Пиля. Дезраэли в школьные годы в начале своей политической карьеры вел беспутную жизнь богемы. Он раньше нашел дорогу в дома ростовщиков, чем во дворцы епископов и министров. Враги Дезраэли говорили о нем, что он нечестен. Враги Гладстона говорили о нем, что он честен в самом худшем смысле этого слова. Враги Дезраэли говорили, что он не христианин. Враги Гладстона говорили, что он может быть прекрасный христианин, но, безусловно, отвратительный язычник. Дезраэли учился чтению на Мольере, на Вольтере. Гладстон считал тортюфа комедией третьего разряда. Циник Дезраэли, помогая старому и суровому мистеру Брайту надеть плащ, шептал его на ухо в конце концов, мистер Брайт мы прекрасно знаем, что нас привело сюда чистолюбие. Гладстон безотчетно обманывая себя утверждал, я не думаю, чтобы я мог обвинять себя в том, что делаю что-либо из чистолюбия. О Гладстоне говорили, что он во многом может убедить других, а себя в чем угодно. Дезраэли умел убеждать других, но над самим собой не имел власти. Гладстон в своих симпатиях исходил из отвлеченного принципа, он был склонен думать, что его желания вполне совпадают с желаниями Всевышнего. Его обвиняли не в том, что у него всегда был зажат в кулаке козырный туз, а в том, что он уверял, что этого туза вложил в его руки сам Бог. Дезраэли чувствовал просто отвращение к отвлеченным принципам. Его, правда, увлекали некоторые идеи, но только те, которые зажигали его воображение. Проверку их он представлял практической деятельности. Если Дезраэли изменял свое мнение, как было, например, с протекционизмом, он открыто признавал это, и его считали неустойчивым. Гладстон строил свое постоянство на соломинке, но был убежден, что это прочнее доски. Дезраэли не сомневался в том, что Гладстон далеко не праведник, но Гладстон часто думал, не дьявол ли Дезраэли. И каждый из них ошибался в другом. Гладстон принимал всерьез все циничные заявления Дезраэли, которые тот часто делал из вызова. Дезраэли считал лживыми все фразы, которыми Гладстон добросовестно обманывал самого себя. Дезраэли, будучи доктринером, кичил со своим оппортунизмом, Гладстон, будучи оппортунистом, кичил со своим доктринерством. Дезраэли, делавший вид, что презирает рассудочность, рассуждал здраво, Гладстон, полагая, что он очень рассудочен, действовал исключительно под влиянием страсти. Гладстон при большом состоянии вел ежедневную запись приходов и расходов, Дезраэли, обрамененный крупными долгами, мотал деньги без счета. Оба они любили Данте, но Дезраэли преимущественно читал ад, Гладстон, рай. Дезраэли, которого считали легкомысленным, был молчалив в обществе. Гладстон при своей репутации серьезного человека настолько чаровал всехсвятской болтовней, что надо было избегать встреч с ним, чтобы продолжать ненавидеть его. Гладстона интересовали только две вещи религия и финансы. Дезраэли интересовался тысячей вещей, в числе которых были финансы и религия. Ни один из них не верил в искренность другого, и тут-то они опять ошибались. Дезраэли был бы страшно удивлен, если бы узнал, что мистер Гладстон и его жена, когда у них был повод чему-нибудь очень радоваться, обнявшись, покачивались перед камином и напевали «Бездельные супруги мы, но мы друг с другом неразлучны, сумеем жизнь прожить через все препятствия благополучно». Когда в мрачный декабрьский день 1852 года оба соперника в прениях о бюджете поднялись один вслед за другим, всем показалось, что Гладстон с четко вырезанным профилем, с агатовыми глазами игривый черных волос, могучим движением откинутый назад был духом океана. Слегка сагбенный силуэт Дезраэли с его блестящими кудрями и длинными гибкими руками напоминал скорее духа огня. Когда оба заговорили, всем стало ясно, что Дезраэли талантливее, но Гладстон взял тон морального превосходства, а этот тон больше нравился палате. Никогда еще не нападали так в парламенте на какой-либо бюджет, как напали на бюджет Дезраэли. Его заставили жестоко поплатиться за нападки на пиля. В течение целой недели его ночь за ночью осмеивали, поносили, обдавали презрением. Все блестящие экономисты Англии один за другим говорили о его невежестве и безрассудстве. Все с иронией подчеркивали его отход от протекционизма. Дезраэли сидел неподвижно скрестив руки и ноги, полузакрыв глаза. Лицо его было бледно и точно поддернуто апатией. Может быть, он припомнил иронические фразы, которые когда-то бросал пилю. Мы нечасто слышим теперь о земледельцах. Теперь ему говорили, мы что-то немного слушаем о пресловутом протекционизме. Казалось, он не слышал и не чувствовал ничего. И только когда он заговорил, то позатаенный горечи его сарказмов, можно было понять, как больно он задет. Он вынуждал себя к спокойному и сдержанному тону, но время от времени у него вырывались фразы, полные такой горькой иронии, что они производили почти страдальческое впечатление. Начало его речи «Я неприрожденный канцлер казначейства? Нет, я принадлежу к парламентской чарни». Это начало было полно странными отзвуками Руссо, весьма неожиданными в устах лидера консерваторов. Сильная гроза грохотала в течение его долгой речи. Сверкавшие вспышки молний, грохотавшие раскаты грона служили подходящим фоном для демонической фигуры, какой он представлял со своим противником. Когда встал Гладстон, все почувствовали облегчение. Гроза умолкла, торжественные и добродетельные слова приятно боюкали совесть слушателей. Ирейная мягкость тона внесла успокоение. Тончайшая поэзия английского бюджета является, может быть, самой сокровенной тайной искусства для несчастливца, который, подобно Израиле, не был с младенчеством взлелеен бессминстерскими музами. В этой области таинственные, но непреложные законы приводят к тому, что лишний пенни на сахар создает внезапно ужасный диссонанс, и все старые завсегдаты искрежущут зубами, смотря с сожалением на нового капельмейстера. В то же время пенни на пиво могло бы порадовать слух слушателей дивной гармонией. Цены на солото и экономия на флоте чередуются в сложнейших, но строгих контрапунктах, и, конечно, только инстинкт может раскрыть их прирожденным канцлером казначейства. Гладстон, природный мастер этого высокого и чистого искусства, без труда развлочил ошибки новичка. Дезраиле слушал по-прежнему, скрестив руки. Время от времени он усталыми глазами смотрел на стенные часы. Гербин на хорах дождался голосования, которое должно было решить судьбу его министерства. Несколько минут он внимательно слушал Гладстона, потом, уронив голову на руки, произнес только плашмя. В 4 часа утра министерство было сброшено 305 голосами против 286. пребывание у власти было кратковременным. Трудно представить себе прелесть прощальной речи Дезраилей. Он не проявил ни тени огорчения, он только просил у собрания прощения за необычную горячность своей первой речи. Лорд Джон похвалил его за мужество, с которым он боролся, и занавес опустился. Вечером Гладстон заносил в своем дневнике, что Бог один знает, как тяжело ему было послужить избранным орудием для свержения Дезраилей. У этого человека бесспорно большие таланты. Я очень буду молиться, чтобы он сумел употребить их во благо. В либеральное министерство, которое было тогда образовано, вошел вместе с некоторыми своими друзьями, политиками и Гладстон, порвавший наконец со своим консервативным прошлым. Этот кабинет был до того блестящ, что противоположность министерству «Кто это? Кто это?» его прозвали все таланты. Глава десятая. Тени. Пятьдесят лет, пятьдесят один, пятьдесят пять. Годы избороздили морщинами лицо. Две глубокие борозды шли от крыльев носа и доходили до углов рта. Под глазами кожа стала темной, нижняя губа уже тяжело свисает. Он стареет хуже, чем англичане со светлой кожей. Стареет этот пересаженный на чуждую почву бедуин. Молодые женщины, не знавшие его во времена вышитых жилетов и золотых цепей, во времена блестящих кудрей, находят его некрасивым. Мэриан утратил вкус и круп на игре. Но выиграет ли он когда-нибудь? Он сам начинает в этом сомневаться. Сотни раз произносил он речи, о которых говорили, что это лучшие слышанных когда-либо речей в палате. Десятки раз делал он вывозки против оппозиционной партии, но то лорд Дерби спасует перед последними препятствиями, то образованное им министерство просуществует всего несколько месяцев. Потом Крымская война заставила обе соперничающие партии заключить какое-то подобие Священного Союза. К тому же партия, ослабевшая благодаря уходу сторонников Пиля, никак не могла восстановить свои силы и оставалась немощной. Лорд Дерби стал его другом. Когда ему теперь задают старый надоевший вопрос, почему никто не доверяет мистеру Дезраэли, он отвечает, но я ему доверяю. У лорда Дерби стали частые припадки подагры, и тогда он не любит, чтобы с ним говорили о политике. Бывает, что Дезраэли заходит поговорить об избирательной реформе, а он читает ему свой перевод французской поэмы «Листопад Мильвуа». Вы сердцу милые и грустные леса вещаете и мне печаль своей судьбы. Лорд Дерби доволен этими стихами. А что думает о них милейший Дизи, когда-то бывший сам поэтом? Милейший Дизи вздыхает, но принимает независимый вид. Эта деланная аффектированная независимость заявляет, забавляет старого вельможу. Ему-то что задело до министерства. Ничто не помешает ему быть четырнадцатым графом Дерби, когда о первом упоминается у Шекспира, о двенадцатом основано Дерби. Когда после очередного отказа от власти заходит к нему его сын Стэнли, а у Стэнли обращается он к нему, чем не обязан вашему приходу, не завязался ли Дизи, или, может быть, вы собираетесь жениться, но когда ему предлагают заменить в палате общин Дизи Стэнли, Дерби становится серьезным. Капитан так же лоялен, как и лейтенант. Вся враждебная им часть партии считает их ответственными за долгие неудачи консерваторов. Недовольные прозвали их Жит и Жокей. Дизраэль начинает чувствовать некоторую усталость. Он знает, что делал все, как только мог лучше. Он был честен и отдал свою жизнь партии. Был он чистолюбив? Конечно, он был чистолюбив, но он уверен до сих пор, что любовь к славе единственное, что вдохновляет людей на великие дела. Был бы он циничен? Несомненно, он циничен, насколько романтического скрывается за этим цинизмом. Впрочем, не один раз чистолюбие и цинизм приносил он в жертву верности партии. Даже самому Гладстону он написал благородное письмо, в котором предлагал мир. Это было рискованным шагом, так как он мог привлечь в партию единственного опасного для себя соперника. Но Гладстон ответил холодно, ссылаясь на моральные соображения, которые заставили его порвать с консерваторами. Дезраэли, конечно, будет премьер-министром. Между тем, Гладстона все считают святым, а на Дезраэли смотрят как на чудовище. Ведь Дизи считает, что он очень непопулярен, гораздо больше даже, чем это есть на самом деле. В детстве, будучи задетой своим самолюбием, стал очень чувствителен ко всякой обиде. Ах, дорогая Дороти, пишет он Дороти Невиль, не моя политика им не нравится, не нравлюсь им я сам. Прежних друзей не стало. Леди Блессингтон умерла в Париже в 1851 году. Она принуждена была бежать из Лондона вместе с Дорсей, промотав все до последнего пения. Она все же успела до своей смерти прислать несколько приветственных слов новому лидеру, своему прежнему протеже, ставшему теперь великим человеком. Дорсей немногим пережил ее, они похоронены в Шамбурсе около гранитной пирамидой. Смит, циничный и очаровательный Смит, прообраз Конингсби, родоначальник молодой Англии, умер почти в нищете. Он Дизи завещал стихи, что жизнь в борьбе короткой победы, миг пустой, где скрыт обман для игрока удачную игрой. Дизи часто повторяет это двустишее, что за жизнь. Герцог, этот железный человек, казавшийся бессмертным, наконец умер. Войска шпалерами стояли вожды святого Павла. Две тысячи голосов пели псалмы, когда хористы перевертывали страницы, по собору проносится порыв ветра. Дизраэли произнес речь. Он сделал оплошность, заимствовав ее утиера. Это было замечено, и все были шокированы. Старый Линдхорст еще жив, ему восемьдесят восемь лет. Он ослеп, но сохранил необычайную живость ума. Не будучи больше в состоянии читать, он заучивает наизусть и молитвенника своих любимых поэтов. Его внучка, которой еще нет восьми лет, задает ему уроки. Бульвер очень изменился. Он тоже стал консерватором, но на него положиться нельзя. Он живет в постоянном страхе перед сумасбродной разиной, преследующей его бессмысленной ненавистью. Эта фурия совсем поработила Бульвера, он мечтает теперь только о назначении в палату лордов, о богатстве и о покое. Каролина Нортон все еще прекрасна. Пряди волос, обрамляющие ее лоб красивого фиолетового цвета, но и она сделалась желчной. У былой царицы красоты леди Сеймурт, сын тридцати лет. Вставая из-за стола, она принуждена опираться на руку соседа. Тяжелая утрата постигла Дизи, верная Сара умерла в 859 году. Семейный уют, надежное пристанище, средоточие заботы и нежности больше не существует. Мэйан пришлось теперь стать женой, матерью, сестрой, и она великолепно справляется со всеми этими ролями. Она всегда понимает своего Дизи и никогда ему не надоедает. В ее глазах он величайший гений всех времен, и она бережно сохраняет мельчайшие клочки бумаги с его пометками. Иногда даже в обществе она берет его руку и смиренно целует ее. Она по-прежнему славится своими словечками. В Винзере, например, она говорит принцессе королевской крови. Может быть, моя дорогая, вы не знаете, что значит иметь любящего мужа? Держ Смит, холодный и дерзкий, осмелился как-то спросить у Дизи не стесняет ли его иногда разговоры его жены. Нет, она меня никогда не стесняет и не раздражает. Ну, Дизи, вы обладаете необычными качествами. Ошибается все мне одно только качество, которого, правда, очень часто не хватает людям — благодарность. А другому, он говорит, она уверовала в меня в те времена, когда все люди меня презирали. Ежегодно в годовщину их свадьбы он посвящает ей маленькую поэму. Странное существо вошло в их жизнь. Уже давно Дизи Рейли получал письма от одной незнакомки, поклонницы, мистерс Бридж Уильямс из Торквей, которая объявляла себя, подобно ему, крещеной еврейкой. Знаете ли вы старую чудачку из Торквей, спрашивал он своих друзей, однажды мистерс Бридж Уильямс попросила ей его быть ее душеприказчиком и принять от нее довольно значительное наследство. Он отправился вместе с Мэриан к ней с визитом и увидел 75-летнюю огромного роста женщину, смешную и симпатичную. Супруги Дизи Рейли и старая дама быстро подружились, Хэггенден посылает фиалки в Торквей, а оттуда летят в Хэггенден розы. Ежедневные записочки к мистерс Бридж Уильямс заменяют Дизи письма к Саре. Высшее для меня наслаждение в этом году это ваши розы. Больше недели прожили они у меня в комнате на столе. Мне кажется, я никогда не видел еще таких прекрасных по форме роз, таких ярких и с таким дивным ароматом. Мне думают, что ваши розы прибыли из Кашмира. Где вы достали омара, которого я получил сегодня к завтраку, в гротах амфитриты он был так свеж от него вело солоноватой сладостью океана. И еще другие женские привязанности скрашивают его довольно мрачное существование. Леди Лондон Дэри, леди Дороти Невель. Дорогая Дороти, ваша клубника так засвежа и прекрасна, как вы сами. Я получил ее так кстати в тот момент, когда чувствовал себя совсем больным и усталым. Он живо помнит бал, когда увидал ее впервые. Ради Бога, спрашивал он тогда, скажите, кто эта молодая особа, которая как будто сошла с картины времен Георга Второго. О, как все времена женщины были очаровательны и остроумны. Теперь в 1860 году молодых девушек одна мечта. Они хотят, чтобы их принимали за дам с камериями. Все они прогуливаются в юбках, приподнятых до колена и открывающих хорошенькие ножки. Молодых людей они зовут просто Том, Джон или Дик и обсуждают с ними последние скандалы, изобретенные в Итсе. Сменяют друг друга государи. Благоразумного Луи Филиппа когда-то на обедах в Тюэлери, посылавшего Дезраэли отлично нарезанные ломтики, ветчины, Дезраэли видел изгнанником, плачущим на убогой кровати. Зато в тех же залах Тюэлери Дезраэли был принят императором, когда-то катавшим его на лодке по Темзе. Мариан, сидя по правой руку от Наполеона Третьего, напомнила ему об этом неудачном катании и о том, как он любил браться за вещи, которых не умел делать. Император очень смеялся, а императрица заметила, да, это очень похоже на него. Вкус Дизи к сказочным богатствам Тысячи и одной ночи был удовлетворен Парижем Второй империи. Лебединую шею императрицы украшала ожерелья изумрудов и бриллиантов, подобных тем, которые таились в подвалах Дезраэли, в подвалах Алладина. Дезраэли верен своей симпатии к Франции. Часто через тайных агентов он дает императору великолепные советы, которым тот, увы, мало следует. Молоденькая королева, на прием к которой Дизи когда-то сопровождал своего старого друга Линдхорста, стала суровой и могущественной государыней. Она понемногу привыкает к Дезраэли и благосклонно обращается с ним и его женой. Принц Альберт умер еще в прошлом году. Есть еще нечто, что убеждает Дезраэли в том, что жизнь его прожита недаром. Восторженные отношения к нему молодежи. Их увлекает некоторая фантастичность его политики. Молодой восторженный секретарь Монтегю Кори привязался к нему и относится с трогательной преданностью. Сын Дерби, Стэнли, его последователь, правда, последователь чрезмерно осторожный, но благодарный. Видите ли, говорит ему Дезраэли, и у вас, у лорода в Дерби нет воображения. Так-то греки в поисках короля предложили престол Стэнли. Стэнли, не бывший Байроном, отказался. Ах, если бы кто-нибудь предложил греческий престол Дизи. В 1853 году он отправился в Оксфорд, где был избран доктор Мхонорис Кауза. Он ехал с некоторым беспокойством, зная насмешливость студентов и припоминая, что часто они очень высокопоставленных лиц встречали свистками и шиканьем. Но никогда еще со времен герцога Веллингтона не устраивали они никому такого приема. Бледный, бесстрастный шел Дизраэли навстречу канцлеру, а амфитеатр, не умолкая, гремел аплодисментами. — Одобряете ли вы этот выбор, господа? — спросил канцлер. — Весьма одобряем, весьма кричали студенты. Неподвижное лицо слегка дрогнуло, он направил монокль на трибуну дам и, найдя Мэриан, послал ей рукой почти невидимый поцелуй. Шестьдесят лет, шестьдесят один. Годы текут то медленно, то быстро. Человеческий ритм сессии переплетается с божественным ритмом времен года. Дизраэли стареет. Конечно, он уже никогда не будет премьер-министром. Он будет служить еще раз или два в кабинете Дерби, потом придет очередь в Стэнли. У знатных фамилий свои привилегии. А жаль, он так любит власть. Но не надо слишком много думать о том, чего нет. То, чего он достиг, не так уж плохо, особенно, если вспомнить об унижениях первых шагов. Храброму ничто не трудно, говорил он когда-то, ребяческий девиз. Все трудно, с годами он взял себе другой девиз. Ничего не объяснять, ни на что не жаловаться. Never explain, never complain. Поменьше лишних слов. Мистерис Бридж Уильямс умерла, оставив своим старым друзьям около 30 тысяч фунтов. Это дало возможность покрыть часть долгов. Другая часть стала не так велика благодаря одному скромному и великодушному человеку Андре Монтегю. Богатый йоркширский помещик, поклонник Дезраэли, скупила ростовщиков все векселя почти на 57 тысяч фунтов и свел проценты к 3 на 100. Старая дама завещала похоронить себя на кладбище Хегендена. Она покоится там неподалеку от маленькой церкви. Возможно, скоро последуют за ней Дезраэли. Его здоровье никогда не было крепким, а жизнь не щадила его. Парк стал восхитительным. Мэрианна делала чудес. На террасе в белых флорентийских вазах розовые герани чередуются с голубыми. Дом реставрирован в том виде, в каком он был во времена стюартов. В спускающихся террасами садах, где статуи богини храняли входы в аллеи, воображение рисовало облики кавалеров, прогуливающихся со своими возлюбленными. Жизнь четыре дезраэли течет однообразно и уединенно. Изредка это однообразие прерывается приездом друзей, а по воскресеньям посещением церкви. Сидя на скамье владельцев Хэггендона дезраэли мечтает о чем-то. Во время богослужения настоятель клуб с тревогой поглядывает на могущественного человека, который, может быть, скоро будет назначать епископов. Псалом сто второй. Господи, услышь молитву мою, и лопль мой да приедет к тебе, ибо исчезли как дым, дни мои, кости мои обыждены как головня. Я уподобился перекану в пустыне, стал как филин на развалинах, не сплю и сижу как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, злобствующие на меня клянут мною. Дни мои как уклоняющаяся тень, и я иссох как трава. Ты же, Господь, вовек пребываешь, и память о тебе в рот и рот. Он возвращается домой пешком рядом с маленькой кареткой Мэри-Ан, которая, управляя пони, с увлечением рассказывает о том, что она проделала в парке. Она говорит. О, как много она может говорить, Мэри-Ан. В пруд она только что пустила двух прекрасных лебедей, которых Дизи зовет Геро и Леандр. Она не совсем понимает, почему так. Переделывая сад, она спугнула сов, которые ютились в старых тисах, но Дизи заявил, что это птицами нервы, и начал благоговейно заботиться о них. Вечером они иногда стучат в окна своими кривыми клювами, и их большие круглые глаза блестят в темноте. Глава одиннадцатая. На верхушке качающейся мачты. Эпиграф. Как можем мы смотреть на наше время, как на эпоху утилитаризма? Наоборот, оно бесконечно романтично, рушатся троны, короны, раздаются, как в волшебной сказке. Могущественнейшие в мире люди, мужчины и женщины всего несколько лет назад были изгнанниками и авантюристами. В 1859 году Панч опубликовал рисунок, изображающий спящего льва, которого Брайт, Дизраэли и Рессель стараются разбудить уколами раскаленных пик. На каждой пике надпись «Реформа». Точный символ того, что происходило тогда в стране. После урезанной реформы 1832 года, давшей избирательные права такому ограниченному кругу избирателей, все партии поочередно старались заинтересовать британского льва в новых мероприятиях. Но хорошо упитанный лев продолжал свою спячку, и парламентский рай был населен тенями мертворожденных реформ. То консервативное министерство предлагало дать избирательные права каждому обывателю, платящему свыше 10 фунтов жилищной платы. И либеральная оппозиция вопила о позоре и о том, что 8 фунтов это естественный предел прав человека. То министерство вигов устанавливало норму в 7 фунтов, и дерби устами пророка своего дезраилю утверждал, что это значит бросить Англию в объятия худшей демагогии. Фактически же весь вопрос состоял в том, чтобы выяснить, какую из обеих крупных партий будут поддерживать новые избиратели. Но Бладстон с негодованием говорил о тех, кого интересовала статистика выборов, и кто народные массы рассматривал как вооруженные силы завоевателей. Те люди, о которых тут так говорят, наши братья, такие же христиане, как и мы, плоть и кровь наша. Но это один из консерваторов, задал ему вопрос, почему же плоть и кровь наша простирает столько до 7 фунтов жилищной аренды. Некоторые из вигов тоже нашли, что вся эта сентиментальная галиматья уже слишком безвкусно. Они вышли из партии и Брайт окрестил их Адул-Амитами, потому что, когда царь Давид скрылся в пещерах Адул-Ама, все, у кого были долги и кто был недоволен, объединились вокруг него. Дезраэли, опираясь на Адул-Амитов, свалил безутешного лорда Джона и пылкого Гладстона. Тогда лорд Дерби, поцеловав руку королевы, вместе с Дезраэли взял на себя министерство. Еще раз они встали во власти, будучи в меньшинстве и опираясь только на случайную коалицию и еще раз казалось, что их министерство будет недолговечным. С первых дней правления Дерби британский лев, неизвестно почему, внезапно проснулся в дурном расположении духа и разбил прутья в своей клетке, роль которой играла решетка Гайдпарка. Три дня подряд собирались на улицах толпы, требовавшие реформы избирательного права. Были вызваны войска, министр внутренних дел разразился слезами, Мэриан смотрела на манифестантов из окна, и так как ей показалось, что они забавляются, она прониклась к ним симпатией. Королева вызвала Дерби в Мальмурал и сказала ему, что раз этот вопрос волнует страну в течение тридцати лет, то надо же когда-нибудь его разрешить и будет лучше, если его разрешит консервативное министерство. Внезапно Дезраэли увидел, какой тут можно сделать блестящий шаг. В глубине души он был давнешним сторонником того, чтобы избирательные права распространялись на верхушку рабочего класса, на наиболее серьезную часть его. Союз аристократии и простого народа, который он проповедовал в Сибири, будет таким образом осуществлен, и, может быть, самая рискованная мера окажется и самой благоразумной. Почему, говорил он Дерби, не дать право голоса по семьям отдельным домохозяевам, независимо от квартирной платы, с подобающими ограничениями времени и места пребывания. По крайней мере, тут будет налицо, безусловно, консервативный принцип, при этом такой, который легко защищать. Можно смело сказать, что домовладельцы всегда заинтересованы в благосостоянии страны, в то время, как все эти предельные нормы в 10 фунтов, 5 фунтов, 6 фунтов нелепы, и их невозможно защищать. К тому же, партия, которая рискнет на эту реформу, будет иметь некоторые шансы привлечь новых избирателей на свою сторону. У либералов же будет отнят наиболее популярный пункт их программы. Поистине, стоило рискнуть. Но пойдет ли на это партия? Партия проявила удивительную сообразительность. У Тори не было оснований очень держаться, созданной их противниками избирательной системы 1832 года, благодаря которой они в течение 30 лет были отстранены от власти. Консерваторов увлекла мысль ловким ходом выбить из рук либералов их лучшую карту. За исключением нескольких оппозиционеров, большинство консерваторов приняло предложенный план компании. Они сейчас же почуяли зарю большой победы. Многие из либералов, захваченные врасплох, решили, что раз консерваторы проводят в жизни их программу, то почему же их не поддержать? Гладстон был совершенно сбит с толку. Самым мудрым исходом для него было бы торжествовать, но он задыхался от гнева при мысли, что дух зла несет ангельское знамя. Он с неслыханной яростью набросился на своего хитроумного противника, а тот не применул деланный беззаботностью подчеркнуть образ безумного гнева, воплощением которого был Гладстон. Достопочтенный джентльмен, говорил он, разговаривает со мной в таком тоне, который, надо сознаться, редко здесь употребляется. Это не значит, что я придаю большое значение проявляемой им горячности, но в самом деле его манеры так не сдержаны, а жесты так угрожающие, что с облегчением вспоминаешь, что в палате обе борющиеся между собой партии, сидя по ту и другую сторону стола, разделены такой широкой и прочной мебелью. При голосовании министерство получило большинство в 21 голос. Дезраэли в настроенном враждебно парламенте провел закон, который в течение 30 лет не могли провести либеральные министерства. Это была большая парламентская победа. Гладстон это почувствовал и отметил в своем дневнике о поражении почти беспримерное. Он был глубоко уязвлен. Я встретил Гладстона за завтраком, пишет один наблюдатель. Он, видимо, совершенно ошеломлен демонической ловкостью Диззи. Дерби был в восторге. Он признал, что сделанный шаг был прыжком в неизвестное, но прибавлял, потеряя руки. Разве вы не видите, в какое замешательство мы привели Вигов. После голосования консерваторы приветствовали Дизраэли продолжительными и бурными аплодисментами. Все хотели пожать ему руку. После выхода из Вестминстера многие из них собрались в Карлтоне и импровизировали ужин. Дизраэли, возвращаясь домой, на несколько минут зашел в клуб и был снова встречен бесконечными аплодисментами. Друзья просили его отужинать с ними, но он знал, что Мэриан ждет его, что она тоже приготовила ужин и не хотела горчать ее. На следующий день она с гордостью говорила приятельнице Дизи и вернулся прямо домой. Я приготовила ему пирог и бутылку шампанского. Он съел половину пирога, выпил все шампанское и сказал мне, дорогая моя, вы для меня скорее любовница, чем жена. Ей было тогда семьдесят пять лет. Успех сильно изменил положение Дизраэли в парламенте. В поражении гладства не было того элемента трагического, которое было в поражении Пиля. Оно было скорее забавно и в то же время изумляло всех. Два вождя партии, при том одни из самых крупных, каких когда-либо знала палата общин, рискнули на протяжении двадцати лет бороться с этим Дизи и оба были разбиты. Этот человек, так часто говоривший об азиатских тайнах, сам не был лявиен тайной. Чего он хотел, каковы были его намерения, какие мысли таились замазкой бесстрастия в то время, когда он выслушивал все оскорбления Гладстона. Воображение публики рисовало новый образ сфинкса. Панч опубликовал рисунок «Торжество Дизраэли». На этом рисунке был изображен громадный каменный сфинкс с лицом Дизи, которого толпы обнаженных невольников влекли к храму реформы. В числе рабов можно было узнать Гладстона, а подгонял их бичом дерби. Никто из тех, кто в те времена встречал Дизраэли, не мог отделаться от сложного впечатления могущества и чародейства. Лицо его действительно приобрело неподвижность камней, и он глубоко отличался от окружавших его смертных. «Мне казалось, что я сижу за столом с Гамлетом или Лиром или Вечным Жидом», пишет современник, и прибавляет, многие говорят, какой он актер, а между тем в конечном счете остается впечатление полнейшей искренности. Иные относятся к нему как к чужеземцу, что ему Англия и что он Англией, вот тут-то они ошибаются. Быть ли Вигом или Радикалом или Торией, это, по-видимому, его действительно безразлично, но это могущественная Венеция, это царственная республика над пределами, которой никогда не заходит в солнце, этот образ чарует его, или я очень ошибаюсь. Англия обетованная страна, Израиль его воображение, и если ему повезет, он перед смертью будет первым имперским премьер-министром. Вопреки всяким ожиданиям ему повезло. Приступы подагры у Дерби так участились, и он так редко мог исполнять свои обязанности, что все это привело к мысли о необходимости уйти в отставку. Дизраиль умолял его остаться, берясь исполнять всю работу, лишь бы Дерби продолжал нести звание премьер-министра. Но Дерби ответил, что напишет королеве о своей отставке, и что он надеется, что ее величество обратиться к Дизраили как к заместителю его. Сам же он, Дерби, будет продолжать и после отставки поддерживать Дизраили всем авторитетом своего имени. Я не могу сообщить вам этого без того, чтобы в то же время не отметить с благодарностью вашего честного и сердечного сотрудничества как в тяжелые, так и в счастливые минуты этого долгого периода. Дизраили тем более искренне просил своего шефа остаться, что он уже знал, что в случае отставки Дерби королева призовет его. Она сама ему об этом сказала. В день решительной отставки Дерби посланный от королевы пригласил Дизраили в Осборн. Чародей, который сам слегка верил в свои чары, не применил отметить, что этот посланный генерал Грей был никто иной, как тот полковник Грей, который во времена его первого выступления в качестве кандидата от Уайкомба был его счастливым и косноязычным соперником. Первое поздравительное письмо было от лорда Дерби и вы честно и с честью достигли высшей ступени политической лестницы. Желаю вам долго сохранить это положение. На следующий день королева приняла Дизраили в Осборне. Она казалась сияющей, протянула ему руку и сказала, можете поцеловать мою руку. Он склонил колено и с глубоким почтением поцеловал маленькую жирную ручку. Он был глубоко счастлив. Снаружи сияло ослепительное солнце, в конце концов стоило жить. Одним из первых членов парламента, которых он встретил, был Джемс Клей. Тот самый Клей, который, будучи молодым человеком, так беспокоил его на Мальте своими талантами в игре на бильярде. Ну, с Дизраили, сказал Клей, когда мы с вами сорок лет тому назад путешествовали вместе, кто подумал бы, что вы будете премьер-министром? Верно, Клей, как мы говорили на Востоке, Аллах велик. И теперь он более велик, чем когда-либо. Прием, оказанный новому премьеру, был, в общем, благосклонен. «Торжество труда, мужество и терпение», говорили даже противники. Когда он в качестве премьер-министра вошел в первый раз в палату общин, кулуары были полны людьми, которые хотели его приветствовать. Джон Стюарт Миль, в это время говоривший, должен был на несколько минут прервать свою речь. Спустя месяц Мэриан, жена премьер-министра, давала большой вечер в залах Министерства иностранных дел, которые были ей любезно предоставлены лордом Стэнли. Погода была ужасная, ливень и ураган бушевали на улицах Лондона, тем не менее, все приглашенные явились, вся консервативная партия, некоторые либералы, среди которых Гладстон с женой, много друзей. Дизи во всей своей славе расхаживал по всем залам с принцессой Уэльской, принц вел под руку мистерис Дизи, которая оказалась очень старой и очень больной. С месяц, как у нее начался рак, и она знала об этом, но не хотела говорить мужу. Это смешение славы и дряхлости придавало торжественному вечеру оттенок меланхолии. После долгой борьбы читать Израили стало всем симпатично. Их как бы усыновили. Не было салона в Лондоне, где не говорили бы просто Мэри Анн, говоря о жене премьер-министра. Дизраили сам отдавал себе отчет в том впечатлении удивительной акробатики, которая производила его возвышение. Да, отвечал он на поздравление, я вскарабкался на верхушку скользящей мачты. Его друг сэр Филипп Рос сказал ему, если бы только ваша сестра была жива и видела ваше торжество, как она была бы счастлива. Бедная Сара, ответил Дизи, бедная Сара. Да, мы потеряли многих зрителей. Часть третья. Эпиграф. Слышишь, как носится ветер, листья вздымаются вкруче, лет не минует вечер, хмурые октябрьские тучи, старый пригнется бук и встрепенется снова, ближе идем к очагу, вспомним о море былого, ищет в волнах приключений ветром вздуваемый парус, юность полна устремлений, медленно движется старость. Гумберт Вольф. Глава первая. Королева. Был выбран новый канцлер казначейства. Первый министр так извещал об этом королеву. Мистер Дизраэли должен поставить в известность Ваше Величество о том, что наружность мистера Уордхэнта необычайна, но не неприятна. Ростом он шести локтей, но кажется очень высоким, потому что пропорционален в объеме. Как происходит обычно при посещении собора Святого Петра в Риме. С первого взгляда он не дает представление о своих настоящих размерах, да к тому же по сообразительности, как и по своей форме, мистер Хант – настоящий слон. Письмо, написанное Верховной Правительницей, изумляет своим легковесным тоном. Зато сама Правительница была в восторге. Дизраэли, который в течение своей жизни вызвал возмущение ни в одном мужчине, нападал на снисходительных и терпимых женщин. Все в нем располагало к себе женщин. И его страх перед абстрактным рассуждением, и его старомодная учтивость, и незаметный цинический привкус его надуманно-цветистых фраз – все это вызывало нечувственно-любовное влечение, а скорее нежность, высшую и вместе с тем покорную, какое-то смутное и сладкое братское чувство. Он любил упрямство женщин, их неведение и наивность. Женщины, как мистер Исостин, нашедшая ему издателя для его романа «Вивиан Грей», или сестры Шеридан, леди Корк, леди Лондон Дейри – все они выводили его в свет. Наконец, тоже женщина, Мэри Анн, добилась для него места в парламенте. В каждом клочке своих воспоминаний он мог увидеть ту или другую благодетельную головку, разделявшую его неприязни и его беспокойства. Опытным глазом взглядывал он на вгустейшую вдову в белом тюлевом чепце, поджидавшую его на верхней ступеньке дворцовой лестнице, и чувствовал себя легко и свободно. Со времени смерти своего возлюбленного мужа королева жила в величественном уединении. Она поклялась чтить все повеления и все привычки Альберта. Закутанная в креп, она бродила из замка в замок, из Винсбора в Осборн, из Осборна в Бальмурал. Население было недовольное ее затворничеством, и сама она страдала, чувствуя себя непопулярной. Никто ее не понимал, и никто не понимал Альберта, который раньше также страдал. Никто, исключая мистера Дезраэли. И это было удивительно, ведь сама она вспоминала о том недоверии, которое он внушал им обоим с мужем в период падения бедного сэра Роберта. Тогда еще Альберт говорил, что у этого самого Дезраэли во всей его натуре не было ни крупицы джентльменства. А между тем, чем ближе к жизни, тем сильнее чувствовал принц Альберт порой какое-то неясное удовольствие от разговоров с лидером оппозиции. Он находил его культурным, более осведомленным в истории Англии, чем кто-либо из иных государственных деятелей, и признавал, что его поведение относительно королевского трона превосходно. Но более всего на высоте оказался мистер Дезраэли после смерти Альберта. Никто не написал королеве такого прекрасного письма, никто лучше не говорил о принце в палате общин. Королева решила, что он единственный человек, который действительно ценил покойного. Она поблагодарила его, прислав ему сборник речей Альбертов в белом сафьяновом переплете. Королева не может отказать себе удовольствия и лично выразить мистеру Дезраэли глубокую признательность за отзыв об ее великом, любимом и обожаемом муже. Чтение его речи заставило ее пролить немало слез, но верная оценка безупречного характера принца принесла отраду ее разбитому сердцу. Таким образом, тень Альберта много способствовала сближению, но были и другие узы, привязывавшие королеву к министру. Их интеллекты, казавшиеся разными, имели на самом деле много общего. Оба мечтали с одинаковой наивной гордостью о великой восточной империи, которые бы стали вдвоем управлять отсюда, с северного острова. Маленькая, полная и властная женщина и старый, сгорбившийся царедворец. Оба они, кроме того, отличались отсутствием какой-либо пошлости в мысли. Правда, было немало наивности в некоторых излюбленных идеях королевы и не меньше искусственности в проектах Дезраэли. Но оба обладали и смелостью, и широтой. Благодаря Дезраэли королева ощущала больше, чем когда-либо, прелесть власти. Он с такой очевидной радостью отводил ей главное место на блистательном празднике жизни. Когда он рассказывал ей об ее владениях, ей казалось, что власть ее безгранична. Работая с министром, изображавшим заседание кабинета в виде фантастических сцен и видевшим в политике всего-навсего авантюрный, слегка сентиментальный роман, королева находила в делах былую прелесть, как когда-то при жизни Альберта. Дезраэли, зная, что развлекает ее этим, с удовольствием писал ей иронические и совершенные по форме письма. Всегда ли она их понимала? Она понимала много больше, чем обычно думали ее приближенные. Она с удовольствием забавлялась искусными фокусами, потом с присущей ей любовью к ясности твердо направляла фокусника к нужным ей действиям. Если у первого министра возникала необходимость слегка успокоить разволновавшуюся Ирландию, и для этого надо было наследному принципу путешествовать, по ней Дезраэли писал королеве. Господин Дезраэли берет на себя смелость указать, что в течение двух веков королевская династия провела в Ирландии всего 21 день. Его королевское высочество мог бы заняться там охотой с препятствиями. Так можно было бы совместить определенным образом выполнение общественного долга с приятным времяпрепровождением. Известно, что такое совмещение приличествует жизни высоких особ. Королева одобрительно написала, однако при непременном условии, что расходы по этому королевскому посещению будут отнесены за счет тех властей, которые и предложат принцу приехать. Чтобы поправить свое здоровье или отдохнуть, ни один человек не выбрал бы Ирландии. Часто министр отстаивал свое мнение. Когда его потом спрашивали, в чем заключался секрет его успеха у королевы, он отвечал «Я никогда не отказывал, я никогда не возражал, иногда я забывал». Это сказано для того, чтобы блеснуть эпиграммой. На самом деле Дезраэли часто возражал. Когда умер епископ Кентерберийский, и королева настаивала, чтобы назначить ему преемником Тета, епископа лондонского, господин Дезраэли привел серьезные возражения. Об епископе лондонском существует такое мнение. Не говоря уже о явной мрачности его взглядов, в его ограниченности чувствуется какой-то странный источник энтузиазма. Таким качеством не должен обладать ни кентерберийский епископ, ни первый епископ Англии. Королева настояла на своем. Уж она-то знала, что епископ Тет был лишен всяческого энтузиазма. Не могла ли она сказать то же самое о первом министре Англии? Мэриан получила как-то из Виндзора корзину со свежими примулами в сопровождении такого письма от принцессы Христианы. «Мама просила меня послать вам от ее имени эти цветы для господина Дизраэли. Маме пришлось однажды слышать от него, что он очень любит май месяц и все прелестные весенние цветы, почему она и решается послать ему эту корзину, которая придаст его комнате очень веселый вид. Мэриан ответила единственной фразой, которую, очевидно, сочинил для нее Диззи. «Я выполнила приятный долг следовать приказаниям ее величества. Господин Дизраэли страстно любит цветы, а свежести запах присланных возросли от того, что посланы милостивой рукой, осыпавшей нас всеми дарами весны. Министр посылал королеве свои романы, королева давала министру дневник жизни в Шотландии. С этих пор Дизраэли часто повторял «Мы писатели, государыня и маленький рот его повелительницы улыбался». Каждую неделю виндзорские примулы и озбранские фиалки прибывали в Гроссвеннер в корзинах, высланных мхом, и деловая переписка превратилась в интересную смесь пастушеской поэзии и реалистической политике. В Англии все же нашелся человек, которому быстрая карьера Дизраэли и фамильярность династии с фокусничащим евреем оказались невыносимым позором. Это был Гладстон. 24 марта 1868 года в Панче появилась карикатура. Она изображала ложу в театре. Перед зеркалом господин Бенджамин Дизи, тощий комик-актер, одетый в костюм Гамлета со снисходительным видом твердит, быть или не быть. Вот в чем вопрос. М-м-м. А в глубине ложи господин Гладстон, трагик, в городском костюме, смотрит с завистью и презрением, говоря ему первая роль, ему, актеру, на вторых ролях. Дирекция с ума сошла. Но настанет время. Отношения Гладстона и Дизраэли были, впрочем, сложнее, нежели простое соперничество двух пробивших себе дорогу людей. Без сомнения, Гладстон перенес беспокорностью и скромностью успех хотя бы, например, Стэнли. Но как боги древности, страсти иногда действуют под чуждой им личиной, и честолюбие смущало Гладстона вместе с мыслью об оскорбленной добродетели. В течение двадцати лет, пока личность Гладстона постепенно вырастала под непрестанный рокот восхищения окружающих его лордов, Гладстон неизменно видел растущую рядом с ним страшную и враждебную ему фигуру, никого, кроме нее, не встречая в тех высоких и опустевших от соперников сферах, куда привел Гладстон и его талант, он поневоле оценивал ее, сравнивал с собой и считал себя превзойденным всеми, раз превзошел его дизраэли. Одной из наиболее горестных загадок для царя Давида было процветание злых. Автору легкомысленных историк о Вивиане Грее и Кеннингсбе удавалось перехватывать скипетр из рук создателя прекрасных и серьезных произведений на тему об эсцехома. Ему, человеку, злословящему эпиграммами, блестящему, наглому, случалось вырывать его у Гладстона, который никогда в своей жизни не унижался до эпиграмм, всегда был серьезен и скорее бы умер, чем признал, что обладает одной пятью ума больше, чем его лакей. Разве всего этого не было достаточно, чтобы заставить порядочного человека разодрать свои одежды, посыпать пеплом главу и сесть в прах, отдавшись безутешному горю. Но Гладстон не принадлежал к числу людей, которые горюют, сидя в прахе, и даже если он восклицал из псалма «Доколе, о Господи, ты покидаешь меня, доколе враг мой будет вознесен превыше меня», то затем прибавлял, как царь Давид, «отверзи мне очи мои, чтобы никогда не уснул ясном смерти от страха, что враг мой скажет, я одолел его». Гладстон так неудачно скрывал свое раздражение, что вопреки всем парламентским обычаям, с первой же недели власти Дезраэли стал искать повода затеять с ним ссору. Проведя избирательную реформу, Дезраэли частично выбил из рук либеральной партии ее оружие, но, по счастью, для дальнейших реформ оставалось сколько угодно объектов. Можно было провести реформу в Палате Лордов, в Церкви, в Королевских делах, в армии, в воспитании. Гладстон был готов реформировать солнечную систему, лишь бы не допустить Дезраэли наслаждаться несправедливым счастьем. Но, обладая очень здравым чутьем в области реальной политики, Гладстон избрал ареной своих действий именно церковь, и, главным образом, церковь ирландскую. То, что католическая Ирландия поддерживала церковь протестантского государства, противоречило, само собой, разумеется, свободе религии. В это время в Ирландии царило глубокое возбуждение. Преступления и убийства совершались там сотнями, а наказать преступников являлось делом невозможным, так как весь остров в целом был их сообщником. Гладстон стал поддерживать в парламенте мнение, что, отделив в Ирландии церковь от государства, разгосударствив протестантскую церковь в Ирландии, этим самым можно уничтожить одну из причин, вероятно, главную существующего недовольства. И Дезраэли понял, что его соперник решил победить на выборах, играя на вопросах религии. В мировоззрении Дезраэли этот пункт не являлся самым сильным местом. Был ли он верующим, он не мог, подобно Гладстону, страстно увлекаться теологическими противоречиями. Дезраэли думал, что человеческие умы затопляются периодически потоками экклезиастических идей, но что эти бури не страшны, стоит волнам схлынуть, как опять можно видеть тот же ковчег, неподвижно стоящий на вершине горы. Этот ковчег откровение семитическое и христианское, Библия, дополненная Евангелием. В этом и есть вся тайна религии. Дезраэли верил от всего сердца, что мир божественного происхождения. Он не мог думать о жизни и в особенности о своей, иначе, как о чуде. Его раздражали биологические науки, для которых настал, благодаря Дарвину и Гэксли, такой пышный расцвет, и которые пытались превратить чудеса в формулы. Дезраэли не считался с этими науками, и его презрение к ним не уступало его невержеству. За несколько лет до этого он, произнося в Оксфорде одну из своих знаменитых речей, защищал Евангелие против новаторов. «Милостивый государь, человек — это существо, рожденное, чтобы верить, если какая-нибудь церковь не возьмет на себя роли его руководителя и не преподнесет ему своих наставлений в виде истинной опирающейся на священные веками традиции и на убеждение несметного числа поколений, человек обретет себе идолов и храмы в своем собственном сердце и воображении. Говорят, что научные открытия не совпадают теперь с откровениями церкви. Так ведь вопрос вот в чем, кто человек, обезьяна или ангел? «Милостивый государь, я на стороне ангелов». Взрыв смеха потряс здание. На самом деле разве Дезраэли был похож на ангела? Вся Англия держалась за бока от хохота. Панч не упустил удобного случая. В нем появилась карикатура Диззи с ярко выраженными еврейскими чертами в белых одеждах с большими крыльями. А тем не менее Дезраэли никогда не был столь серьезен. Он считал, что человек нечто большее, чем машина, и что помимо материи, подчиненной физическим и химическим законом, существует еще некая субстанция, которая может быть названа душой, божеством, гениальностью, словом, та, из которой делают ангелов. Что касается сущности той или другой религии, возможно, что Дезраэли вовсе об этом не думал. Но все-таки он придерживался определенного образа мыслей на этот счет. Первой мыслью была необходимость официально установить ради спокойствия граждан и государства определенную религиозную догму. Дезраэли абсолютно не верил каким-либо этическим или эстетическим псевдорелигиям. Все религии, поклоняющиеся красоте, кончаются оргиями, говорил он. Аббату Стэнли, стороннику церкви неограниченной, то есть, говоря проще свободного понимания церковных текстов, он однажды иронически сказал, не будет догм, не будет и аббатов, господин Аббат. Дезраэли с юных лет восхищался незыблемостью римской церкви. Если не считать Рим, а только английская церковь представлялась ему единственным средством избежать брожения умов в стране. Вторая мысль заключалась в необходимости связи между правительством и церковью. С этой точки зрения положение в Англии складывалось, по мнению Дезраэли, исключительно счастливо. Король являлся одновременно и князем церкви, куда он сам назначал служителей. Таким образом, церковь, далекая от того, чтобы стать государством в государстве, империум ин империо, укрепляет авторитет государства. Это связь такого рода, какую не следовало рвать. Возможно, что отделение церкви от государства могло быть и правильным мероприятием, но Дезраэли считал его очень опасным шагом и нарушением Конституции. И так он приготовился к ведению избирательной борьбы на почве, облюбованной Гладстоном. В этой борьбе звучало парадоксом, что самым мощным защитником церкви против самого неожиданного в этом деле противника Гладстона являлся Дезраэли. Глава вторая. Горе. Хотя Гладстон достиг почтенного возраста, ему было 60 лет, но исключительная сила его темперамента требовала по меньшей мере гигантской работы. Ожидая в своем имении в Говардене результатов выборов, он иногда совершал прогулки, проходя за день по 33 мили, и все-таки вернувшись вечером еще жаждал деятельности. Очень часто он занимался рубкой деревьев. Это было его излюбленным удовольствием. Он ожесточенно набрасывался на внушительные стволы, словно на тесто розоветные предрассудки, с которыми он боролся. 1 декабря 1868 года он, засучив рукава, только что собрался приняться за работу дровосека, как ему вручили телеграмму. Королева сообщала о выезде к нему генерала Грэя. Гладстон сказал одному из своих приятелей очень знаменательно и продолжал свою работу. Через несколько минут удары топора прекратились, и Гладстон с глубокой торжественностью произнес «Моя миссия умиротворения Ирландии», а в своем дневнике он записал «Я чувствую, что всемогущий поддерживает меня и избирает для какого-то великого дела, хотя я знаю, что я не достоин его да прославится имя его». Таким образом, поддерживаемый небесными силами и опираясь на серьезное большинство в палате, Гладстон могучий телом и сильный духом чувствовал себя непобедимым. Под ударами его законодательной секиры в лесу должны были упасть наиболее ветхие дубы, но зато воздух и свет смогут проникнуть свободнее к молодняку на просеках. Говарден 13 января подготовил план моих мероприятий в отношении Ирландской церкви, работал над Гомером, срубил тополь 15 января, срубил ясень, беседа с вице-королем от церкви в Ирландии, работал над Гомером всю ночь. Иногда Гладстон отмечал, что бывали бурные, как море дни. А в это самое время Дезраэли, страдая от ревматизма и астмы, грелся на солнце на террасе в Хеггендене, наблюдал птиц, любовался цветами и размышлял над своим вновь задуманным романом. Когда Дезраэли узнал о результатах выборов и о своем поражении, первое, что пришло ему в голову, это уйти от политической жизни вовсе. По традициям того времени он мог, получив звание Пэра, найти почетный приют в Палате Лордов. После долгих размышлений он счел неудобным покинуть партию, понесшую поражение, и оставить в Палате общин пост лидера оппозиции. Когда королева пожелала узнать, какой он хотел бы награды, он попросил, чтобы Мэриан получила титул, подобающий жене Пэра, а он сам остался бы по-прежнему просто Дезраэли. После того, как королева одобрила этот проект, Дезраэли выбрал для своей жены фамилию Биконсфильд по имени маленького города в Букингемском городке, городка в Букингемском графстве. Дезраэли знал, что великий Борг, если бы он жил дольше, пожелал бы сам стать лордом Биконсфильдом. Дезраэли в романе Вивиан Грей создал тип лорда, назвав его этим именем. Дезраэли всегда любил переносить действия своих романов в жизнь. Мэриан стал обиконтессой Биконсфильд, а Дизи так и остался Дези. Те из друзей Дезраэли, которые ожидали блестящих атак с его стороны против министерства либералов, обманулись в своих расчетах. Они думали, что нахождение у власти соперника Дезраэли вдохновит их лидер, и он превзойдет самого себя. Но никогда Дезраэли не был более спокоен, бездеятелен и апатичен. Его речь по вопросу об Ирландской церкви, речь грациозная и поверхностная, походила на тюлевую, покрытую блестками юбочку Каламбины. Консервативная партия, удивленная поступками Дезраэли, спрашивала себя, о чем думал человек-загадка, произнося такую речь. Может, с него было довольно единственный раз вкусить от полноты власти? Собирался ли он во время боя покинуть свои войска? Но за непроницаемой грустной маской, забавляясь происходящим, бодрствовал живой ум, вести борьбу против полного сил большинства против этого превосходного боевого коня с пышащими огнем ноздрями, каким был Гладстон? Безумие! Дезраэли хорошо знал их, эти большинства. Опытный Берейтер отпускает повод у молодой лошади всегда подлиннее. Подлиннее! Благодаря этому она только скорее покоряется ему. У Гладстона много сил, но и пусть себе их расходуют. Пускай попробуют умиротворить Ирландию законодательными мерами. На Ирландии ломали себе шею и не такие умники. Пусть его секира опустится в гущу финансов, воспитания, армии, он встретит сопротивление, станет вялым, лезвие притупиться, тогда-то наступит время свергнуть божество, уже пошатнувшееся на своем пьедестале. А пока терпение, терпение. Пусть наше спокойствие поражает, как приятный контраст по сравнению с этой суетливостью. Драматический эффект отстолкновения этих двух противоположных характеров был так велик, что даже самим действующим лицам он, казалось, доставлял удовольствие. Иногда комедия, разыгрываемая в парламенте, доходила до фарса. Однажды Гладстон, поднявшись во весь рост изумительной мечущей молнией, осыпал с министерской скамьи соперника громовыми и дерзкими эпитетами. Каждый из них заставлял Дизраэли все ниже и ниже опускать голову. Когда его подбородок коснулся груди, спина его начала сгибаться. Он был, казалось, буквально раздавлен бьющим по нему как молот голосом Гладстона. Наконец Гладстон закончил речь таким сильным ударом кулака по большому столу, разделявшему соперников, что перья и бумага в беспорядке полетели на пол. Он сел. Безмолвная и затихшая палата усомнилась на мгновение в том, что Диззи может встать и оправдаться. Вдруг увидели, что это почти упавшее тело медленно оживает. Сначала поднялась голова, потом выпрямилась грудь. Наконец Дизраэли встал и сказал так тихо, что его едва было слышно. Многоуважаемый джентльмен говорил с большой страстью, красноречием и даже с буйством пауза, длинная пауза, но ущерб может быть возмещен. Дизраэли с трудом наклонился, поднял один за другим все предметы, разбросанные грозным гладстоном, поставил их педантично на обычное место на священном столе, с удовольствием посмотрел на восстановленный порядок и начал возражать самым звучным голосом. Это маленькое драматическое вступление, бывшее очень символичным, имело заслуженный успех. Но подобные сцены повторялись редко. Было ясно, что в настоящий момент Дизраэли не собирался свергать гладстона. Его эпиграммы носили характер любезностей. Однажды, когда гладстон запнулся среди фразы, он подсказал с готовностью «Ваше последнее слово? Революция». Когда одна из дочерей соперника спросила, встретившись с Дизраэли у кого-то на обеде, что представляет собой один иностранный министр, он ответил «Это самый опасный человек в Европе, кроме меня, если верить вашему отцу и кроме вашего отца, если верить мне». Ум Дизраэли был настолько незанят, что он еще раз перешел от действия к творчеству и работал над романом «Лотарь». Лотарь был молодым благородным англичанином, наследником состояния во вкусе Дизраэли, то есть неисчислимого. За влияние над Лотарем боролись три силы, воплощенные в трех женщинах. Они изображали римскую церковь, интернациональную революцию Победу одерживала, конечно, поборница английской церкви леди Корризанда. Сюжет был опасен, исполнение изумительное. Типы римских прилатов, революционеров, английских политических деятелей были нарисованы с изумительной отчетливостью. Книга имела очень большой успех. Никогда еще английские книгопродавцы не предлагали романа, написанного бывшим премьером. В гостинах говорили только о лотаре, лошадям, детям, духам давали название лотарей Корризанды. Эта мания перекинулась даже в Америку. Один только парламент был враждебно настроен. Партия консерваторов чувствовала острый стыд за то, что вождем у нее был романист, да еще к тому же умный. Между тем Мэриэн была очень больна. У нее с 1866 года образовался рак желудка. Она знала это и старалась скрыть от Дизи. Он, думая, что она ни о чем не подозревает, делал вид, что смотрит легко на ее болезнь. Она мужественно продолжала вести светскую жизнь. В 1872 году молодой французский дипломат увидел в одной из гостиных странное существо, разукрашенное как индийская пагода, которую он принял за старого Раджу. Это была Мэри Анн. А сзади нее стоял Дизи, нарумяниный, похожий на труп, со своим последним крашенным локоном, прильнувшим к плешивому лбу. На груди у Мэри Анн, напоминая портретом мужа. Ей исполнилось 80 лет, ему 66. Пара была смешной и трогательной. Им становилось трудно заботиться друг о друге. Иногда оба больные, они переписывались лежа в разных комнатах. Дизи, к мистерис Дизи. Я должен лежать на спине, простите, что пишу карандашом. Вы только что прислали мне самое забавное, самое очаровательное письмо, которое я когда-либо получал. Вы Гроссвеннергет превратился в госпиталь, но госпиталь с вами лучше, чем дворец с другой. Ваш Дизи. Она рассказывала друзьям, благодаря его вниманию, моя жизнь была длинной вереницей счастливых дней. Он говорил, в свою очередь, мы были женаты 30 лет, и я ни разу не соскучился с ней. Мэриан почти ничего уже больше не могла есть. Однажды на вечере у друзей у нее сделался такой приступ боли, что она была не в отказаться от выездов. Муж принужден был иногда покидать ее, но он никогда не уходил, хотя бы и ненадолго, чтобы не послать ей бесчисленных записочек. Дизик, мистерис Дизи, мне нечего сказать вам, кроме того, что я вас люблю, но боюсь, что вы найдете это немного манальным. Мистерис Дизик, Дизи, мой дорогой, вас мучительно не достает, я так благодарна вам за постоянную доброту и нежность. Так как она боялась, что не вынесет путешествия, они вместе провели лето в Лондоне. Катались в экипаже, осматривали незнакомые части города и старались забыть, что парк, раскинутый у них под окнами, назывался Гайд Парк. Потом, так как ей становилось все хуже, она заставила себя поверить тому, что Хэггенден был бы ей полезен. Но ничто не могло ее исцелить, желудок отказывался принимать какую бы то ни было пищу, хотя она буквально умирала от голода, она еще принимала кое-каких друзей, делала это очень приветливо и прогуливалась с ними в маленькой колясочке, запряженной старым пони. Как только она на минутку выходила из комнаты, Дизраэли начинал говорить о страданиях жены. Посетители в первый раз увидели это лицо, всегда такое бесстрастное, искаженным волнением и горем. Когда стало очевидно, что ей не выжить, он вызвал телеграммы Монте-Гюкорри, так как чувствовал, что не в силах один перенести катастрофу. Она умерла 15 декабря 1872 года. Вот письмо, которое нашли в ее бумагах. Мой дорогой муж, если я умру раньше вас, прикажите, чтобы нас похоронили в одной могиле. А теперь да благословит вас Бог мой добрый и мой милый. Вы мне были идеальнейшим мужем. Прощайте, дорогой Дизи, не оставайтесь один, любимый. Я надеюсь от всего сердца, что вы найдете кого-нибудь, кто будет вам так же предан, как ваша Мэри Анна. Даже самые равнодушные люди и, быть может, самые жестокие чувствуют величие подлинной скорби. Все живо сочувствовали Дизраэли. Гладстон, забыв политическую вражду, написал растроганное письмо. Мы женились, мне кажется, в одном году. Нам выпало на долю удачи целых полвека наслаждаться бесценнейшим счастьем. Хотя мне и не пришлось перенести того удара, который постиг вас, я все же могу понять, чем была для вас эта смерть, что она для вас сейчас. Кроме того, он заверял, что в этот час испытаний он глубоко страдает за него и с ним. Он был искренен, и без сомнения на минуту каждый из двух соперников показал себя другому таким, каким он был на самом деле, а не искаженным страстью борьбы. Так бывает иногда с сумасшедшим, который приходит в себя на несколько минут и забывает о безумном бреде. Потом опять окружающие линии кривятся, лица превращаются в гримасы, и ухаживающий за больным кажется чудовищем. При жизни Мэри Анн справедливо гордилась тем, что избавляла Дизи от всех мелочных забот, способных изнурять ум мужчины. Со дня его женитьбы, дом, слуги, все превратилось для него в удобные машины, и о них совсем не надо было думать. Не было заботы, которые она не смогла бы смягчить, затруднения, которые бы она мужественно не перенесла. Я никогда не знал женщины, более внимательные и умевшие лучше ободрить и поддержать. Мэри Анн умерла и больше не могла ничем помочь своему великому мужу. Она имела право пользоваться своим состоянием только пожизненно. Даже дом переходил к ее наследникам. Дизи должен был выехать оттуда и ютиться в отеле. Решится Гроссвеннер Гетт, где он провел 33 счастливых года своей жизни. Это значило вторично лишиться Мэри Анн. Это был дом, где она ждала ночь за ночью его возвращения из палаты общин. Всегда освещенный дом, огоньки которого светили ему сквозь туман, когда он шел к себе после трудного заседания. Это был очаг полный тепла и уюта, где душа и тело отдыхали, где критика звучала как похвала, а недовольство казалось лаской. Ему без сомнения уже никогда не суждено вкусить сладость настоящего очага. Одиночество гостиниц, самое ужасное из всех, нелепая мебель, тоскливые обеды, незнакомые соседи. Вот какова будет отныне его жизнь в Лондоне. Когда он говорил кучеру домой, он вдруг вспоминал, что у него нет дома и слезы выступали у него на глазах. Без секретаря Монтегю Корри, который ходил за ним как сын, без таких друзей, как Маннерсы и Ротшильды, обласкавшие его, он стал бы обломком крушения. Но дружба, как бы она ни была деликатна, не может заменить нежности женщины. В тишине одинокой комнаты отеля он ловил ускользающие воспоминания ее веселого голоса. Его политические друзья боялись, как бы горе не стало для него предлогом для того, чтобы окончательно выйти в отставку. Но случилось наоборот. Не находя в себе ничего, кроме мрачных мыслей, он стал стремиться к деятельности и, чтобы забыться, опять бросился в борьбу. Момент был как раз благоприятен. Тактика в ожидании имела хорошие результаты. Дезраэли когда-то отпустил повод Гладстону. Гладстон начал действовать в тысячи направлений. Оставалось только воспользоваться ошибками, неизбежно проистекающими из каждой активности. «Моя миссия умиротворить Ирландию», сказал когда-то говарденский дровосек, опершись на свою крепкую секиру. Чтобы выполнить эту задачу, он уничтожил в Ирландии протестантскую церковь и провел целый ряд законов, защищавших фермеров и крупных землевладельцев. Но Ирландия была умиротворена меньше, чем когда-либо. Люди в масках бросались бить палками чиновников, закалывали полисменов кинжалами, дома взлетали на воздух. Миротворец долго переносил все эти бесчинства, потом, придя в отчаяние, обратился к помощи войск. Вспоминаю, саркастически заметил Дезраэли, что один из министров Ее Величества говорил, если не ошибаюсь, в прошлом году, всякий может управлять Ирландией при помощи войск и пушек. Действительно, всякий, и даже этот глубоко уважаемый джентльмен. В иностранной политике Гладстон взял на себя арбитраж во всех вопросах, в которых была замешана Англия. Но оказалось, арбитраж был всегда не в его пользу. Самолюбие народа было задето. В одном из комических театров изображали Гладстона, принимавшим китайское посольство, которое просило у него уступить Шотландию. Первый министр размышлял, потом решал, что у него есть три выхода. Тотчас же уступить Шотландию, выждать и потом уступить или, наконец, прибегнуть к посреднику. Публика нашла шарш очень верным. Королева была на стороне публики. Она никак не могла привыкнуть к Гладстону. Ее пугала его манера рушить все, как деревья, направо и налево. Она предпочитала, чтобы лес стоял на месте. У королевы был простой и прямой ум, и она не понимала изгибов этого сложного интеллекта. Она тщетно перечитывала представляемые им проекты законов, а когда он прилагал к ним объяснительные записки, то они казались ей еще более смутными, чем проекты. После Дезраэли, всегда такого понятного и говорившего ей прежде всего надо выполнить волю Вашего Величества, она не могла выносить жесткого шотландца, который с бесконечным почтением отказывал ей во всем, чего ей хотелось. Королева заботилась о престиже Англии и считала, что Гладстон ему вредит. Она была протестанткой, а Гладстон разгонял ирландских протестантов. Она слишком уважала Конституцию, чтобы противиться постановлениям парламента, но она желала от всего сердца падения Министерства Гладстона. Начиная с 1873 года стало ясно, что ей недолго ждать. Все предварительные выборы были в пользу консерваторов. Израиль тщательно подготавлял избирательную кампанию. Уже задолго до нее каждый избирательный круг, округ, наметил в кандидаты консерватора. В Вайтхолле было учреждено нечто вроде Центрального бюро консервативной партии, где постоянные директоры глава партии вели запись всех избирательных округов, уже представивших кандидатов или собиравшихся их представить. В каждом городе должна была быть организована ассоциация консерваторов, в которой были бы представлены все классы общества. В особенности стремились привлечь рабочих. Дизраиль сам следил за тем, чтобы эта работа всюду выполнялась. Но, сдерживая нетерпение своих сторонников, он не хотел брать власти в свои руки, прежде чем энергия гладстана не истощится окончательно в новых неудачах. Опыт показал ему непрочность министерств, не поддержанных сильным большинством. К тому же налицо были все симптомы приближавшегося конца. В речи произнесенной Дизраиль в Манчестере он описал агонию умирающего министерства. Это ненормальное возбуждение, достигнув своего пароксизма, окончилось прострацией. Некоторые пришли в уныние, а знаменитый вождь колебался между угрозами и вздохами. Я сидел в парламенте против их скамьи, и мне все время казалось, что я вижу один из приморских пейзажей, которые часто встречаются на берегах Южной Америки. Перед вами ряд потухших вулканов. Пламя ни на минуту не вспыхнет над этими безжизненными хребтами, но они еще опасны. Земля от времени до времени дрожит, и слышен глухой рев моря. Глава третья. В обществе бабушек. Несмотря на постоянный успех в политической жизни, зима в этом году после смерти Мэри Анн прошла ужасающе печально. Дизи не только потерял самое любимое в мире существо, но у него осталась безмерная жажда нежности, которую нечем было удовлетворить. Одной только Мэри Анн поведал сфинкс свою скрытую от всех тайну. Это была робость. Робость зародилась у Дизраэли в детстве, во время преследований в школе. Она усиливалась, хотя и прикрытая маской наружной дерзости от враждебности лордов, смягчилась в зрелом возрасте нежнейшей дружбы и, наконец, совсем пропала от уверенности, которую дает власть. Но природная робость успела изменить характер Дизраэли и наложила отпечаток на все его черты. В частности, она мешала ему находить подлинную радость в обществе людей. Чтобы чувствовать себя равным, он должен был над ними властвовать. Каждый англичанин, оставшись один, стремился бы проводить свободное время в клубе, но он ненавидел этот обычай. «Много есть в жизни отвратительного», говорил он, «но хуже всего обет в обществе мужчин». Когда-то он написал Мэриан, «мне нужно, чтобы моя жизнь была вся любовь». С тех пор его возраст увеличился вдвое, но потребность у любви была все та же. «Я хочу или абсолютного одиночества, или абсолютной симпатии», писал он теперь, «естественное стремление раненого сердца». Несколько месяцев подряд он бывал только у очень близких друзей и проводил все свободное от парламентских заседаний время в Хегендене, где занимался разборкой бумаг покойной жены. Он бывал тронут до слез, находя обрывок бумаги, где ее рукой было нацарапано несколько слов. Он чувствовал себя таким одиноким, что сколько-нибудь нежное письмо было для него как парус для выброшенного крушением на необитаемый остров. Все корреспондентки покойные тоже умерли, и с ними очарование и радость тысячи мелочей, ценных только тогда, когда ими можно с кем-нибудь поделиться, и которые одни только могут скрасить долгую комедию жизни. Весной, придя к кому-то, он случайно встретился с друзьями своей юности, с двумя сестрами, леди Честерфильд и леди Бледфорд. Анне, графине Честерфильд, было 70 лет, Селине, графине Бледфорд, 55, и обе они были бабушками. Дезраэлиф вспомнил с ними детство, когда они были его соседками, они жили в то время недалеко от Бреденхэма, поговорил о блестящем костюмированном вечере, где леди Честерфильд появилась, одетая султаншей, ее сестра, красавица мистери Сансон, была греческой рабыней с распущенными волосами, а леди Лондон Дерри клеопатрой, увешанной рубинами. Мистери Сансон уже не было в живых, Фанни Лондон Дерри также умерла, но леди Честерфильд и леди Бледфорд все еще были довольно привлекательны. Встреча обрадовала их, было взаимно обещано писать и видеться. Когда наступило лето, Дезраэли получил приглашение на несколько дней к одной из сестер, потом к другой, а уже зимой он жил только ради восхитительного общества двух самых любимых мною особ. Сестры не походили друг на друга. Леди Честерфильд более пожилая, была спокойнее и нежнее, леди Бледфорд кокетливее. Леди Честерфильд прочла все романы Дезраэли, леди Бледфорд начинала их читать, зевала и перепутывала всех героев. Леди Честерфильд, обладавшая ровным характером, была лучшим другом, но леди Бледфорд, более причудливая и менее верная, возбуждала более нежные чувства. Дезраэли писал им обеим более чем дружеские письма. Семидесятилетняя вдова леди Честерфильд только улыбалась. Леди Бледфорд, имевшая идеального мужа и дочерей невест, сердилась и несколько раз грозила прекратить переписку, если она будет вестись в таком пламенном тоне. Дезраэли вообще никогда не выносил разлуки, хотя бы на несколько дней с теми, кого любил. Чтобы закрепить за собой навсегда общество двух сестер, он предложил леди Честерфильд жениться на ней. Она отказала ему, во-первых, потому что брак в ее возрасте был бы смешон, а главным образом потому, что Дезраэли был влюблен в ее сестру. Она стала поверенной и другом. Лидер оппозиции находил каждый день время для записочки только одной, только другой из несравненных сестер. Самая соблазнительная из женщин никогда не была так восхитительна, как сегодня. Я мог бы сидеть там всегда, любуясь ее движениями, из которых каждая воплощенная грация, и слушать ее блестящую беседу. Но, увы, порой ужасная мысль мелькала в моей голове это свидание, думал я. Может быть, прощальное свидание. Неужели вечно придется расставаться? Я убежден, что самое большое несчастье это иметь сердце, которое не хочет стареть. Достигший власти старик, измученный заботами, несший на себя ответственность за целую страну, чувствовал себя так, как будто он все еще прежний молодой человек. Может быть, стариком он был даже более склонен к романтике. В сердце молодого человека чистолюбие как-то боролось с любовью. Я достаточно жил и знаю, что сумерки любви по-своему ослепительны и богаты, и, быть может, старики обладают даже большей жадностью к счастью. Он был ослеплен тем, что ему еще желан на чье-то присутствие, что для него радость видеть, как дышит женщина, сознавал всю сладость дней, проведенных с нею, помнил, что вообще уже дней осталось немного и не мог себе представить разлуку с любимой. Видеть вас или хотя бы получать ваши письма абсолютно необходимо для того, чтобы я был жив. Видеть вас в обществе радость, но радость совсем другая, чем видеть вас одну. Оба рода удовлетворения, чарующие каждый по-своему, как сияние луны и блеск солнца. Он охотно стал бы ее посещать, но леди Блетфорд была занята и положила предел. Три раза в неделю, как мало. Где-то устроили балмаскарад, и старый министр захотел пойти туда, нарядившись в домино. Когда он попросил Селину приколоть на грудь цветок, чтобы он смог ее узнать, она холодно посоветовала ему не ходить на бал. Он немного надулся и пожаловался своей ненаглядной леди Честерфильд. Она передала сестре, что он несчастен, и он получил письмецо немного помягче, которое он прижал к губам. Так заигрывал этот старый альцест с очаровательной и перезрелой Селиной. Но он совсем не забыл о Мэриан. Всю свою жизнь после ее смерти он писал письма и даже любовные письма на траурной бумаге с черной каймой. И это не было фальшью. Леди Блетфорд, случайно получив один раз письмо на простой белой бумаге, написала ему, что рада этому. Вы говорите, что были довольны тем, что я пишу на белой бумаге. Да, странно это. Мне всегда казалось, что не желая снимать траура, королева поддавалась какому-то болезненному чувству. А теперь я сам поступаю, как она и так и буду, вероятно, поступать. Он кончал разбирать бумаги, оставшиеся в Хеггендене. На каждом шагу он встречал тысячи воспоминаний о заботливой привязанности жены. Каждые две недели в течение тридцати лет Мэриан стригла мужу волосы и сохраняла обрезки в маленьком запечатанном пакетике. Он нашел их сотни. Он нашел также тысячи писем. Все письма Бульвера, Альфреда Дорсей, Жоржа Смита, последнюю записку леди Блессингтон. Сколько теней осаждали его теперь. Наконец, Гладстон назначил выборы. Общественное мнение настолько изменилось, что Дезраэли рассчитывал на разделение голосов и, может быть, даже на победу консерваторов. В период выборов он каждый день писал леди Блетфорд. Вскоре он смог сообщить ей, что его партия выиграла сначала 10 мест в парламенте, потом 20, потом 40, и, наконец, что Гладстон окончательно провалился. Консерваторы получили на 50 голосов больше, чем все партии в целом, и на 100 больше партии либералов. Наконец, было доказано, что весь народ, как Дезраэли всегда и думал, может при выборах стать на сторону консерваторов. Все старые противники партии забыли прежнее недоброжелательство, клуб Карлтон наполнился возбужденной толпой, которая требовала к себе вождя, подобно своре собак, зовущий лаем егеря в первый же день оттепели. Гладстон решил подать в отставку, не дожидаясь созыва парламента, и объявил, что он не останется лидером партии. Он хотел быть простым депутатом и не собирался регулярно посещать заседаний. Ему исполнилось 65 лет, это был тот возраст, задолго до которого все общественные деятели этого времени заканчивали свою политическую жизнь. Он хотел только одного, погрузиться в религию и приготовиться к смерти. Своим решением он поделился с королевой, и его величество согласилось с ним охотно и только для приличия, вежливо и опять призвала Дезраэли. Одной из первых забот своего нового министра было обеспечить своей дорогой селине влиятельное положение в дворце королевы. Когда опять собрался парламент, Дезраэли сказал несколько слов, выражавших симпатию к Гладстону. Последний сознавал, насколько великодушен был этот поступок. Дезраэли умел брать выигрыш так же, как умел его терять. И все-таки каждый раз, когда он думал об этом человеке, Гладстон охватывало негодование, и в нем закипал гнев, неутолимый гнев Ахилла. Глава четвертая. Вождь. Вождь. Вот как отныне консерваторы называют Дезраэли, и это слово прекрасно выражает перемену в его судьбе. Гениальный авантюрист, чей авторитет более или менее признавался одними и оспаривался другими, кого называли то нежно, то презрительно Диззи, этот авантюрист стал предметом уважения. Помог этому и возраст. Старость вообще достоинство для политического деятеля в Англии же особенно. Ни один народ не восхищается так красотой, наложенной на все временем. Англичане любят старых государственных деятелей, истрепанных и отшлифованных борьбой, как любят старую кожу и старое дерево. Консерваторы не всегда хорошо разбирались в политике своего вождя, но он привел их к самым блестящим победам, когда-либо выпадавшим на долю любой партии. Его ворожба, не всегда понятная, была всесильна. За исключением нескольких стариков, почти все члены партии помнили его как вождя консерваторов, то совместно с лордом Дерби, то одного. Многие связывали с его именем какой-то намек на тайну Востока, но не пугались этого, как прекрасные ворота арабской архитектуры, перенесенные по одному камню колонистам, снова высятся на аккуратно подстриженные лужайки, одеваются в плющи ползучие розы, постепенно приобретая чисто английскую прелесть, и не внося диссонанса вливаются в общую гармонию листвы, так и старик Дезрэйли, усвоивший все достоинства, недостатки и предрассудки британской нации, стал естественным украшением парламента и общества. Если внимательный прохожий мог иногда различить под темной листвой немного странный изгиб арки или причудливую линию арабесков, то эта легкая дисгармония прибавляла только лишнюю красоту благородной развалине, сообщая ей едва уловимый оттенок поэзии и мощи. С этого времени со стороны партии кроме уважения начинает проглядывать настоящая любовь. Открытых врагов мало. Почти все признают благородство и доброту вождя. Даже противники знают, что если он умеет жестоко покарать врага равного ему по силе, он всегда щадит более слабого оратора. Пример с Пилем и Гладстоном показал, что он никогда не бьет лежачего. Во время своего короткого пребывания его власти в 1868 году он установил пенсию детям Лича, карикатуриста из журнала Панч, безжалостно преследовавшего Дезраэли в течение 30 лет. Теперь в 1874 году его первым делом было предложить самое лучшее положение Карлейлю, который когда-то спрашивал, долго ли еще Джон Буль позволит этой нелепой обезьяне танцевать на своем животе. Когда кто-то из более злопамятных единомышленников удивился его доброте, Дезраэли сказал, я никогда не забочусь о мести, но если меня кто-нибудь обидит, я пишу его имя на клочке бумаги и запираю в ящик стола. Поразительно, с какой быстротой забываются эти этикетки с именами. Опираясь на сильное большинство, поддержанный королевой, которая с нескрываемой радостью встретила его возвращение на пост министра, он достиг того, о чем мечтал всю жизнь, достиг власти. Забылись все раны, нанесенные ему в молодости, он говорил леди Доротина Виль, прежней поверенной всех его горести, теперь все хорошо, я чувствую, что мое положение прочно. Уверенность в победе освобождает его от постоянной напряженности, никогда еще он не был настолько самим собой, а главное он знает, что теперь его примут таким, какой он есть, он дает себе волю, ум его не так черств и менее саркастичен, он не так скрытен во всем, что относится к его грустной юности, он рассказывает другим свое прошлое, которое он теперь искупил настоящим. Гуляя с леди Дерби под буками и показывая ей Брэденхэм, он говорит внезапно здесь я провел несчастнейшую молодость. Почему несчастнейшую? Наверное, вы были здесь счастливы? Нет, не был. Меня гладало невыносимое честолюбие и не было никакой возможности его удовлетворить. Нет больше оснований для снобизма, когда какой-то герцог старается его смутить, он говорит, что мне герцоги, я сам их делаю. И это правда, далеко то время, когда Исаак Дезраили спрашивала, откуда ты, Бен, знаешь герцогов? Принцесса королевской крови для него просто молодая женщина, для которой он не желает встать пораньше. Королева нечто привычное, свое, старый друг, немного требовательный, но любимый. Да, на этот раз он дошел до вершины. Больше он не испытывает беспокойной потребности идти все выше и выше, обгонять других. Наконец-то он должен быть счастлив. Но другу, приносящему ему поздравления, он говорит, видите ли, все это опоздало на двадцать лет. Дайте мне ваше здоровье и ваш возраст. Кто-то слышит, как он шепчет власть. Она слишком по утрам. Я чувствовал себя в силах свергать государство и династии. Но это время прошло. Он всегда был таким страстным поклонником юности и растратил свою только потому, что ему пришлось начинать слишком издалека. Понадобилось сорок лет, чтобы достичь того места, откуда отправлялись Пиль, Гватстон и Маннерс. Несчастьем было его происхождение, несчастьем самым тяжелым, потому что оно было несправедливо. А теперь все пришло, но поздно, он едва только стал министром, а тело его уже трещит по всем швам. У него приступ подагры и приходится отправляться в парламент в домашних туфлях. У него астма и его утомляет публичная речь. И никого нет возле, кроме верного Монтегю Кори поухаживать, когда он болен. Славе только одна цена. Ее можно положить к ногам тех, кого любишь. А что делать с этой славой совершенно ненужной? Может быть я утомлен до изнеможения, я глубоко несчастлив. Не думаю, чтобы в мире было существо несчастнее меня. Успех, состояние, слава, даже власть могут увеличить уже существующее счастье, но никогда не создадут его. Счастье только в привязанности. Я одинок и у меня нет никакой поддержки, кроме нескольких слов, выражающих симпатию на бумаге, да и то скупую. Это ужасное существование, почти невыносимое. Какую реальную радость может дать власть, спрашивает себя Дизраэли. Только одну, обилие дел, дающих возможность забыться. Но зато столько неприятностей, стоит куда-нибудь поехать, на каждой станции восторженная толпа кричит «Вот он!» и мальчики бегут позади, свозинутым ртом, толпятся перед купе, девушки просят дать автограф, музыканты встречают у дверей отеля. Дизраэли не был создан для такой популярности. Однажды, когда он в ожидании в Свиндоне поезда медленно шагал по платформе, к нему подошел какой-то путешествующий коммерсант, сердечный и грубоватый. «Я всегда голосовал за вас, мистер Дизраэли, вот уже двадцать лет, и мне хотелось бы пожать вам руку». Дизраэли поднял на него усталые глаза и покачал головой. «Я вас не знаю», сказал он и зашагал дальше. При подобной встрече Гладстон пожал обладал экспансивностью здорового дровосека. А Дизраэли был стар, болен и утомлен. Все еще повторяют его словечки, но они звучат уже совсем в другом тоне. Еле уловимый оттенок иронии все еще мерцает в этом море печали. «Вам там совсем хорошо, мистер Дизраэли?» «Никому не бывает совсем хорошо». Если хозяйка дома спрашивает, чем бы его развлечь, он отвечает, «Ак дайте мне просто спокойно пожить». В убежденном теле живет еще только одна страсть — любовь к фантастике. Когда он остается один, обреченный из-за болезни молчать, не двигаться и даже не читать, он с радостью художника вспоминает свою чудесную жизнь. Найдется ли в сказках «Тысяча и одной ночи», где сапожник становится султаном что-нибудь изумительнее Дизраэли? Не воплотил ли он в мельчайших деталях мечтания юноши, лежавшего под деревьями в итальянском саду, прислушиваясь к дедушкиной мандолине. Я, наконец, воплотил свою мечту. У него все еще сохранилась склонность к рыцарству и рыцарским поступкам. Молодая Англия еще жива в этом старом сердце. Среди своих бабушек, как насмешливо говорит русский посланник, он мнит себя в судилище королевы красоты. Он учреждает орден из своих приятельниц и раздает каждому новому члену брошь в виде пчелы. Правда, в этот орден входят главным образом бабушки, леди Частерфильд, леди Брэдфорд, но иногда и молоденькие девушки, как принцесса Беатриса с разрешения королевы. И без сомнения гроссмейстером является сама королева, причем она называется уже не королевой, а феей. Осборн. Тенистая зелень баюкает взор после ослепительного калейдоскопа путешествия. Из замка видна синяя бухта, испещренная белыми парусами. Старый гость едва успевает присесть в отведенной для него комнате. Царственная хозяйка дома зовет его к себе. Он спускается вниз, она встречает его с такой радостью, что он сомневается, одну минуту не хочет ли она его поцеловать. Она так сияет улыбками, что кажется молодой и почти красивой. Она щебечет и порхает по комнате, как птичка. Она счастлива, с ней опять любимый министр, единственный, с которым она чувствует себя уверенно. Потому что жизнь королевы не была легкой. Она непопулярна. Очень непопулярна. Она видела, как в Лондоне поворачивались спиной к ее карете. Сначала это было из-за лорда Мельбурна, потом из-за бедного Альберта, так как народ не мог ему простить его немецкого происхождения. Наконец королеву упрекали за траур, и никто из министров не встал на ее защиту. Все эти виги завидуют тому, кто на троне. Один Дезраэли разделяет взгляды королевы на монархию. Конечно, он не считает возможным, чтобы монарх мог противиться постановлениям парламента. Но он думает, что опыт и мудрость бесстрастного и постоянного советника являются ценным балластом для государственного корабля. Дезраэли так хорошо выражает все эти мысли, давно приходившие в голову королеве. Ах, подумать только, что у вас подагра. Как вы, должно быть, страдаете. Вам нельзя стоять. Сейчас вам принесут стул. Дезраэли ошеломлено и небывалой милостью. Никто еще никогда не сидел на аудиенции королевы. Когда-то лорд Дербер сказал ему, как королева, заметив однажды, что он совсем болен, сказала ему, в виде большой милости, очень сожалею, что этикет не позволяет мне попросить вас сесть. Дезраэли вспоминает все это, удовлетворенно вздыхает, но отказывается. Он может постоять. Королева становится все более милостивой. Она открывает ему свое сердце и, зная, что он любопытен, дает читать секретную переписку. Она говорит безумолку. Она говорит, что когда-то Мэриан, как только женщины, умеют говорить. Но королева очень возвысилась во мнении Дезраэли. У нее много здравого смысла и она верно оценивает характеры. Например, она ясно видит, что представляет собой Гладстон. Какое счастье для Дезраэли, что в Англии королева, а не король. За обедом ведется живой и приятный разговор. Дезраэли никогда еще не чувствовал себя так смело. Он говорит все, что ему хочется сказать в самых изумительных выражениях, и королева думает, что никогда не видела более прекрасного существа. Она восхищена дерзкой простотой, с которой он спрашивает у нее через стол, правда ли, что лорд Мельбурн говорил вашему величеству вы это сделаете, а этого делать не будете. Иногда, когда они остаются одни, комплименты министра становятся цветистыми и почти неприкрытыми, но королева объясняет это его восточным происхождением. Королева любит восток, ей нравится, когда за ее стулом стоит слуга-индус, а во главе ее государства этот великий визирь, искусный и чувствительный. Она его приглашает всюду. Она просила его приехать в Бальмурал, в Шотландию, где жизнь проще, естественнее. К сожалению, гость часто болен. Его утомляют длинные путешествия. Королева посылает в комнату Дизраэли своего придворного медика, сэра Вильяма Дженнера. Сэр Вильям требует, чтобы премьер полежал в постели. Утром королева придет его навестить. Как вам это покажется, пишет он леди Честерфильд, министр, принимающий королеву в халате и туфлях. Видя его таким беспомощным, она становится заботлива, как мать. Теперь отношения между ними просто человеческие отношения. Она говорит об Альберте, а он о Мэриан. Министр и королева оба когда-то были счастливы в браке. Это еще больше их связывает. Вернувшись в Лондон, он получает корзину цветов. Мистер Дизраэли приносит смиренную признательность вашему величеству. Вчера вечером ему доставили в Уайт-Холл корзину, чрезвычайно хрупкую на вид. Когда он открыл ее, он сначала подумал, что ваше величество прислало ему все существующие звезды и ордена. Иллюзия эта была так обильна и так сильна, что, отправляясь вечером на банкет в общество людей с лентами и орденами, он не удержался от искушения приколоть себе на грудь несколько подснежников, желая показать, что у него есть звезды, пожалованные обворожительной монархиней. Позже ночью ему пришло в голову, что все это просто волшебство, что это сказочный дар, присланный другой королевой, феей Титании. Она рвет со своими придворными цветы на зачарованном острове и дарит смертным подснежники, которые, слышал я, кружат голову всем, кто их получает. Глава пятая Слово и дело Эпиграф Думать легко, действовать трудно, действовать согласно тому, как думаешь, самое трудное в мире. Гёте В хорошо организованной стране со старой и нетронутой культурой скорее власть распоряжается человеком, чем человек властью. Бонапарту, вступившему на престол в государстве, где после революции все начиналось сначала, было легко заставить нацию целых сто лет думать, как думал он. Дезраэли же, став первым министром Англии, может развивать свою деятельность только в очень узких рамках. События ежедневно толкают на поступки часто нежелательные. Дни уходят на то, чтобы исправлять ошибки какого-нибудь дурака или бороться против упрямства друга. Бесполезно было бы вырабатывать широкий план действий. Дезраэли слишком много жил, чтобы не знать этого. С первых же дней организации нового министерства духовенства и королева заставляют министра защищать проект закона против обрядностей, то есть против римских обычаев в англиканской церкви. Священники преследуются, если их пышные облачения или блестящие алтари оскорбляют взор протестанта. Дезраэли до смерти боялся вмешиваться в жизнь церкви, он знал, что это заставит страсть разбушеваться. Даже в маленьком приходе Хэггендена и то уже идет целая война между сторонниками тарелочек для сборов и сторонниками закрытых кружек. Но епископы настойчивы. Королева вмешивается в это дело и ее искреннее желание, чтобы мистер Дезраэли сделал все, что можно, но так, чтобы не создать затруднений для правительства. И министр должен убить первые недели своего властвования на то, чтобы сначала исправлять, потом защищать проект, который он считает неуместным. Но эти меры, неодобряемые им самим, увеличивают на время его популярность. Странная весь жизнь. Ему хочется связать свое имя совсем не с репрессиями, наоборот, он хотел бы, чтобы господство консерваторов ознаменовалось мягкой политикой. Настал момент провести в жизнь мысли, изложенные в Кониксбе и в Сибири. Один за другим издаются законы равенства взаимных обязательств рабочих и работодателей, расширение прав профессиональных союзов, сокращение рабочего дня до 56 часов в неделю, работа по субботам до полудня и много мер по оздоровлению и санитарии. Лозунгом партии, говорит Дезраэли, должно быть санитас санитатум это омнио санитас. Политика чистильщика нечистот, говорят противники. Здоровое здоровье и всяческое здоровье. Так звучит этот лозунг в переводе с латыни. Другая мысль, взлелеенная еще в юности и, наконец, вместе с ним ставшая могучей, мысль об империи, о том, что Англию нельзя рассматривать отдельно от ее колоний. Еще 20 лет тому назад он предложил Дербе разрешить колониям иметь своих представителей и образовать имперский парламент. 40 лет тому назад он воспевал федерализм, предвидя его гениальное будущее. Всякий раз, когда кто-нибудь из утилитаристов доказывал в парламенте, что колония, особенно Индия, драгоценность, слишком дорого стоящая короне, и что лучше было бы от них отказаться, Дезраэли вставал и напоминал о том, что Англия ничто, если она не станет митрополией огромной колониальной империи, и что противники колониальной политики, имея в виду только финансовые интересы, пренебрегают требованиями политической мощи страны, которая одна делает нации великими. У Дезраэли выработана целая программа организации этой империи. Автономия колоний, сопровождаемая имперским таможенным тарифом, правом короны занимать вновь открытые земли, общим военным соглашением и, наконец, созданием в Лондоне имперского парламента. Эта политика настолько нова и кажется такой дерзкой, что нельзя, Дезраэли это знает, сейчас же ее применить, но он пользуется каждым случаем, чтобы блестяще доказать свое мнение и важность избранного им империалистического пути. 15 ноября 1875 года один журналист, Фредерик Гринвуд, заходит в Министерство иностранных дел повидать лорда Дерби. Накануне Гринвуд обедал с одним финансистом, хорошо знающим Египет, и узнал, что Хидив, нуждаясь в деньгах, хочет заложить свои 177 тысяч акций Суэцкого канала. Всего суетских акций было 400 тысяч, и большинство из них сосредоточивалось в руках французских капиталистов. Гринвуд полагает, что в интересах Англии приобрести акции Хидива, так как Суэцкий канал «Путь в Индию». Дерби не очень поддается на это, он боится широких замыслов, но у Дезраэли разгорается творческое воображение. Он телеграфирует английскому агенту в Египте и узнает, что Хидив был бы рад вступить в договор с Англией, но деньги ему нужны немедленно. Однако сессия парламента еще не скоро, а 4 миллиона фунтов стерлингов это такая сумма, которую нельзя взять из бюджета. Нужен кредит. «Так спешно, что еле сможешь вздохнуть, но операцию эту все-таки надо проделать», пишет Дезраэли королеве. Французское правительство не чинит никаких препятствий, наоборот, герцог Декас очень ищет поддержки Дезраэли против Бисмарка и уговаривает французские банки, отказывающие в содействии. Итак, для этого нужно 4 миллиона фунтов. В тот день, когда кабинет обсуждает этот вопрос, Монтегю Корри ждет в передней. Вождь просовывает голову в прикрытую дверь и говорит «Да». Через 10 минут Корри уже у Ротшильда, которого застает за обедом, и говорит ему, что Дезраэли нуждается в 4 миллионах к следующему утру. Ротшильд, заедая обед гроздью винограда, берет ягодку, давит ее и говорит «Какая гарантия? Британское государство». «Хорошо». Мистер Дезраэли со смиренным почтением пишет ее величеству «Все готово, а не у вас, государыня, эти 4 миллиона фунтов, и почти в одну минуту есть только один человек, который смог их дать, это Ротшильд. Он вел себя изумительно, дал деньги под очень маленький процент, и все акции Хедива теперь в руках вашего величества». Королева была в восторге. Дезраэли никогда не видел ее такой сияющей. Она оставила его обедать и осыпала его множеством дружеских шуток. Больше всего восхищала фею Титанию мысль, что Бисмарк в ярости, так как несколько дней там назад он дерзко заявил, что Англия потеряла всякую политическую мощь. Во времена Гладстана Англия вела нейтральную политику, Франция была изнурена войной, и немецкий канцлер привык играть роль господина Европы. При Дезраэли Англия приобрела успех во внешней политике, у нее были свои желания, с которыми приходилось уже считаться. В 1875 году, когда Бисмарк после угроз по адресу Бельгии принялся за Францию, Дезраэли написала леди Честерфильд «В самом деле Бисмарк второй, но старый Бонапарт, и надо его наконец обуздать». Он поговорил об этом с королевой, она согласилась и предложила написать русскому императору. Англия и Россия одновременно нажали на Берлин, Бисмарк забил отбой, возвращение Англии к континентальной политике было большим успехом. Королева расцвела, какой сильный чувствовал она себя за спиной у такого советника, как Дезраэли. Неожиданно она потребовала себе титул императрицы Индии. В 1858 году, когда Индия была присоединена к короне, вопрос об этом уже поднимался и в принципе Дезраэли и не возражал, но в 1875 году момент был неблагоприятен. Дезраэли знал, что эту затею не в английском духе припишут любви первого министра к восточным побрякушкам. Он приложил все усилия, чтобы уговорить королеву выждать несколько лет. Все было тщетно. Она не уступала и пришлось выработать проект закона. Публика возмущалась. Англичане не любят перемен. Королева всегда была королевой, пусть она и останется ей. Титул императора говорили Пуритане связан с представлением о битвах, репрессиях и даже о разврате. Сочинили памфлеты, как маленький Бен Метардотель переменил вывеску на харчевне королевы, гостиницы императрицы с ограниченными правами. И как из этого вышла Диззи бен Диззи или багдадский сирота. Иностранные посольства находили все это комичным. У Диззи все это фантазия художника, и фантазия парвеню. Ей кажется, что она будет иметь большое значение, и что ее дети лучше устроятся под защитой императорского титула. Мне кажется, что они напрасно приподнимают завесу, которая должна скрывать происхождение королей. С этим не играют. Надо родиться императором и королем, но очень опасно делаться им искусственно. Диззи пришлось всех успокаивать. Когда речь шла о дурных воспоминаниях, связанных с именем императора, он замечал, что в золотой век человечества был как раз в эпоху императоров из династии Антонинов. Что же касается титула, то королеву будут называть в Англии королевой во всех документах, имеющих отношение к Европе, и только в правительственных актах, касающихся Индии, и в офицерских послужных списках, так как офицеры могут посылаться на службу в Индию, после слов защитницы веры будут прибавлять и императрица Индии. Королева была очень огорчена, что ее закон встретил такое сопротивление, а главное, ей были неприятны личные выпады, невольно вызванные ею против ее милого министра Дизраэли. Но это заставило ее только еще сильнее привязаться к нему. Когда она получила наконец жеванный титул, она написала ему благодарственное письмо, и радуясь, как ребенок, подписала Виктория, королева и императрица. Потом новая императрица устроила обед, и появилась на нем наперекор своим обычаям с залитой восточными драгоценностями, принесенными ей в дар индусскими принцами. К концу обеда Дизраэли сознательно против всех правил этикетов встал, предложил тост за здоровье императрицы Индии и произнес короткую речь, образную, как персидская поэма. Королева, нисколько не возмущенная нарушением этикета, ответила улыбкой и поклоном, почти что реверансом. Политический корабль, качаясь на волнах судьбы, завися от благоприятных ветров, от одобрения палаты лордов и капризов королевы, шел неплохим ходом. Но рулевой был очень болен. Его здоровье становилось так плохо, что он не раз напоминал королеве о своем желании уйти от власти. Но этого-то она и не допускала. Она решила, что ей будет легко провести премьера в палату лордов, где усталости будет меньше и откуда он сможет всем управлять. На этот раз Дезраэли согласился. Он принял имя, которое когда-то было пожаловано Мэриан, Биконсфильд, но покойная была всего-навсего виконтессой, а Дезраэли превратился в виконта Хэггендена графа Биконсфильда. «Ах, граф!» сказал с иронией Гладстон, узнав о новой метаморфозе с Дезраэли. «Не могу ему простить, что он не назвался герцогом. Чтобы избежать сцены ухода, трогательной, но дурного тона, Дезраэли выступил в последний раз в палате общины накануне того дня, когда должен был быть объявлен его переход в палату лордов. Тайна была строго соблюдена, и депутаты не подозревали, что они слушают своего лидера в последний раз. Когда заседание окончилось, он медленно прошел по залу и дошел до барьера в конце его. Там он обернулся и смотрел с минуту на скамьи, галереи, на место, с которого он когда-то произнес свою первую речь, на скамью казначейства, где он некогда видел массивную фигуру и прекрасное лицо пиля, на ряды оппозиции, где он так долго был сам. Потом он вернулся, прошел мимо кресла спикера и, завернувшись в широкое белое пальто, опираясь на руку секретаря, вышел. Проходивший мимо юноша увидел с недоумением, что у старика на глазах были слезы. Когда на другой день началось заседание и депутаты узнали новость, они взволнованно столпились группами. Все говорили тихо, как будто в зале стоял покойник. Один из противников дизраиды, сэр Вильям Харкурт, написал ему, «Я не представлял себе, что времена, перемена будет так чувствительна. Ушло все рыцарство, все очарование, которое было для нас в политике, осталась одна рутина». Это было выражением чувств всей палаты. Интерес старика к жизни заражал окружающих. С ним никогда нельзя было сказать, что будет завтра, но можно было быть уверенным, что скучать не придется. Он искупал всеобщую пошлость. Присутствие этого великого творца жизни превращало прение в произведение искусства. Он не только сам был блестящ, он по неволе заставлял блестеть и других. Завоевав авторитет, он пользовался им, чтобы приучить всех к рыцарской вежливости и соблюдению приличий. Когда кто-либо из его единомышленников прерывал его, он оборачивался и бросал ему недовольный взгляд. На прение в финансах он смотрел, как на турнир и заставлял других смотреть так же. «Ваш уход», писал ему Маннер, «сотнял у меня весь личный интерес к жизни палаты общин». А сэр Вильям Харкурт говорил, «Теперь игра будет шахматной доской с отданной королевой». И он цитировал в конце письма слова Маттернихана «Смерть Наполеона». «Вы, может быть, думаете, что я счастлив узнать о его смерти, так как вы был из строя великий политический противник? Как раз наоборот, я испытываю грусть при мысли, что больше не придется общаться с этим великим умом». «Увы», писал, «Еще кто-то «мы не увидим равного вам». Прошло время гигантов». Через некоторое время королева открывала сессию парламента, и рядом с ней стояла странная неподвижная фигура, закутанная в пурпур гороностай. Это был вновь пожалованный лорд Беконсфильд. Самые хорошенькие дамы пришли посмотреть, как он займет свое новое место. Его спутниками были Дерби и Блетфорд. Совершенно спокойно он кланялся, пожимал руки, приподнимал шляпу, как того требовал церемониал. Потом, став лидером консерваторов в Палате Лордов с того дня, как он туда попал, он выступил на первом же заседании. Когда-то в 25 лет он писал в молодом герцоге. Одно мне ясно, нужно иметь два разных стиля для Палаты Общины и для Палаты Лордов. Если у меня будет время, я дам обращик каждого в течение моей политической карьеры. В Палате Общин я возьму за пример Дон Жуана, в Палате Лордов буду подражать потерянному раю. Он в обоих случаях ошибся, но если он потратил немало времени в Палате Общин, чтобы отказаться от воеронизма, то став более опытным, он не прибегнул к мильтоновскому стилю для разговора с лордами. Разница в оттенках между двумя палатами все-таки существовала, но еле заметная, более неуловимая, чем он думал в юности. Он художественно отметил это. Я умер, сказал он после своего первого заседания. Умер, но я в Елисейских полях. Глава шестая, турецкие зверства. Эпиграф. Ты мне напоминаешь некоторых англичан. Чем больше эмансипируется их мысль, тем больше они цепляются за мораль. Андре Жит. В июле 1875 года в Боснии и Герцеговине кучка крестьян восстала против турок, обращавшихся с неверными, подданными, как с собаками. Эпизод был незначителен, но его раздули. Бессидая порта удивила всех. Собрать двухтысячную армию и послать ее в Боснию, видимо, показалось ей у сложной военной операции. Кроме того, не хватало денег. Видя пассивность Турции, Россия деятельно зашевелилась. Тайные комитеты, организованные русским православным братством Кирилла и Мефодия, начали вести антитурецкую пропаганду во всех балканских деревушках. Россию толкали две причины. Первая была сентиментального порядка, русские чувствовали себя происхождением братьями болгар и сербов. Другая причина была политическая. Россия нуждалась в доступе к Средиземному морю и надеялась получить его или путем завоевания Константинополя и проливов, или путем эмансипации Болгарии и Сербии в ассальных княжеств под русским протекторатом. Израиль ничего так не боялся на свете, как пустить русских на Средиземное море. Первым и основным правилом британской политики было свободное сообщение с Индией и Австралией. На суше это сообщение было возможно только через владение дружественной Турцией. На море путь в Индию лежал через Суэцкий канал, очень уязвимый в том случае, если турецкие владения в Азии будут в руках врагов. Роль России во всем этом деле была очень подозрительна. Россия могла питать широкие опасные замыслы. Надо было держать ухо востро с самого же начала. Израиль хорошо помнил завязку Крымской войны. Он видел тогда, как мирно настроенный человек лорд Эбердин был вовлечен в войну именно благодаря своему страху перед войной. Лучшим средством обеспечить мир казалось, была точно установленная позиция, дальше которой нельзя было отступать. Когда вслед за Боснией восстала Болгария, когда Россия, Германия и Австрия, написав суровый меморандум, направленный против Турции, предложили Англии подписать его, первый министр отказался это сделать. В интересах ли Англии было участвовать в уничтожении государства, которое ей было выгоднее сохранить, а главное участвовать совместно с таким явным врагом, как Горчаков, и с таким неверным другом, как Бисмарк. Лучше всего было поступить прямо. Что бы ни случилось, писал в Израиле леди Блетфорд, на этот раз мы, помимо нас самих, не будем вовлечены в войну. Если война и случится, это будет потому, что мы сами ее захотели и наметили себе определенную цель. Но я надеюсь, что Россия, которая затеяла всю эту историю, будет благоразумна и не нарушит мира. Твердая политика правительства была одобрена всеми, и даже либеральная оппозиция не возражала, как вдруг газета Daily News, хорошо осведомленная и преданная Гладстону, поместила статью, полную ужасных подробностей о турецких зверствах в Болгарии. Зарезанные дети, изнасилованные женщины, девушки, проданные в рабство, десять тысяч христиан, гниющих в тюрьмах. Вот что выделывали друзья и союзники первого министра. Дизраэли прочел рассказ об этих ужасах с недоверием и иронией. От своего посла в Турции он не получал известий, а кроме того видел, что Гладстону и его друзьям выгодно преувеличивать факты. Главное же, в принципе, он мало верил в зверства. Еще во время индийского восстания он мужественно выступал против общественного мнения, призывал к справедливости и отказывался возмущаться, прежде чем слухи не будут проверены. Это был мягкий человек без сильных страстей, за исключением честолюбия, и он с трудом представлял себе, что существует умышленная жестокость и садизм. Во время путешествия по Турции ему пришлось обедать в обществе по шей, курить с ними наргеля, и он не мог поверить, что эти приветливые люди способны убивать детей. Может быть, все эти злоупотребления были делом рук солдатских наемных банд, но не надо забывать, что и восставшие особенно не стеснялись. Он ненавидел навязанные мнения. Стоило пристать к нему с угнетенным народом, как ему уже чудилось в этом лицемерии, и казалось, что его самого собираются угнетать. Когда вопрос о турецких зверствах был поднят в палате общин, он сказал, что верит в порядочность человеческой природы и надеется на более точные информации, которые покажут, насколько преувеличены все эти слухи. Не сомневаюсь, что зверства имели место, но сильно сомневаюсь в том, что девушки продавались в рабство, что более десяти тысяч человек сидели в тюрьме. Право не думаю, чтобы в турецких тюрьмах было так много места, и что пытки могли бы широко применяться у восточного народа, обычно приканчивающего виновных более упрощенным способом. К несчастью, на этот раз Дизжи был плохо осведомлен, и рассказы о зверствах оказались правдой. Посол, проснувшись от шума, поднятого в Англии и наведя справки, должен был подтвердить достоверность фактов, и общественное мнение забушевало. Можно ли было допустить, чтобы первый министр отделался легкой фразой от стольких человеческих жертв? Дизраиль проклял Министерство иностранных дел за запоздалую информацию и стал ждать, чтобы буря улеглась. Конечно, ему было очень жаль, что болгарские деревни сожжены, а девушки изнасилованы, но достаточно ли все это основание для того, чтобы отказаться от вековой и разумной политики? Гладстен в это время был в Говардоне. Написав своему дорогому Гренвелю, что в 70-летнем возрасте после 50 лет общественной работы он имеет право на отдых, он не раз возвращался с острова Эльбы. Он сторожил путь Дизраили и на каждом повороте появлялся перед ним как огнедышащий дракон. Это совсем не значило, что Гладстен был неискренен. Он стремился уйти на покой, но то обстоятельство, что власть все еще была в руках нечестивого, заставляло его против воли бросаться в борьбу. Он тщетно пытался отвлечь свои мысли от всего этого скандала, погружался в теологию и в Гомера. Чем больше он размышлял, тем очевиднее становилось для него, что все происходит от потери сознания греховности. Ах, говорил он с расстановкой, сознание греховности, вот чего недостает современной жизни. Был ли хоть один писатель среди всех тех, кого он читал, который бы выразил это сознание греховности? Даже Вальтер Скотт смог быть другом такого человека, как Байрон. Если какой-нибудь молодой посетитель робко пытался обратить его внимание на то, что романисты должны все понимать, и приводил слова госпожи Досталь, все понять, это все простить, мистер Гладстон качал головой и говорил, не заглушайте в себе сознание греховности. Сам он это сознание никогда не заглушал. Когда ему в руки попал рассказ о турецких зверствах, он по волне гнева, поднявшегося в нем против турок, янычар и новоиспеченного лорда Биконсфильда, почувствовал, что у него есть наконец предлог, чтобы удовлетворить свою возмущенную добродетель. Что другое могло бы его удачнее вдохновить? Разнузданные страсти, христиане, гибнувшие от руки нечестивых, и в центре этой зловещей интриги великий нечестивец, трагический комедиант, человек, деморализующий общественное мнение и цинично возбуждающий национальный эгоизм для того, чтобы удовлетворить свой собственный. Парламент был на летнее время распущен, сам Гладстонбол болен и лежал в постели, его бездеятельная секира валялась в углу, он, следовательно, не мог ничего сделать и стал сочинять памфлет. Сила выражений была изумительна. Варварская и сатанинская оргия, турки, бесчеловечные представители человечества, ни один преступник в нашей тюрьме, ни один каннибал с Южного моря не может без возмущения слушать этот рассказ. Каков выход заставить турок покончить со злодеяниями единственным надежным способом, прикончив их. Их заптии и мудиры, бимбаши и юзбаши, паши и каймакамы все вместе и каждый в отдельности с оружием и скарбом должны покинуть разоренные и бесчешенные провинции. Памфлет имел огромный успех. В несколько дней было продано сорок тысяч экземпляров. По всей Англии собирались митинги, требовали изгнания турок, устраивали подписку на нужды нового крестового похода. В Ливерпуле во время представления отелла после фразы «турки погибли» весь зал поднялся и зааплодировал. По Англии пронесся циклон добродетели. Гладсон поспевал всюду, писал, выступал, он подозревал правительство в желании присоединить к Англии Египет. Диджи поддерживает Турцию, думая, что она потерпит поражение, а его флот стоит близ Безикбая, чтобы быть на готове и при первом удобном случае я в этом почти уверен завоевать Египет. Нам еще придется увидеть Диджи в роли мемфисского герцога. Гладсон не мог думать ни о чем другом, кроме болгар. Многочисленные сторонники антитурецкой политики совершали паломничество в Говарден. Они находили Гладсона в полной боевой готовности с засученными рукавами, вручали ему принесенные дары, кто трость, кто резную рукоятку для топора. Потом Гладсон начинал говорить о болгарах. Посетители были в восторге. Нет, Англия не станет сражаться на стороне злодеев. Сколько бы первый министр не держал свою руку на шпаге, нация не позволит ему вытащить ее из ножен. Беконсфильд прочитал памфлет. Он нашел его пламенным, злобным, но плохо написанным, вполне естественным для Гладстона, но в общем самым ужасным из всех болгарских ужасов. В письмах к леди Блетчфорд он часто называет Гладстона Тартюфом, добровольная жертва всякой лжи, могущей привести его к власти. Лорду Дерби Беконсфильд пишет, потомство верно опишет этого беспринципного маньяка, это исчадие зависти, злоба, лицемерия и суеверия. Гладстон как первый министр и как лидер оппозиции всегда, что бы он ни делал, проповедует ли он, молится ли, говорит ли речь или марает бумагу, сохраняет одну черту, он никогда не бывает джентльменом. Лорд Беконсфильд решил ни в коем случае не уступать общественному мнению. Когда все сходят с ума, остается только одно ждать. Кризис минует, и можно будет опять говорить с разумными людьми. А кроме того, чего собственно хочет этот брецающий оружием миротворец? Затеет войну с Турцией, отомстить за зверство в Болгарии и мировой бойней. Ужас перед преступлением отнюдь не монополия одной только партии Гладстона. Послушать их так можно думать, что лорд Беконсфильд султан, а лорд Дерби великий визирь. Дизи ни в чем не чувствовал себя виноватым, ему было противно всякое убийство, он совсем не поддерживал турок. Охотнее всего увидел бы он их на дне Черного моря. Но он хотел обеспечить единство империи и блестящее будущее Англии. Никогда еще Дизи не выражал так ярко своего отвращения к лицемерию. Он знал, что ему было бы легче справиться со всем этим, сказав несколько прочувствованных слов, но он наоборот написал Дерби следующее. Мне хочется, чтобы вы хорошо поняли, что не надо действовать так, как будто бы вы под контролем общественного мнения. А то вы, может быть, и сделаете все, что от вас требуют, но они сами же перестанут вас уважать. И в другом письме, как бы вы ни были тверды, этого не будет достаточно. То, чего требуют все эти общие собрания, безумие, а не политика. Все это туманно, теоретично, далеко от жизни. Хотя политика Англии мирная политика, но ни одна нация так не готова к войне, как мы. Если мы и примем участие в каком-нибудь конфликте за действительно правое дело, если в этой борьбе будут поставлены на карту наши свободы, наши независимости, наша империя, ресурсы страны, я чувствую, будут неиссякаемы. Англия не такое государство, чтобы, начиная войну, спрашивать себя, можно ли выдержать вторую и третью кампанию. Она начнет борьбу и не кончит ее, пока справедливость не восторжизнует. Глава седьмая. Неужели война? Сатирический журнал Панч изобразил, как Британия, ведомая поводырем с еврейским лицом, приближается к краю пропасти, на дне которой начертана война. Еще чуть-чуть ближе к краю, говорит поводырь, ни шагу дальше, отвечает Британия, полная страха и недовольства, я уже слишком близко. И это верно, что Британия страшно боялась упасть. Политическим ходом лорда Биконсфильда было напугать Россию угрозой войны, которую он не думал предпринимать. Но можно было думать, что при частых прогулках у края пропасти легко было поскользнуться о камешек. Таково было мнение молодого лорда Дерби, царившего в Министерстве иностранных дел. В противоположность своему отцу это был человек неуклюжий и рассудительный. Его спасительное равнодушие было весьма полезно при опасностях. Но он не был скроен для подобной пляски дипломатических яиц. Он страшно боялся всякой романтичности и театральных постановок. Он не находил никаких оснований для угроз России. Это не значило, что он был подобно гладстану антитуркам. Это был другой роман, к которому он также не питал расположение. Но он не допускал мысли, чтобы Британская империя могла оказаться в опасности только потому, что русские войдут в Константинополь. В сущности, он не допускал мысли, чтобы Британская империя могла когда-либо оказаться в опасности. Вождь сказал бы, у него недостаток воображения. Пусть так. У него не было воображения, да он об этом и не горевал вовсе. Он никогда не рискнул бы дать развернуться какому-нибудь конкретному злу ради того, чтобы избежать в будущем более глубокого непредвиденного зла. Все мероприятия, предполагавшиеся Биконсфильдом, вызывали в нем недовольство и враждебность, и так как он имел большое имя и репутацию здравомыслящего человека, он увлекал за собой большое число своих коллег. В то время, как кабинет стремился сдерживать и обуздывать, монархиня, наоборот, подталкивала ход событий. Королева никогда не любила Россию. Альберт всегда говорил, что опасность придет с этой стороны. Она считала себя ответственной за цельность империи и за безопасность путей в Индию. Она порицала гладстанные лорда Дерби. Она не понимала слабости стольких мужчин, когда она, женщина, готова была наступать на врага. Она бомбардировала своего первого министра воинственными записками. Организаторы митингов в пользу русских должны были преследоваться. Зачем тянуть с вооружением? Королева чувствует себя ужасно беспокойно от мысли, что все эти сроки доведут нас до того момента, когда будет поздно и мы потеряем свой престиж навсегда. Эта мысль не дает ей покоя ни днем, ни ночью. Королева призывает к чувству патриотизма, которое одушевляет, это она знает хорошо ее правительство, и она убеждена, что каждый член его почувствует необходимость гордо предстать перед врагом едином сплоченным фронтом, как в самой стране, так и вне страны. Дело вовсе не в поддержке Турции, весь вопрос в русском или британском превосходстве во всем мире. Даже принцессы принимали участие в этом деле. Первый министр, сидя за обедом рядом с принцессой Мэри Кембриддской, услышал от нее следующее, не могу взять в толк, чего вы еще ждете. В данный момент, сударыня, разворную картошку, ответил ей лорд Виконсфильд. До сих пор он мог лавировать без неожиданности в узком проходе между королевой и лордом Дерби, но сможет ли он продолжать действовать так и впредь, да еще и избегнуть третьего препятствия либералов, за интересы Англии. «Эгоистическая политика», говорили они, «столь же эгоистично, как и патриотизм», отвечал старый циник, и с удивительным спокойствием, измеряя взглядом глубину пропасти, он с радостью убеждался, что не чувствовал головокружения. Россия объявила войну Турции. Царь отправил генерала Игнатьева со специальной миссией к англичанам попытаться добиться обещания нейтралитета. Весь Лондон устраивал обеды в честь этой Игнатьева. Генеральша была блондинка, была красива и умела пить. Она имела громадный успех. Лорд Биконсфильд предупредил Россию, что не останется нейтральным, если царь не признает трех необходимых пунктов за империей. Советского канала, Дарданелл, Дарданелл и Константинополя. Горчаков обещал. Чем он рисковал? Его осведомители увидели его в этом. Общественное мнение было далеко не на стороне Биконсфильда. Панч изображал то вояку Бенджамена, то британского льва, обращающегося к сфинксу со словами «Послушайте меня хорошенько, я вас не понимаю, но вы должны меня понять. Драться за этих людей я не буду». Замечательный посол Шувалов, сумевший заставить всех значительных лиц Лондона называть себя Шу и понявший, что ключ от политического мира надо искать в высшем свете, был достаточно хорошо осведомлен, чтобы телеграфировать в Петербург имена английских министров, которые противились намерениям первого министра. Горчаков с еще большей уверенностью начал двойную игру. Англичанам он сказал, мы признаем, что вопрос о Константинополе может быть разрешен лишь согласием держав. Великому князю Николаю, главнокомандующему армии, он приказал направление Константинополь. Победа устроит все. Когда русская армия займет город, кто посмеет ее оттуда выселить? Великий князь вступил в Болгарию. Королева становилась все более и более возбужденной, а Альберт всегда предрекал то, что происходит теперь. Должна ли она, бессильная Кассандра, присутствовать при разрушении своей империи? Фея пишет целыми днями и телеграфирует ежечасно. Она не верила русским обещаниям. Она хотела, чтобы были выданы какие-нибудь гарантии, чтобы было, наконец, что-нибудь сделано. Донесения, которые вчера видела королева, весьма тревожны. Разумеется, лорд Дербини может оставаться равнодушным к таким опасностям. Сообщения получаются за сообщениями, и он как будто все отмечает, не произнося никогда ни слова. И то сказать, никогда королева не видела такого министра иностранных дел. Русские подойдут Константинополю через самый краткий срок. Тогда правительство подвергнется жестоким порицаниям, и королева, доведенная до такого унижения, намерена будет тотчас же отречься от престола. Будьте стойки. Если вы не приступите наконец к действиям, оппозиция первая повернется против вас. Промедление в несколько недель, даже в несколько дней может стать роковым. Королева возмущена тем, что никто ничего не предпринимает. Лорд Биконсфильд говорил ей во вторник, что пять тысяч солдат можно было бы отправить на усиление гарнизонов, но она не слышит ни от кого о движении военных частей и становится все тревожней. Королева чувствует себя всегда ободренной после того, как повидается с лордом Биконсфильдом, но по тому или другому поводу никогда ничего не делается. А в каком оскорбительном тоне говорят о нас русские. Какие обидные слова позволяют они употреблять против нас. От них кровь закипает в сердце королевы. Во что превратились чувства множества людей этой страны. Королева беспрестанно угрожала отказаться от короны, усыпанной шипами. Дербе со своей стороны носился со своей отставкой из-за всего вообще. Из старой премьер, страдавшей одышкой и подагрой, печальной от того, что не мог видеть рядом милых глаз с оранжевой поволокой леди Брэдфорд, писал ему, «Я сильно болен. Если бы мне хватило смелости преодолеть сцену, которая разграется в главном квартале, когда я подам в отставку, я тотчас сделал бы это, но я никогда не мог выносить сцен». Одно время сопротивление турок подавало надежду. Армия была неплохая, и султан подбодрял своих солдат, «Ваши сабли правоверных проложат вам путь к раю». Стало известно, что русская армия, задержанная под плевной, потеряла 50 тысяч убитыми и 30 тысяч ранеными, которые от плохого ухода в наскоро слаженных госпиталях почти все погибли. В августе считали русских побежденными. Маршал Мольцкий, по крайней мере, так думал. Англия любит сильные нации. Общественное мнение было на стороне турок. По улицам Лондона распевали, мы драться не желаем, но бьемся лишь за джинго. Стало модным ходить по воскресеньям к дому Гвадсона, публично подвергать его поношениям и бросать камни в его пролетку. Дедушки манифестантов проделывали такие же штуки под окнами герцога Веллингтона. Обе палаты уехали в отпуск. Беконсфильд отправился отдыхать в Кегенден. Он с трудом дышал и совсем не мог ездить. И не мог ходить. Чтобы побывать в церкви, он принужден был выезжать в маленькой коляске Мэри Анн. Павлины выводили его из себя. Я почти готов пойти на жестокость и перебить павлинов. По возвращении в Лондон он обратился к доктору Китду гомеопату, о котором мы многое говорили. Кит всесторонне осмотрел его старое обескровленное тело, как осматривают новобранца. Нашел у него астму, бронхит и брайт его болезнь. Как раз подходящее состояние для преграждения пути в Индию. Игра в блеф обман требует непроницаемого хладнокровия. Это было преобладающим качеством первого министра. Но как вести игру в блеф с двумя партнерами, из которых один объявляет блеф на каждом шагу, тогда как другой начинает игру с требования, чтобы карты были раскрыты. В особенности королева выказывала себя Грозный. Она очень любила своего первого министра, на него только она и полагалась. Один он, как и она, обладал, хотя и по другим мотивам, тем узким патриотизмом, который отстраняет все прочие чувства. Она как бы прицепилась к нему. Она хотела бы осыпать его почестями. Она предложила ему орден подвязки, от которого он отказался, находя, что момент для этого мало подходящий. Она отправилась отдать ему визит к нему в Хегенден. Такого расположения она никому не оказывала со времен лорда Мельбурна. Она повелела ему в письмах не употреблять официальные формы обращения, и он мог начинать письма просто с ударыня и достолюбимая монархиня. Она отвечала «Мой дорогой лорд Биконсфилд» и подписывалась «Примите мое уверение» с искренним уверением преданная вам «Виктория». И все-таки она смущала его своей упрямой настойчивостью. Между ними была та разница, что Биконсфилд намеревался избежать войны и почти все сделал, чтобы ее избежать тогда, как королева, по натуре гораздо более горячая, все более и более хотела ее. Когда русские, наконец, после взятия плевны, расположились на возвышенности в беду Константинополя, она с наивностью напомнила о данных им обещаниях. «Разве он, лорд Биконсфилд, не говорил, что при подобном стечении обстоятельств объявит войну? Чего же еще ждать? Русские без обращения к державам уже подготавливали секретное соглашение с турками. Вскоре вся Европа станет перед совершившимся фактом. Так значит, и лорд Биконсфилд не лучше других. Все мужчины просто трусы. Одна она, бедная женщина, должна всех воодушевлять. Лорд Биконсфилд уж слишком принижался. Он старался загладить свое непослушание, преувеличивая выражение своей преданности. Лорд Биконсфилд надеется, что Ваше Величество помнит о своем милостивом обещании не писать по ночам или, по крайней мере, не так утруждать себя. Он живет только ради нее, работает только ради нее, без нее для него все потеряно. А между тем он зорко следил за ходом игры. Был один большой игрок, который до сих пор только наблюдал за ударами, но выжидал момент, чтобы принять участие в игре. Это был князь Бисмарк. Неожиданно 19 февраля он раскрыл свои карты на заседании Рейхстага в большой речи, преднамеренно затемненной, но все же достаточно ясной. Вынужденный выбирать между Австрией и Россией, Бисмарк, имея зуб против Горчакова со времени событий 1875 года, высказался против России. Он старался убедить всех в своем бескорыстии. Восточный вопрос мало интересовал Германию. Константинополь не стоил костей любого померанского гренадера. Все, чего хотела Германия, это избежать конфликта. Роль ее среди противоречивых интересов тяжещих сосвелась бы к роли честного Маклера. Разумеется, соглашение, которое подготовлялось Турцией с Россией, должно было подвергнуться апробации других европейских держав на конференции или конгрессе, который мог бы собраться, если бы то было угодно, в Берлине. Все это было облетено в весьма любезную и возвышенную форму выражения, но Бисмарк за эту двухчасовую речь разрушил все здание, возведенное Горчаковым в течение стольких лет. При таком положении Россия, угрожаемая Англией, не могла уже пренебрегать Германией. Она тотчас же согласилась на предложение о созыве Конгресса, но приняла его с оговорками, сводившимися к тому, чтобы только доложить Конгрессу о состоявшемся с соглашением с Турцией, но не ставить его на обсуждение великих держав. Наконец, соглашение это было опубликовано, английское общество читало его с ужасом. С внешней стороны выходило, что Горчаков признает сделанные обещания. Константинополь, Суэцкий канал и Дарданеллы остаются свободными, но все эти положения оказались перевернутыми наизнанку. Русские создают Болгарию, которая становится их вассалом и дает им выход в Средиземное море. В Армении они занимают Карс и Батум, продвигаясь таким образом к Индии и расширяясь с другой стороны в Азиатской Турции. Вся Англия в единодушном порыве, что вызывает в англичанах обычно всякая надвигающаяся опасность, сплотилась вокруг своего первого министра. На Конгресс для обсуждения подобного документа она решила не посылать своего представителя. Лорд Биконсфильд остается весьма спокойным. Он обсуждает неприемлемое соглашение, он уведомляет Шувалова, что на Конгресс он отправится после заключения непосредственного англо-русского соглашения относительно важнейших пунктов. Условия его следующие. А. Никакой Великой Болгарии, Б. Никакой Русской Армении. От таких пунктов посол даже превскочил. Это значит лишить Россию всех плодов победы. Может быть, во всяком случае первый министр дал ему понять, что если Англия не получит удовлетворение, она заставит Россию освободить спорную территорию, даже если бы пришлось применить для этого силу. Шувалов уходит обеспокоенный, но скептически настроенный. Лорд Биконсфильд, мне есть еще Англия. Созывается заседание кабинета министров. Первый министр желает подготовить войну. Если мы будем тверды и стойки, мы добьемся мира и продиктуем тогда наши условия Европе. Но надо быть готовым. Он предлагает объявить призыв запасных, ватировать кредиты, направить флот в Константинополе, в особенности, так как дело сводится к защите пути в Индию, он хотел бы, чтобы сама империя приняла участие в своей собственной защите, и чтобы части индийской армии были направлены в Средиземное море для занятия оппозиций, связанных с коммуникационными путями русских, иными словами, чтобы занять Кипр и Александретту. Кабинет министров поддерживает вождя, исключая лорда Дерби, который подает в отставку. Он полагает, что такие мероприятия способны привести к войне и снимает с себя ответственность. Лорду Биконсфильду приходится не без сожаления расстаться со своим старым другом, но отставку его он принимает. На этот раз Шувалов начинает бояться. Отставка Дерби есть уже знак. Россия не хочет ни за какие блага войны с Англией. Ее чрезвычайно ослабили походы и сражения. У нее нет флота, да кроме того, она предпочитает лучше договариваться с Биконсфильдом, чем с Бисмарком. Русский посол выдвигает такие предложения. Горчаков уступает в вопросе о Великой Болгарии, которая в одной своей части будет отодвинута к морю, но желает удержать за собой русскую Армению. Биконсфильд непреклонен. Значит, война, если не будет дано Англии гарантии в виде Гибралтара на востоке Средиземного моря. В этот момент распространяется известие, что отряды, отправленные секретным порядком из Индии, начинают высаживаться. Это последний удар. Россия принимает все. С султаном подписывается секретное соглашение, по которому он уступает Англии остров Кипр, взамен чего Англия оказывает ему свою поддержку в случае, если Россия пройдет в Армении границы Карса и Батума. И Батума. Горчаков соглашается прибыть на Конгресс, чтобы подтвердить таким образом измененный договор. Турция остается европейской державой, славянское продвижение приостанавливается, партия выиграна, выиграна целиком и без потери единого человека, без единого оружейного выстрела. Поводырь приводит к берегу своих путешественников нетронутыми, счастливыми, немного усталыми. Хороший поводырь, думает Британия, но сорви голова. Самого Беконсфильда приводит всего больше в восторг приобретения Кипра. Еще 30 лет тому назад в своем романе Танкред он ясно это провозгласил. Ему приятно с кем образом включить в историю свои романы и мечты. И, наконец, этот Кипр, этот остров Венеры, Ричард Львиное Сердце отдал его Лузиньяну, королю Иерусалима, ставшему графом Пафоса. Ныне город Афродита и романтическое королевство крестоносцев дополнят вместе с Гибралтаром и Мальтой английскую часть Средиземного моря. Чудесный день для старого артиста, наслаждающегося игрою столетий. Глава 8 Берлинский конгресс. Собирался международный конгресс. Самое совершенное из ярмарок тщеславия. Прежде всего, внутри каждой страны свои избирательные участки местного тщеславия. Каждый первый министр думает, что только он один способен представлять свою политику. Каждый министр иностранных дел думает, что первый министр ничего не смыслит в дипломатии. Каждый посол по своей профессии разделяет мнение своего министра. Когда собрание в сборе, большие люди отстраняются от других, составляя партию первых скрипок. Князь Бисмарк надеялся, что великие актеры не приедут на заседание. От России он ждал Шувалова, которого любил, и с которым разработал часть программы Конгресса. Но Горчаков рассудил, что не может никому доверять и ни на кого полагаться, и сумел убедить в этом своего императора. Бисмарк дал себе за рок отплатить ему за старое. Ну уж вторично не сядет он мне на плечи, как на пьедестал. Из Англии тоже пожелал приехать первый министр. Кто же, кроме него, разбирался в восточных делах? Лорд Биконсфильд и Лорд Солсбери были назначены уполномоченными. Из европейских центров двинулись поезда специального назначения. Бисмарк думал, Конгресс это я. Два беспомощных старика, возлежавших на мягких подушках вагонов, устремлявшихся из Брюсселя и Петербурга в Берлин, Биконсфильд и Горчаков испытывали одно чувство. На эту конференцию, где должен был свободно обсуждаться договор, все государства прибыли с секретными соглашениями. У Англии с Россией было Лондонское соглашение. Турция знала, что уступила Англии Кипр, но об англо-русской конвенции ей не было известно. Австрия получила обещания от Англии и Германии, которые отдавали ей без боя Боснию и Герцеговину. Франция дала себя убедить, что об Египте и Сирии вопросов подниматься не будет. Английское общество рисовало себе с некоторым восторженным страхом картину того, как лорд Биконсфильд ринется в борьбу с московским медведем, но не отдавало себе ясного отчета о том, до какой степени весь спектакль был хорошо срепетирован. Остановившись по обычаю в отеле Кайзергов, лорд Биконсфильд увидел на столе и в зале громадную корзину цветов и большую плетенку сочной клубники в венке из апельсиновых цветов и роз. Это был подарок новоприбывшему от супруги Кронпринца дочери королевы Виктории. Биконсфильд пишет королеве письмо. Кронпринц и Кронпринцесса окружают лорда Биконсфильда своей добротой и вниманием. Это ему тем более приятно, что этим он обязан в большой мере влиянию лица, какой ему он обязан всем. Визит секретаря Бисмарка. Канцлер очень хотел бы увидеться с лордом Биконсфильдом как можно скорее. Оба государственных человека знали и ценили друг друга. Они встретились впервые в Лондоне 16 лет тому назад. Каждый из них угадал в другом ум и волю. Биконсфильд нашел Бисмарка очень изменившимся. Бледный великан с осиной талии, которого он видел в 1862 году, очень растолстел и отпустил белую бороду на грубом лице. Но тон его, который он любил, простой, естественный, слегка грубоватый, даже грубо-откровенный, остался тот же. Удивительно, как такие жестокие слова можно было произносить таким мягким голосом, выходившим из такого громадного тела. Бисмарк сказал ему, что намеревался провести конгресс с треском, но находил необходимым посвятить первые дни, когда у всех головы еще свежи, важнейшим вопросом, которые могли стать причинами войны. Начато будет с болгарского вопроса. На следующий день, в два часа дня, конгресс впервые собрался в зале, выдержанном в благородных тонах, вполне соответствовавшим вышитым золотым мундиром, нагрудным звездам, почетным орденам, дипломатическим шпагам. Перед заседанием все отправились в буфет выпить вина и поесть бисквитов. Беконфильд попросил перечислить состав конгресса. Турак Каратеодори Паша, молодой человек, старик Горчаков, пошатывавшийся от дряхлости, итальянец Корти с внешностью японца, француз Ваддингтон, наполовину англичанин, австриец Андраши. Ну что же, все очень хорошо. Кроме него с Бисмарком никого выдающегося. Бисмарк приступил к делу с военной быстротой. Сразу было принято без обсуждения разделение Болгарии на две части по линии Балкан. Потом все испортилось. Русские, признавшие за турками границу, проходившую по Балканам, захотели отказать им в праве обороны ее и содержания войсковых частей в части Болгарии, оставленной за ними. Это значило разрушить косвенным образом все результаты Лондонского соглашения. Незанятая часть Болгарии могла бы снова отойти под власть России, которая получила бы доступ к Средиземному морю. Лорд Беконфильд разразился громовой речью. Санкт-Петербург должен отбросить иллюзию, будто волю англичан можно своротить в сторону. Горчаков был задет и уперся. Лорд Беконфильд торжественно объявил, что английские условия означали ультиматум. Русские были смущены и отправили на ручного в Петербург. Беконфильд писал королеве, я не опасаюсь за результат, ибо я сказал, кому следует, что уйду с Конгресса, если предложение Англии не будет принято. Утром того дня, когда кончался срок ультиматума, лорд Беконфильд, прогуливаясь по Унтердер-Линден под руку с Корри, отдал ему распоряжение заказать специальный поезд для отъезда британской миссии в Кале. Корри передал приказание в правление немецких железных дорог, результат не заставил себя ждать. В три часа три четверти князь Бисмарк прибыл в отель Кайзергоф. «Проводите меня к лорду», обратился он к Корри, «и предупредите меня, когда будет без пяти четыре, ибо у меня назначена одна встреча в четыре». Он спросил лорда Беконфильда, возможно ли найти компромиссное решение. Компромисс был найден в момент подписания Лондонского соглашения, и нам нет возможности возвращаться к нему. Должен ли я понимать это как ультиматум? Разумеется. Я должен ехать к Кронпринцу, но будет более правильным, если я мог бы переговорить с вами обо всем этом. Где вы обедаете сегодня? В английском посольстве. Мне хотелось бы, чтобы вы обедали со мной. Беконфильд писал королеве, я принял его предложение. После обеда мы расположились в одной из комнат. Он закурил, и я последовал его примеру. Мне кажется, я нанес последний удар моему здоровью, но я почувствовал, что так поступить было совершенно необходимо. В таких случаях человек не курящий имеет вид подслушивающего мысли другого. Я провел часа полтора в самом интересном разговоре исключительно политического характера. Он убедился, что ультиматум не был вовсе выдумкой, и перед тем, как пойти спать, я с удовлетворением узнал, что Петербург капитулировал. На следующий день он мог телеграфировать в Лондон. Россия принимает английский проект об европейской границе Турецкой империи, военные прерогативы и политику султана. Европейская Турция снова существует, заявил Бисмарк. Мы пожертвовали сотни тысяч солдат и сотни миллионов рублей, ни за что, вздыхал Горчаков. Этот эпизод возбудил у князя Бисмарка большое уважение к лорду Биконсфильду. Старый еврей, вот это человек, говорил он. Они стали большими друзьями, почувствовав странное удовольствие разговаривать вместе о своем решении. Они любили обмениваться мнениями об отношениях с князьями, с министрами, с парламентом. Так редко случается найти собрата, когда становишься первым министром. Вполне естественно чувствовать симпатию к нему. Однако Бисмарк считал себя выше, потому что был еще более развязным и еще большим циником. У лорда Биконсфильда были слабые места, он был уязвим, как только нападали на его романтические идеи, он слабо сопротивлялся. Бисмарк следил за игрой честолюбия, любил их сталкивать и пользовался их слабостями. Биконсфильд со своей стороны угадывал отдаленные цели канцлера. Когда они, стоя перед картой земного шара, вели спор по вопросу о колонизации, против которой Бисмарк считал нужным высказываться из политических соображений, указательный палец Биконсфильда блуждал по балканским провинциям. «Не находите ли вы», сказал он, что и здесь имеется очень неплохая почва для колонизации. Бисмарк взглянул на него и ничего не ответил. После этого большого дня Конгресс сразу превратился в будни. Парламентская жизнь более волнующая была бы более по вкусу Биконсфильду, если бы он не страдал подагрой. Он не только полюбил Бисмарка, но даже Горчаков стал его подругом. Так тяжело отказать в чем-нибудь этой милой старой лисице, которая кажется целиком пропитанной елеем доброты. Время было подобно сну в летнюю ночь. Однажды вечером была совершена поездка в Плотсдам, столицу королевства Рококо. На следующий день был обед в турецком посольстве, лучший из всех обедов с удивительным пилавом, которого господин Ваддингтон поел дважды. Затем был обед у банкира Блейхредера, где играли только Вагнера. На улицах на Биконсфильда смотрели во все глаза. Книжные магазины принуждены были телеграфировать в Англию, заказаны новые экземпляры его романов, библиотеки для чтения закупили у Таухнеца, одной из самых крупных издательских фирм, полные комплекты его сочинений. На третьей неделе Конгресса взорвалась бомба. Договор Шувалова об Армении был предан гласности английским журналом Globe, которому была продана копия договора одним переписчиком Министерства иностранных дел. Возбуждение Англии было громадное. Приобретение Кипра еще держалось в тайне, не видели никаких компенсаций завоеванием России в Азии. Пресса подняла такой шум, что английские уполномоченные поспешили взять обратно свои уступки. Бисмарк создавал инциденты, чтобы иметь удовольствие улаживать их. Для его положительного и точного ума, всесторонне осведомленного, торжественные привлекания этих износившихся персонажей казались просто смешными. Ни Горчаков, ни Беконсфильд не были географами. Горчаков любил, как он сам говорил, парить, проводить магистрали, то есть просто сочинял фразы, но перед картой пасовал, не умел найти Батума. Шувалов совершенно растерялся, когда его начальник сказал ему, что оставит себе вопрос об азиатской границе и будет обсуждать его сам непосредственно с Беконсфильдом. «Как так?» возразил лорд Сосбери, когда Шувалов передал ему эту новость. «Но, мой дорогой граф, лорд Беконсфильд не может вести переговоров, и на Тродясь не видывал карты Малой Азии». Несколько часов спустя Конгресс с радостью узнал, что согласие было полным. Князь Бисмарк созвал торжественное полное заседание, Беконсфильда и Горчакова посадили вместе бок о бок, чтобы они могли объяснять пункты договора. Каждый раскрыл свою карту новой границы, но обе карты были разные. Никто никогда не мог понять, что произошло. Шувалов полагал, что Горчаков получил от русского генерального штаба карты с двумя вариантами границ. На одной была проведена желательная граница, на другой были обозначены крайние пределы уступок. По ошибке он и передал вторую карту лорду Беконсфильду. Корри же думал, что русский министр намеревался обмануть после заключения договора английскую делегацию. Как бы то ни было, оба больных старика стали обличать друг друга в проделках с такой резкостью и так комично, что насмешник Мисмарк предложил прервать заседание на полчаса с тем, чтобы Шувалов Сольсбери и принц Гогенле смогли во время этого антракта разрешить вопрос. Согласие было достигнуто на среднем варианте. На следующий день англичане опубликовали соглашение относительно Кипра. На этот раз британское общество было полно восторга. Этот плацдарм на самом востоке это английское Средиземноморье в особенности воодушевляло. Даже за границей раздавались похвалы израилитской смелости такого хода. «Английские традиции не совсем умерли», писал журналь Де Деба. «Они продолжают жить в сознании одной женщины и одного старого государственного человека». Великолепная встреча была устроена вернувшимся в Лондон участникам конгресса. Вокзал Чаринг-Кросс был разубран флагами всех наций, участвовавших в Конгрессе. Пальмы, кущи герани украшали набережную. Гирлянды роз обвивали колонны, огромная толпа стояла в ожидании. Когда первый министр вышел из вагона, к нему подошли с приветствиями герцоги Нортур Мерленд, Сутерленд, Доберкорн, Бетфорд, лорд-мэр и шерифы Лондона. Были при встрече и Джон Маннерс, и сэр Роберт Пиль, сын великого Пида. Старик, с трудом опираясь на руку лорда Солсбери, шел сквозь двойную шеренгу, состоящую из перов, перес и членов парламента. При выходе с вокзала он был встречен громом возгласов и приветствий. Трафальгарский сквер представлял собой море человеческих голов. Махали шляпами и платками. Женщины кидали в коляску цветы. Дома на Донинг-стрит, убранной красной материей, его ждала громадная корзина цветов, посланная королевой. Так как возгласы народа не прекращались, он должен был появиться на балконе с лордом Солсбери и обратиться к толпе. Мы принесли вам мир, как мне кажется, с честью. Несколько дней спустя в озборне он получил, стоя на коленях от королевы, голубую ленту ордена подвязки. Она написала ему «Малый велик, все, вся страна в восторге, кроме одного мистера Гладстона, злого безумца». Глава девятая. Афганцы, зулусы и дожди. Если бы лорд Биконсфильд назначил выборы сейчас же после Берлинского Конгресса, он обеспечил бы себе могущество еще на шесть лет. Но парламенту оставалось существовать в прежнем составе еще два года. Это были все люди, преданные и дезраели. Кабинет решил поэтому ждать, пока парламент сам умрет естественной смертью. Это значило слишком рассчитывать на благосклонность судьбы. Стране быстро надоедают великие люди, которых она сама же создала. Надо проверять ее любовь, пока еще можно рассчитывать на успех. Через несколько недель после триумфа горизонт слегка потемнел. Уже давно русские кокетничали с Эмиром Афганистан, гористые владения которого сторожили путь в Индию. Русские, сговорившись с Эмиром, послали свою миссию в Кабул, столицу Афганистана. Литтон, вице-король Индии, был недоволен чужим успехом. Первый министр выбрал на этот пост сына своего друга, потому что молодой человек отличался воображением, честолюбием и сильной волей. Дальнейшие события показали, что всего этого у него было даже слишком много. Против желаний вождя, желавшего путем мирных переговоров заставить Россию отозвать свою миссию, он по своей инициативе отправил в Кабул английскую миссию. Эмир задержал посланных Литтоном при въезде в афганские владения, и Бегонсфельд таким образом был внезапно поставлен перед необходимостью или позорно склониться перед маленьким диким царьком, или начать опасную войну. Он был очень раздражен. Когда вице-король или командующий армия смириваются ослушаться приказаний, они должны быть хотя бы уверены в успехе своих действий. Снова Гладстон и его приверженцы кричали о ненужной войне, протестовали против нелиберальной и агрессивной политики Бегонсфельда, и на этот раз доброжелатели предупредили его, что страна вторит Гладстону. Следовало ли открыто напасть на Литтона, доказать, что правительство тут ни при чем, погубив подчиненного? Это было противно убеждениям первого министра. Литтона сильно побронили, но поддержали. Генерал Робертс заставил войска эмира обратиться в бегство. Оппозиция стушевалась, как это всегда бывает перед лицом победы, и страна опять возымела доверие к Бегонсфельду. Но когда гнев богов возбужден, не так-то легко его успокоить. Промышленность процветала уже в течение нескольких лет, вдруг разразился кризис. Такие неприятности случаются периодически. Причиной этого кризиса был плохой урожай. Но кого же бронить, как не правительство? Оппозиция жаловалась на бездействие министров. Министрам было бы очень трудно сделать из плохого урожая хорошее или добыть заказы для индустрии. Но они были министрами и должны были хоть что-нибудь сделать. Вы правы, писал лорд Бегонсфельд леди Блетфорд, думая, что делом, отнимающим у меня большую часть времени, является общий кризис. Но не знаю, что делать. Столько у всех планов, проектов и доводов, что в общем нет ни проекта, ни плана. Больше всего боюсь, как бы оппозиция, которая вообще никогда не стесняется, не воспользовалась этим предлогом для усиления своей партии. Если мы не поддержим их планов, мы будем заклеймены, как плохие патриоты. Если поддержим, вся слава выпадет на их долю. В эти минуты одиночества он вспоминал о картошке, которую выращивал Пиль. Собака, как говорится, была зарыта в том, что при управлении такой большой империей каждую минуту грозили неприятности в самых отдаленных уголках мира. Еще не потухла война с Афганистаном, как вспыхнуло восстание в Южной Африке. Там долго жили бок о бок три враждебных друг другу власти. На мысе англичане, в трансвале голландские буры и в Золланде негры. Министр по колониальным делам Кор Нарвон, которому удалось провести в Канаде федеративную политику и объединить соперничавшие государства в один доминион, подобно всем избалованным успехам людям был уверен, что его рецепт годится для всяких других конфликтов. Он считал себя способным провести принцип федерализма в целом мире. Желая подготовить объединение Южной Африки, он присоединил к Англии и Трансваль. Это выбрало из строя любимых противников Золусов Буров и Золуса повелнулись против англичан. Лорд Челемсфорд, командовавший войсками, грешил чрезмерной доверчивостью и внезапно, совершенно без всякой подготовки, в Англии узнали, что произошло несчастье, что штаб лорда Челемсфорда окружен и что негры убили и взяли в плен 1500 человек. На этот раз страна возмутилась. Пока консервативное министерство несло ей мир и честь, все были в восторге. Но когда обыватель Джон Булю видел, что его вовлекли в нелепые и трудные войны в четырех концах света, он сказал себе, что Гладстон, пожалуй, не совсем уж не прав, говоря о вреде колоний и о безумной политике соперника. В довершении несчастья молодой французский принц, сын Наполеона Третьего, захотел сражаться в Южной Африке. Беконсфильд сделал все возможное, чтобы помешать этому, но королевы и императрица Евгения так настаивали, что он должен был уступить. Что поделаешь с двумя упрямыми женщинами? В первых числах июня 1879 года принц был убит за усами в незначительной атаке на передовых позициях. Королева, очень его любившая, была в большом горе. Чувствуя себя низкоответственной за его смерть, она хотела успокоить свою совесть, устроив убитому принцу пышные похороны. Первый министр запротестовал. Что скажет французская республиканское правительство, если почести, подобающие одним только королям, будут возданы члену семьи Бонапарта? Королева рассердилась. Ах, как все плохо складывалось. Раздраженный Беконсфильд проклял фею лорда Чельмсфорда из Улусов. Что за восхитительный народ, сказал он с горечью. Он убивает наших генералов, переводит свою веру епископов и пишет конец на истории французской династии. Он пытался шутить, но королева она принимала его у себя не иначе, как официально и холодно. Он страдал от этого. Мне нужно или полной любви, или полного одиночества. Он написал придворной даме королевы Маркизе Дели дерзкое и искреннее письмо, которое он это знал будет показано королеве. Мне тяжело и даже очень думать, что мои слова или поступки могут не нравиться ее величеству. Я люблю королеву. Может быть, она единственный человек во всем мире, которого я еще могу любить. Вы должны понять, как меня тревожит и беспокоит, когда я чувствую, что между нами легла какая-то тень. Это, конечно, очень наивно, но мое сердце к несчастью не состарилось вместе с телом, и когда оно уколото, я в таком же отчаянии, как и пятьдесят лет тому назад. Его вызвали телеграммой в Виндзор. Филе встретила его кротко и приветливо. Она не упоминала больше о своем недовольстве, было ясно, что она прочла письмо. Не всегда бывает бесполезно уметь писать романы. Но, впрочем, он действительно любил королеву. Наконец, к августу 1879 года все, казалось, поуспокоилось. Во владениях султана не осталось ни одного русского солдата, в Индии английская миссия была вдворена в Кабуле, в Южной Африке Вольсли взял в плен вождя зулусов. Единственной опасностью для министерства была теперь дворная погода. И ни Робертс, ни Вольсли не были в силах ее изменить. Можно было ждать пятого по счету неурожая. В Хегендене днем и ночью шел дождь. Беконсфильд гулял во время этого потопа, скользил по густой грязи и спрашивал у своих фермеров, а что не вернулось ли голубка в ковчег. Павлины утопали в лужах, растеряли почти все перья, но еще разгуливались под бедоносным видом, гордясь своей уже несуществующей красотой. И вот тут-то первый министр неожиданно получил потрясающую весть. Убита вся английская миссия в Кабуле. Действительно, на этот раз ему не везло. В Англии уже во всяком случае был один человек, видевший в этих убийствах, поражениях и ливнях не неизбежные провалы в волнах времени, но наказание, посланное Богом, владыцей небесных сил за то, что народ возбудил его гнев, принося жертвы языческому Богу. Для Гладстана политика Биконсфильда была страшной ересью, загрязнившей душу английского народа, приводившей его к борьбе против всех наций в мире и возлагавшей на народ какие-то повинности. Теперь страна начинала прозревать, думал он, и понимала, что слушалась голоса неправедного пророка. Появилось много признаков, внушавших надежды на то, что страна об этом пожалеет. В таком случае разве не становилось долгом Гладстана встать опять у руля власти, чтобы резко повернуть его обратно? Многочисленные письма к нему выражали эту просьбу. Один шотландский профессор прислал ему собственноручно переписанные афоризмы Гёте. Как человек может постичь самого себя? Созерцанием? Само собой, разумеется, нет. Только действием. Только действием. Попытайтесь выполнить свой долг, и вы поймёте, зачем вы созданы. Но в чём же заключается ваш долг? В том, чего требует от вас момент. Другой почитатель писал Гладстану, что дети его называют Гладстана Святым Вильямом. Да, он действительно прекрасно сознавал, что его миссия состояла в том, чтобы стать именно теперь более чем когда-либо первым министром. Но как быть? Ведь он торжественно объявил, что покидает пост лидера партии. Он имел неосторожность доложить об этом королеве и повторять ей это неоднократно. Конечно, она постаралась хорошенько запомнить его слова. Он предоставил возможность Хартингтону и Громвилю занять руководящее положение. Как же можно удалить их с этих постов без скандала и в моментах наибольшего успеха? Да, кроме того, стремился ли он к этому? Разве он не жаждал отдыха, чтобы приготовиться к смерти? Но между тем Гладстон все уже предвидел в глубине души и намечал пытливым и тонким умом окольные и верные пути. Чтобы обеспечить себе выборный округ в Шотландии, Гладстон намечил Меглотиан и отправился туда в 1879 году, хотя никто не объявлял ни о каких выборах. Его поездка превратилась в триумфальное шествие. На станциях, где останавливался поезд, собирались тысячи людей, пришедших из далеких деревень, чтобы пытаться взглянуть на великого старца. На покрытых снегом холмах собирались возбужденные армии слушателей. Если где-нибудь городская зала вмещала шестьсот человек, то желающих попасть в нее оказывалось пятьдесят тысяч. Гладстону приходилось произносить по три, по четыре, по пять речей в день. Казалось, что мистические, звучные, длинные фразы разворачивались в непрерывную ленту с утра до ночи. Народ слушал и восхищался. Гладстон говорил ему, что он и не думает критиковать ту или иную политическую меру, но предлагает выбрать между двумя моралями. В течение пяти лет им всем вбивали в голову речи об интересах британской империи, о границах, установленных научным путем, о новом Гибралтаре, а результат? Россия выросла и настроилась враждебно, Европа в смятении, Индия охватена войной, на африканском материке расползается большое кровяное пятно. Почему все это происходит? Потому что мир знает не только политические и неизбежные доктрины. В мире существует еще и мораль, мораль необходимая. Помятуйте, что чистота жизни в деревнях Афганистана, занесенных зимой снегами, должна быть так же ненарушима в глазах всемогущего, как и в ваших деревнях. Красивый профиль хищной птицы, проницательные глаза, голос, несмолкаемая мощь, которого казалось чудом, высокая и полная религиозность и чувство морали, все это наполняло шотландских крестьян, людей набожных, восхищением, граничащим с болезненностью. Им казалось, что они слышат божественное слово из уст пророка. Полестка в Мидлотян взбудоражила всю страну. Неизмеримые речи Гладстона заполняли собой столбцы газет. Вся британская Англия, столь могущественная, следила за этим шествием страстей Гладстоновых. С этого времени началась, казалось, борьба между Мидлотианом и Макиавелли, между Гладстоном и Сатаной. Консерваторы издевались, как могли. Один из них подсчитал, что Гладстон уже произнес 85 840 слов. Что же касается Князя Тьмы, то он, сидя в Лондоне, выполнял с тоской текущую ежедневную работу первого министра. Декабрьские туманы и заморозки заставили его уйти в самого себя. Этот производимый гладстонным шум, эта комедия морали, эта нечестивая и заносчивая претензия представлять и истолковывать божественную волю, все это утомляло Беконсфельда. Физическая крепость его соперника, безжалостная мощь этого голоса раздражали его. Когда все кончилось, он написал одному из министров, наконец-то прекратился дождь истерических фраз. Несомненно, это большое облегчение, но я никогда не прочел из всего этого ни одного слова. Довольно много красноречия, но мало благоразумия. А когда ему самому пришлось выступить с речью на ежегодном банкете, даваемом лордом-мэром, где промышленники из Сити по обычаю освященному долголетней чести беседовать после супа из черепахи с самим первым министром, Беконсфилд гордо подчеркнул незыблемую правильность своей политики. До тех пор, пока могущество Англии будет давать знать о себе на европейском материке, мир будет обеспечен и, я надеюсь, обеспечен на долгий период. Если же мы будем сдержаны, война становится, по-видимому, неизбежной. Я говорю об этом с полным доверием лондонским гражданам, так как знаю, что они не стыдятся той империи, которую создали их предки. Потому что я знаю, что они не стыдятся высокоблагородного чувства патриотизма, осмеянного теперь некоторыми философами. Потому что я знаю, что они не дадут убедить себя в том, что, поддерживая свою империю, они рискуют потерять свободу. Когда одного из великих римлян спросили, что представляет собой его политика, он ответил «Власть и свобода». Это, пожалуй, неплохая политическая программа и для британского министра. От нее не отступит ни один из советников ее королевского величества. Глава десятая. Внешний мир. То, что серьезно, не всегда бывает верно, писал однажды Беконсфильд в королеве, и мог бы с удовольствием прибавить то, что кажется моральным, не всегда морально. Но английские избиратели серьезен и морален, а тот, кто сумеет представить деловой вопрос в виде вопроса совести, получает от него голос, по крайней мере, в провинции. Избирательная борьба была, собственно говоря, поединком между Беконсфильдом и Гладстоном. В Лондоне из них обоих популярнее был Беконсфильд. Не только тори, но и умеренные либералы переносили свое доверие на него и испытывали ужас перед Гладстоном. Для мелкого обывательского населения Беконсфильд сделался целым учреждением. Если он нанимал КЭП, Кучер говорил ему, «Я знаю, кто вы, сэр, я все ваши книги читал». Когда он возвращался из палаты лордов в пальто с меховым боротником, которое болталось на его исхудалом теле, и, опираясь на руку своего верного, Кори медленно проходил по парку, останавливаясь порой, чтобы перевести дыхание, прохожие узнавали его и изумлялись мужеству этого старого человека, наполовину уже не живого, но оглядывавшегося живостью и доброжелательностью на окружающую жизнь. Иногда уличные проститутки в золотистых сумерках, охотясь за мужчинами, подходили к нему, привлеченные меховым воротником и робко шепотком предлагали свои бесстыдные услуги. Старый министр с трудом подносил руку к шляпе и отвечал очень вежливо, «Не сегодня, милочка, не сегодня». Почти во всех слоях общества женщины были за него. На обеде в театре веселые девицы танцовщицам был предложен вопрос, за кого вы хотели бы выйти замуж, за Гладстона или Дизраэли? Все эти хорошенькие девушки выбрали Дизраэли. Только одна сказала за Гладстона и вызвала этим возмущение остальных. «Постойте», возразила она, «я бы вышла за Гладстона для того, чтобы потом меня похитил Дизраэли и чтобы посмотреть, в каких дураках останется Гладстон». Один молодой лорд, бывший на этом обеде, передал Биконсфильду ответы девушек и поздравил его с широкой популярностью. «Вы должны быть довольны», сказал он, «я вчера видел королеву, которая считает вас самым великим человеком во всей стране, и танцовщиц, которые все влюблены в вас». Неподвижное лицо старика слегка просияло, я, конечно, очень рад этому. Вы знаете, мои нежные чувства решительно ко всем женщинам. Но когда он вздумал рассказать эту историю после какого-то заседания, партия в этот тревожный боевой момент удивлялась безразличию вождя. Говоря с одним молодым, только что избранным депутатом, он не нашел ничего лучше, как завести речь о вечном жиде, о Байроне, которого он называл своим вторым «я», и о собаках леди Брэдфорд. Приехавшему из Египта лорду Кромеру, он стал хвалить иезуитов и расспрашивал его во всех подробностях о нильских пеликанах. Даже в переписке с королевой он сворачивал с пути политики в сторону искусства. Лорд Биконсфельд только что перечел во время вечерних досугов несколько пьес Шекспира, среди них «Сон в летнюю ночь». Он не читал их целых четверть века. Что особенно поразило его теперь, это то, что интрига сна в летнюю ночь происходит майской ночью. Откуда же это не соответствует себе заглавие? У вашего величества много вкуса и культуры. Может быть, вы сможете, государыня, подумать над этим и объяснить загадку? Королевы и танцовщицы не были избирателями. В шотландских деревушках никто не колебался между пророком и чародеем. Уже результаты предварительных выборов показали, что поражение консерваторов будет еще решительнее, чем шесть лет тому назад было поражение либералов. Страна, изживая сельскохозяйственный и финансовый кризис, страдала и, как все больные, бросалась в противоположную сторону, надеясь найти облегчение. Консерваторы были раздавлены. «У нас голова идет кругом», писал Гладстон, «от событий последних двух недель, которые доставили удовольствие, я уверен в этом, большинству цивилизованного мира». Наконец-то дровосеку можно было рубить экзотическую и нездоровую флору, разросшуюся за последние шесть лет и протянувшую зловещие побеги над добродетельными английскими лужайками. Он уже засучивал рукава на своих все еще могучих руках. Беконсфильд встретил поражение с большим спокойствием. Значит, прежде чем умереть, ему удастся немного отдохнуть среди природы и книг. Он жалел только об одном, что в такой трудный момент придется отдать в чужие руки внешнюю политику, а главное покинуть королеву. Фея была в Бадене и не хотела верить сообщениям. Когда результаты выборов были окончательно объявлены, она сереграфировала, жизнь будет теперь для меня полна забот и огорчений. Я рассматриваю все это как общественное несчастье. Беконсфильд ответил, что ему тоже тяжело отказаться от бесед, во время которых ее величество удостаивало его доверием, касаясь своей личной жизнью одновременно жизнью империи, в чем он находил невыразимое удовольствие. Королева потребовала обещания не покидать ее, давать ей советы в ее частных делах и даже в государственных, чтобы, числясь в оппозиции, он все же мог влиять на судьбы Англии. Оба они, и королева, и министр, наивно надеялись, что избавятся от Гладстона. В сущности, официальными лидерами партии были Гренвилли Хартингтон. Ничто не мешало королеве назначить одного из них первым министром, хотя бы Харти Тарти, который в оппозиции вел себя идеально. Детрейли тоже всегда любил Хартингтона с того самого дня, когда увидел, как Хартингтон в то время юный депутат зевал, слушая его первую речь. Но Гладстон разрушил эти несложные планы со своим обычным самоуверенным смирением. Гренвилли Хартингтон после тайного, но очень ясного разговора с ним поняли, что он свергнет всякое министерство, во главе которого не будет стоять сам. Королеве пришлось подчиниться. И так пришел конец приятным политическим беседам. Прощальная аудиенция была печальна. Королева подарила старому другу свой бронзовый бюст, и алебастровую статуэтку своего пони. Беконсфильд поцеловал у королевы руку. Она взяла обещание, что он часто будет писать и навещать ее. Ей бы хотелось выразить свою признательность чем-нибудь более существенным, сделать его по крайней мере герцогом, но он ответил, что ввиду его поражения на выборах это будет ошибкой и оскорбит народ. Дезраэли попросил только одной милости сделать пером Монтегю Кори. Последний стал таким образом лордом Роутоном, что было неслыханной милостью для скромного личного секретаря. Никогда не видели ничего подобного, говорили завистники, со времен императора Каллигулы, который сделал консулом своего жеребца. Беконсфильд сдержал обещания и иногда бывал у королевы. В первый же раз, когда он обедал в Виндзоре через несколько недель после того, как ушел от власти, она сказала ему, «Я так счастлива сегодня, что все происшедшее кажется мне кошмарным сном». Он нашел, что она оживлена, очаровательна, даже хороша собой и лишний раз убедился в том, что очень ее любит. Она по-прежнему писала ему иногда просто для того, чтобы сказать несколько милых слов, «Думаю о вас и даже непрерывно, рада, когда после обеда ваш портрет смотрит на меня со стены, иногда, чтобы вопреки Конституции посоветоваться о государственных делах». Он был настолько молчалив и тактичен, что у королевы никогда не выходило из-за этого неприятностей. Всю свою жизнь, повинаясь какому-то правильному ритму, он переходил от действия к творчеству. И на этот раз, несмотря на преклонный возраст, он задумал что-нибудь написать. «Когда мне хочется прочесть роман, я сам пишу его». Да и в самом деле, кто мог бы написать роман ему по вкусу? Надо было, чтобы чистолюбивый герой становился на последней странице первым министром, чтобы таинственные влияния и королевские милости упрочили его судьбу. «Эндемион» Дизраэли «История молодого политического деятеля, достигшего успеха при помощи женской дружбы». На первых же страницах появляется идеальная сестра, в которой смутно виден облик Сары. И через всю книгу тянется интрига прекрасных заговорщиц, толкающая слабого эндемиона в парламент. В книге было немало недостатков, но она пленяла отражением сильной нетронутой любви старика ко всему молодому. Лорд Роутон взял на себя хлопоты по продаже авторских прав и выручил десять тысяч ливров. На эти деньги был, наконец, нанят и отмеблирован для Беконсфильда новый дом в Лондоне с контрактом на девять лет. «Хватит мне до самой смерти», сказал он. Роман был встречен с любопытством, но имел меньше успеха, чем лотарь. Издатель сказал Беконсфильду, что теряет на этом деле, и автор великодушно предложил расторгнуть договор. Лондон отказался, и второе популярное издание романа покрыло недостающую сумму. Беконсфильду было 76 лет. Погоня за властью потеряла для него всякую прелесть, он больше не верил в ее необходимости. «Мне пришлось видеть за мою долгую жизнь, что такое активность», говорил он. «Это существование полной обманутых надежд и попусту растраченной энергии». Ум его, срывая колос за колосом на широкой ниве воспоминаний, собирал вместе с ними опыт и скромность. Он видел когда-то, как ожесточенные виги голосовали за реформу, первым результатом которой было их же падение. А тори восторжествовали благодаря этой же ненавистной для них реформе. Он видел эмансипацию католиков, произведенную пилем, после того, как он, дезрэли, свергнув пиля, сам же оставил политику протекционизма. И сейчас он был свидетелем того, как Гладстон угрожал России, успев перед этим проклясть Беконсфильда. Он услышал, как толпа сначала приветствовала, потом и свистала Веллингтона, приветствовала, проклинала, потом опять молилась на Гладстона. Он видел, как самый мирно настроенный из министров вел наиболее воинственную политику, а самая германофильствующая королева с удовольствием сражалась с Бисмарком. А каковы будут через пятьдесят лет результаты его собственной политики по отношению к Берлину? Что касается его самого, то он остался необычайно верен своим идеям юности, и программа, выработанная им в 1880 году, могла бы быть подписана самим Конингсби. Но в то время, когда он писал Конингсби, он верил в почти неограниченное могущество гениальной личности. Теперь же он признавал безмерную силу внешнего мира. Не то, чтобы он был разочарован или разочаровывал других, но он просто стал скромен, бесконечно скромен. Когда-то, гуляя в тени ветвей в Дибдене, Смит, Маннерс и Дизи думали, что великий человек, опираясь на церковь и молодую аристократию, мог бы переделать Англию. Теперь, состарившись, Биконсфильд видел, что церковь это сборище завистливых священников, кандидатов в епископы и соперничающих сектантов. А что касается молодых аристократов, то они умели иногда быть класса отнюдь не являлся питомником прирожденных вождей, которых Дизи описал с такой любовью. Он когда-то хотел дать романтический идеал всему народу. Это ему не удалось. Это ему не удалось именно потому, что он был аристократом по духу. А дух Англии это характер ее средних классов. Но он потерпел неудачу только относительно. Ничто бы не доставило ему большей неприятности, как если бы кто-нибудь истолковал его как полное трагизма духовное опустошение. Из бывших до неба группировок он создал великую партию. Он восстановил равновесие между историей и силами, влиявшими на нее. Благодаря его политике Англия сможет приобрести здоровый ритм исторических чередований. Жизнь его не прошла даром. Только он стал все недоверчиво относиться к словам, искал глубоко скрытую под ними подлинную сущность. Все чаще это подлинное находил он в отдельной личности и в высшем ее проявлении в нации, образующей государство, которое, эволюционируя, само становится личностью. Некоторые политические мыслители утверждали, что под конец своей жизни израилистов вигом и наиболее либеральным из них всех. Правдой же было то, что если он еще и принадлежал к партии, то только из одной порядочности. Если бы его спросили, какая конституция лучше всего, он охотно бы ответил, как салон, смотря для кого и когда. Главное же, он сохранил всю свою любовь к изумительному приключению, которым для него была жизнь. Он не разуверился в силе наших действенных поступков, но он хотел, чтобы они были взвешены и умерены. Он только перестал верить в широкие замыслы. Он это было единственное в своем роде и забавное явление. Старый романтик, которого уже не обманешь романтической иллюзией, на которой все еще тянется к ней какой-то пламенный циник. В некоторых отношениях его старость была даже счастливее юности. В молодости все кажется очень важным, непоправимым. Старики же знают, что все улаживается. Но более или менее плохо. Любознательность еще жила в нем. Он любил окружать себя новыми людьми и без конца хлопотал, чтобы привлечь в консервативную партию молодых образованных деятелей. «Партия гибнет», говорил он, «если в нее не вливаются постоянно молодые и энергичные люди». В 1881 году Гайдманн, один из первых английских социалистов, попросил свидания у Биконсфельда. Как ни парадоксально это было, но он надеялся убедить его и добиться через него поддержки консерваторов для проведения некоторых законопроектов, касавшихся рабочих. Он читал Сибилу и его роднило со старым вождем общая симпатия к народу. Он был принят. Его провели в красную с золотым гостиную, где стояли чересчур позолоченные кресла, обтянутые алым бархатом. Гайдманн подождался минуту, дверь отворилась и странная фигура появилась на пороге. Старик в длинном красивом халате в красной феске, с головой упавший на грудь, причем один глаз его был закрыт совсем, другой полуоткрыт. Из-под фески выглядывал блестящий напомаженный завиток последнего черного локона. Это было что-то такое измученное, такое ветхое, что молодой человек на минуту пришел в отчаяние. Ах, подумал он, слишком поздно. Заставлю ли я его поднять веки? Неужели он ответит усталой и саркастической эпиграммой? Старик сел, застывший, неподвижный, он ждал. Но как заговорить со статуей? Лорд Биконсфильд, сказал робко Гайдманн, мир и честь — мертвая фраза. Мир и комфорт — это то, чего хотелось бы народу. Одна бровь приподнялась. Мир и комфорт — это вы неплохо сказали. Он открыл оба глаза и улыбнулся. Я думаю, у вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу, мистер Гайдманн? Что вы подразумеваете под комфортом, а? В воле пить и есть, жить в удобном доме, получить полное образование и достаточный отдых. Утопия по заказу. Прекрасные мечты, да. И вы думаете, что у вас есть хоть какие-нибудь шансы провести в жизнь эту политику? Только не при помощи консервативной партии, уверяю вас. Как только вы начнете действовать, вас окружит целая плеяда знатных семей, мужчин и особенно женщин, которые будут вставлять палки в колеса. «Видите ли, мистер Гайдманн? Англия — это страна, которую очень трудно сдвинуть с места. Страна, где надо быть готовым больше к разочарованию, чем к успеху. Можно заставить ее сделать вот это, и ладони лорда Биконсфильда, прижатые одна к другой, слегка раздвинулись, медленно, с трудом, как будто старый министр двигал горы. Можно даже добиться немного большего, ладони еще чуть-чуть раздвинулись, но никогда не добьетесь вот этого. И костлявые руки мумии, сделав последнее тщетное усилие раскрыться пошире, беспомощно упали на колени. Глава одиннадцатая. Его любимый цветок. Хеггендан, «Одиночество, книги и воспоминания». «Целых две недели я не говорил ни с одним человеком», пишет он герцогине Реттланд. «Для него это огромный отдых. В течение трех недель я вряд ли перекинулся с кем-нибудь несколькими словами, мне всегда много наслаждения жить летом в деревне. Неподвижные павлины греются на солнце посвяти зеленой бархатистой лужайки. Они столько же молчаливы, сколько неподвижны, и это как раз то, что мне надо. Утром они ходят, распустив веером хвост, кричат, предаются любви или драки. Он сам тоже любит погреть на солнце свое старое тело, а вечером бродить при свете звезд, в час излюбленных Шекспиром, когда летучие мыши трепещут на серых скользящих крыльях. Он по-прежнему окружает себя цветами, начиная с подснежников и фиалок, переходя к гордениям и орхидеям. После цветов он больше всего любит прекрасные лица и воздушную пугливую грацию, которой обладают иногда дети и женщины. В молодости он мечтал, чтобы его жизнь была сверкающим и непрерывным достижением. Она такого была. Теперь, устав от ослепительного мелькания событий, он жаждет только безмолвия и покоя. Когда спешные прения вызывают его в палату лордов, он возвращается домой с вечерним поездом. Не могу устоять перед прелестью грустного зова кукушки, перед воркованием диких голубей, перед пламенем алого шиповника. Рождество 1880 года он провел в Хэггендоне один. Он садился обедать с книгой в руках и после каждого блюда посвящал десять минут чтению. Чаще всего он читал историю Венецианской республики, которой интересовался уже шестьдесят лет. И много классиков Лукиана, Горация, Теокрита, Вергилия, любимых им все больше и больше. В столовой с дубовыми панелями прямо против его стула висел портрет королевы кисти Ивана Анжелии. Фея была изображена на нем немного сухой и черствой. Он шел в библиотеку посидеть у камина, читая еще немного, закрывал глаза и мечтал. Зов кукушки с ветвей старых тисов напоминал ему худое, усталое и такое милое лицо Мэри Анн. Ему казалось, что он слышит ее веселое щебетание, которому она храбро была верна до самой смерти. Горящее поле нападало на пол, старик поправлял огонь, разбрасываясь на пы искр. Как они блестящие и мгновенные и похожи на нашу жизнь. Вот уже прошло 50 лет с тех пор, как в маленькой гостиной с белыми муслиновыми занавесами ему улыбнулись прелестные лица трех внучек Шеридана. Каролина Нортон, какая это была красавица, как хороши были ее черные косы и фиалковые глаза. Она до конца оставалась прекрасной. Да, говорила она, я буду красива даже в гробу. Уже три года лежала она в могиле, оставив позади тяжелую жизнь. Любовь, сказала она перед смертью, что такое любовь в нашей жизни? Я всегда вспоминаю старую домовладелицу в Байтоне. Она говорила, есть у вас дома, хорошо, а все остальное это уже роскошь. Да, любовь в нашей жизни это роскошь и дорого приходится за нее платить. Пожилые женщины начинают прозревать истину. Даже королева дошла до нее. Чем старше я становлюсь, сказала она, тем меньше я разбираюсь во всем, что происходит на свете. Не могу примириться с тем, что все в нем так мелко. Когда я думаю об общем легкомыслии, мне кажется, что мы все немного безумны. Мы все немного безумны? Да, вот, например, он сам всю свою жизнь только и делал, что искал чего-то. Чего? В чем нашел он подлинное счастье? В нескольких признательных взглядах Мэриэн, в первой дружбе Мэннерса, Бентинга, в доверии старика Дербия и Королевы, в двух-трех улыбках Леди Блетфорд? Молодой секретарь, войдя в комнату, видит, что старик мешает камин, тяжело дышит и шепчет в полголоса мечты, мечты. Он идет наверх к себе в спальню. Ему доставило удовольствие украсить зал и лестницу портретами всех тех, кто украшал его жизнь. Он называет это галереей дружбы. Он поднимается по ступенькам медленно и с трудом, и поэтому на несколько мгновений останавливается перед каждым портретом. Вот длинные локоны, обрамляющие личико леди Блетфорд, покойная ночь, селина, поверхностная, прелестная. Вот мечтательные Байрон, которого Дизи не знал, но который, тем не менее, создал Дизи. Вот Титой, его длинные гальские усы, дальше четкий профиль Линдхерста, работы Дорсей, а вот и сам Дорсей в обрамлении черной бороды. Здорово, друг. Блетфорд, Мэри, Дерби, последняя ступенька. 31 декабря он вернулся в Лондон. Я хочу видеть побольше людей и привыкнуть к чудесному человеческому голосу. Нелегко оторваться от абсолютного одиночества, в котором я живу, отправиться в палату лордов и говорить об империи, которая вот-вот развалится. Говорить ему было особенно трудно, астма мучила его теперь непрерывно. Лорд Гренвиль, лидер либералов, зная его терпение, однажды удивился, с какой почти резкой настойчивостью он требовал слова. Гренвиль даже осадил его немного. Беконсфильд молча принял выговор. Позже лорд Роутон объяснил Гренвилю, что старик болен астмой и передышка, дающая возможность говорить, наступает только после приема лекарства, действующего на один час. Он же мог не объяснить, сказал смущенный Гренвиль, но лорд Беконсфильд никогда ничего не объяснял. Когда он становился лучше, он бывал в обществе. Порой он всех очаровывал грустью, которой звучали его эпиграммы и прелестью своей старомодной вежливости. Он славился лаконичностью, как когда-то в молодости, блестящими фразами. Одной молодой женщине, протянувшей ему обнаженную руку, он просто шепнул «Канова». Иногда он молчал во время всего обеда, неподвижный, с бесстрастным лицом, подобной мумии, набальзамированного фрауа, напохороненного набожными руками среди любимых вещей, хрусталя, серебряных блюд и цветов. Он пользовался уважением, несмотря на поражение во время выборов. В клубе консерваторов на самом почетном месте висел его портрет, поразительно пристальный взгляд которого привлекал все взоры. На раме был выгравирован стих Гомера. Он один мудр, все остальные проходящие тени. В нем в сущности не было ни злобы, ни сожалений. Посетив ателье сэра Джона Мерле, он долго смотрел на набросок к портрету Гладстона. «Вам бы хотелось получить его?» спросил художник. «Я не смел вам предложить?» «Ах, я был бы в восторге!» «Не думайте, пожалуйста, что я когда-нибудь ненавидел Вильяма Гладстона». «Нет, единственным затруднением в наших отношениях было то, что я его никогда не понимал». В январе 1881 года были страшные морозы. Холод так действовал на лорда Биконсфильда, что он погружался в оцепенение и лежал по целым дням на диване. В эти дни храдхи луч солнца было ему ценнее, чем орден подвески. Он просыпался только для того, чтобы написать «Леди Блэкфорд Частерфильд». В феврале и в начале марта он смог кое-где бывать, выступав в палате лордов, обедал с наследным принцем и с Харкуртом. Он ждал тревожно весны. Но весна не приходила. В конце марта он простудился и слег. Ему было тяжело дышать, когда королева получила от него несколько с трудом написанных карандашом каракулей. Она забеспокоилась и спросила, кто его лечит. Его лечил гомеопат, доктор Китт. Королева хотела созвать консилиум, но врачебные обычаи запрещали врачам работать совместно с гомеопатом. Воля королевы заставила забыть профессиональную вражду. Диагноз был следующий — бронхит, осложненный грудной астмой. Вначале у докторов была надежда, но больной сказал мне не вынести этого приступа. Чувствую, что это невозможно. Когда-то он писал надо гордо идти навстречу смерти. Он настойчиво требовал, чтобы ему сказали останется ли он жив, прибавляя «я очень бы хотел еще пожить, но я не боюсь смерти». Он с объективностью художника присутствовал при своей собственной агонии. Никогда еще у него не было столько терпения. С большим трудом лежа он корректировал свою последнюю речь. Не хочу, чтобы будущие поколения назвали меня безграмотным. До конца он ненавидел мещанский комфорт. Он сказал сестре милосердия, попробовавшей подложить ему под спину гуттаперчевую подушку «оставьте, уберите эти атрибуты смерти». Королева с беспокойством следила за болезнью своего старого друга. Она несколько раз собиралась его навестить, но врачи боялись, что такой визит жовнует больного. Она каждый день телеграмма исправлялась изо о его здоровье. Посылаю немного озборнских подснежников. Хотела вас навестить, но потом подумала, что вам лучше полежать спокойно и не разговаривать. Прошу вас быть послушным, следовать указаниям докторов и не делать ни осторожностей. Благодаря ее заботам комната была полна подснежниками и фиалками. Глаза больного с удовольствием останавливались на прекрасных букетах чистейших тонов. Андреа Мороа Карьера Дизраэли Кассета номер 7 Первая сторона Когда Виктории пришлось поехать на остров Уайт, она прислала гонца с письмом и цветами. Беконсфильд был слишком слаб и не мог сам читать. Он нерешительно вертел письмо в руках и потом подумав сказал, надо бы, чтобы его прочел мне канцлер лорд Баррингтон. Он всегда любил соблюдать традиции. Позвали канцлера. Дорогой лорд Беконсфильд, посылаю вам ваши любимые весенние цветы. Как шлак умирающему Дизраэли эта смесь торжественности и постарали. В его дома толпа народа справлялась об его здоровье. Кто-то предложил перелить свою кровь. Не хотели верить, чтобы таинственный чародей, ставший до смешного родным, мог умереть как простой смертный. Ждали чуда даже от его смерти. Но на самом деле лорд Беконсфильд был не таинственнее всех остальных людей, и он медленно приближался к концу. 19 апреля около двух часов ночи доктор Кит понял, что конец близок. Лорд Роутон стоял возле, держа правую неподвижную руку больного. Вдруг умирающий приподнялся, отбросил назад плечи, и удивленные присутствующие узнали движение, с которым он, встав, начинал свою речь в палате. Губы его зашевелились, но друзья, наклонившись, не разобрали ни слова. Он откинулся назад, и больше уже не приходил в себя. От имени правительства Гладстон предложил пышные похороны и место в Рестминстерском аббатстве, но душеприказчики покойного думали, что ему хотелось покоиться рядом с женой на маленьком кладбище в Хегендене возле церкви. Погребение было очень скромным, происходило в парке в присутствии наследного принца и нескольких друзей. На гроб были возложены два венка от королевы, один из свежих подснежников с надписью его любимые цветы. На другом королева написала собственной рукой в знак истинной привязанности, дружбы и уважения. Она была в Осборне, слишком далеко, чтобы приехать на похороны, но, вернувшись, она отправилась на могилу и ушла пешком до нее от самого замка, проделав весь путь похоронной процессии. Она на свои средства воздвигла в церкви памятник. На нем под гербом пера был высечен мраморный профиль лорда Биконсфильда и под ним подпись дорогой и почитаемой памяти Бенджамена графа Биконсфильда воздвигнут этот памятник его благодарной государыней и другом Виктории, королевой и императрицей. Короли любят того, кто говорит истину. Псалом 16-13 Все долго обсуждали надпись на венке королевы и его любимые цветы. Подснежники скромность выбора смущала врагов. Гладстон, обедая как-то с леди Дороти Невиль сказал, что очень сомневается в любви Биконсфильда к этим цветам. Ну, скажите по чести, леди Дороти, слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы Биконсфильд выражал особое пристрастие к подснежнику? Королевская лилия была, мне кажется, больше в его вкусе. Но на следующую весну, когда приблизилась 19 апреля, годовщина смерти Дизраэли, друзья и последователи заказали лондонским цветочницам бутоньерки Биконсфильда, подобранные из свежих подснежников. Когда настал этот день, прохожие в Вест-Инде ходили с подснежниками на груди. Обычай стал повторяться из года в год, была учреждена Лига консерваторов, названная Лигой подснежника. А в сквере перед парламентом каждой весной бесчисленные почитатели украшали статую Дизраэли его любимыми цветами. Несколько лет спустя после смерти Дизраэли лорд Эйстас Сесель встретился в клубе Карлтон с доктором Боль. Помните, сказал Боль, наши беседы с вами здесь, в библиотеке в то далекое время, когда недовольные нашими лидерами мы их называли жидом и жокеем. А вот теперь, проходя утром мимо Вестминстера, я увидел статую мистера Дизраэли в цветах. Да, нечего сказать, они его почитают как святого. Как святого? Нет, Дизраэли никогда не был святым, но, может быть, как древнего бога весны, вечно побеждаемого и вечно живого, как символ того, что может сделать в холодном и враждебном мире вечная юность сердца. Добавил с